Глава четвертая. Годы полемики. Новое веяние. В этой главе почти нет биографии, она внутренняя. Событие жизни — литературная летопись. 1907 год ознаменован победой модернизма в мелкобуржуазных кругах. До 1907 года мы — отщепенцы, читатели наши — оторванцы разных классов, несколько десятков эстетов да несколько меценатов, типа Мамонтова, ранее сплотившего Врубеля, Якунчикову, Коровиных и Шаляпина. С начала века читатели наши сплотились в группу, предъявившую новый спрос. Провинция мало интересовалась нами. Столичный же мещанин знал нас по боям в кружке. Куда он ходил надрывать свой животик или в позе трибуна требовать казнина? Вернувшись в Москву, я впервые столкнулся с новым читателем. Ни снобы, ни одиночки, ни дамы из буржуазии, валившие в общество свободной эстетики, интересовали меня, а учащиеся молодежь из провинции, съехавшиеся в Москву, студенты, курсистки. Юная провинция впервые выступила в поле моего зрения. Это весьма взволновало меня. Не кружок, где вчера нас ругали, сегодня ж встречались с очустием. Линия фронта менялась. Газетчики, критики, исчезая из стана врагов, появились с невинными лицами в лагере символистов, заводили знакомства и жали нам руки. Вины сочли модным теперь горцевать статьями в защиту Брюсова и Бальмонта. Я не заискивал среди московской прессы и не искал в ней друзей, и даже не заметил, как видные деятели тогдашней прессы оказались знакомыми. Эфрос, Дживилегов, Духовской, Сергей Мамонтов, Сергей Блановский, Любошец, Ашешев, Веленский, Ардов, Белорусов, Чуковский, Сергей Глаголь и скольки и прочие. Царство врагов было явно расколото. Борьба с нами, ставшей борьбой из-за нас, скоро превратилась в борьбу одних из нас с другими из нас, орудием прессы. В одних органах чтили мистических анархистов и боролись с весовцами. Бюро прессы, возглавляемое глаголем, размножало фильетон поэтиков Грифа в массе провинциальных газет, объявляя провинции тех, кого весы отвергали. Сотрудники весов одно время стали поставщиками литературного фильетона для марксистской газеты, скоро прихлопнутой генерал-губернатором Гершельманом. Бюро провинциальной прессы, организованное в конце 1907 года по инициативе Глаголя и Соколова, Кречетова, ставило своей целью, как сообщалось в отпечатанном оповещении, снабжение прогрессивной провинциальной печати литературным материалом. Механизм нашего предприятия следующий. Каждое литературное произведение, принятое редакцией, воспроизводится при помощи одного из размножительных аппаратов, рассылается провинциальным газетам, вошедшим с нами в соглашение, одной в каждом городе, и приблизительно одновременно воспроизводится на страницах этих газет. Высылая оповещение 8 ноября 1907 года, Федору Сологубу Соколов писал «Полное сочувствие нашему начинанию и обещание содействия уже выразили следующие лица Андреев, Бунин, Федоров, Зайцев, Андрей Белый, Телишев, Кожевников, Ярцев и другие». Это начинание, однако, очень скоро разладилось. Руководители верхов либеральной интеллигенции сперва отставали от моды. Старцы из русских ведомостей редко снисходили даже до ругани, но и этот лед таял. Популярнейший публицист и профессор философии Евгений Трубецкой, заняв кафедру брата, открыто признал, что проблема непонимания нас серьезна, он добился сносного отношения к нам от своих коллег. С той поры группа профессоров Хвостов, Лопатин, Котлелевский, Кистяковский стали вступать в серьезные споры с нами, держа с достойного тона, и Московский университет тронулся вслед за кружком в нашу сторону. Мы являемся в университетской аудитории, в студенческом обществе деятелей литературы, руководимым Руссовым. Поворот мнений дошел до того, что в кружок явился маститый Семен Афанасьевич Венгеров и объяснил присяжным поверенным Москве и их женам, декаденты — суть гуманисты. Они, как Некрасов, Никитин, засеяли доброе, вечное, правда, недавно писали они про козлов, но теперь они от этого отказались, в сущности они добрые люди, как и прочие либеральные граждане, сальных свечей не едят. Это мнение стали подхватывать Головин, председатель Второй Государственной Думы, появился в кругу Соколова, Грифа. Создалась и формула перехода для тех, кто вчера изживал себя в неприличной травле, а не раскаялись. Фальшивка действовала, и декаденты оказались в позе раскаяния предизбирательной урны, голосуя за Милюкова. Передавали Андреев, друг Зайцева. Зайцев же признает Белого, но дружит с тем, кто всех обскакал, с Виктором Стражевым. Фраг весьма радикального Стражева, символиста третьей волны, начинает эру побед в кружке. Тоже в Петербурге. Чулков, политкоторжанин, друг Блока, Иванова, Городецкого, преодолевший старую красоту в символизм, а символизм в новую мистическую и анархическую общественность, втянул в нее Блока и завязал связи с газетами. И там, как в Москве, недавние вагоны декадентского экспресса перецепили к товарному поезду Шиповника, оповестившего «Писатели всех партий, объединяйтесь вокруг Андреева». Шиповник, издательство Издательство «Шиповник» было основано в Петербурге в 1906 году Гржебиным, Копельманом. Андреев был основной автор литературных альманахов Шиповника. Большинство сборников Шиповника в 1908-1909 годах, по свидетельству Беклемишевой, жены Копельмана, составлено при его ближайшем участии. В итоге фальшивки началось якобы возрождение, мною увиденное, как опухоль на символизме. Перебегающие в лагерь врагов оповестили о побеге этих врагов в их стан. Был создан плакат, изображавший раскаившегося символиста в венке, ему поднесенном русской общественной мыслью. Вчерашний символист и вчерашний общественник вдруг засели в ресторане «Вена», рождая таланты. Второго вели козлить к Вячеславу Иванову, внушая ему, что у Иванова совершается обобществление жены и снятие фиговых листиков. Первого вели в редакцию еженедельной газетки делиться сведениями о событиях жизни квартир Вячеслава Иванова и Александра Блока. Вдруг газеты облетело печатное сведение. Чулков обрился, стали цитировать и мудрые изречения Кузьмина. Ах, зачем же нам даны лицемерные штаны? Вернувшись из Парижа после раздумий над чепухой, едва не стоившей жизни мне, все это в лоб. Недавние перебежчики в лагерь символистов, распинавшиеся за Блока, Иванова и Чулкова, не распинались за меня, а уверяли, что я пережил себя и не могу числиться в среде живых символистов. Рассвет модернизма в российском мещанстве собирал новые уголья на мою разгромленную голову. В последующие четырехлетия есть рос славы Мережковского, Сологуба, Бальмонта, Брюсова, Блока, Ауслендера, Кузьмина, Иванова. Андрей же Белый к концу 1909 года стоял едва ли не за порогом литературы. Понятен мне такой сговор мнений, полемиков. Я сам его вызвал. Травли меня как белого, а не как символиста. Я был обязан друзьям-символистам. Ее истоки — редакция ОР. Издательство Вячеслава Иванова, группировавшиеся вокруг метра Городецкого, Блока, Чулкова, Ауслендера, Кузьмина, Собашникову, Потемкина и так далее. Иные матерые символисты на нас натравливали молодежь, репортериков и модных филитонистов ресторана Вена, как Пильского. Стоило последнему что-нибудь на уши нахихикать о Белом, как перо опытного инсинуатора начинало работать, давая тон шавкам, инициаторы травли при личных свиданиях сердобольно вздыхали. Ты сам виноват. Не надо было того-то писать. Издательство ОРы было основано Вячеславом Ивановым в Петербурге в конце 1906 года. В нем печатались книги авторов, ближайшим образом связанных с кругом башни Иванова. Не любил я при вздохах таких, после них пущи прежнего изобличая политику группочки. Гневы мои заострились напрасно на Г.И. Чулкове. В прямоте последнего не сомневался. Кричал благим матом он. Очень бесили молчальники, тайно мечтавшие на чулковских плечах выплыть к славе, хотя бы под флагом мистического анархизма. Открыто признать себя мистика-анархистами они не решались, по ним я и бил, обрушиваясь на Чулкова, дававшего повод к насмешкам по поводу лозунгов, которые компрометировали для меня символизм. Примость уличной мистики и дешевого келейного анархизма казались мне профанацией. Каждый кадетский присяжный, поверенный в эти месяцы руки, засунув в штаны, утверждал, я ведь, собственно, анархист. Смотри у белого. Когда я в 1907 году вернулся в Россию, я застал в Петербурге безобразную пародию на мои утопии о соборности эпохи 1901-1905 годов под флагом мистического анархизма. Я считаю моду на эти идеи ужасной профанацией того интимного опыта символистов, который опирался на подлинно узнанное в 1901 году. Я бронирую свои недавние лозунги символизма в полемику и в вопрос о школе. Символизм, как школа моя, осади назад для переорганизации всего фронта. Чехов более для меня символист, чем Морис Миттерлинг, а тут нате, неизреченность вводилась в салон. А анархия становилась свержением штанов под девизами нового культа. Этого Чулков не желал, но писал неумно. Вот плоды — лесбиянская повесть Зиновьевой «Аннибал» и педерастические стихи Кузьмина. Они вместе с программной лирикой Вячеслава Иванова о трехстах тридцати трех объятиях брались слишком просто в эротическом, плясовом, агарочном бреде. Аргиазм Вячеслава Иванова на языке желтой прессы понимался упрощенно, с вальным грехом. Почтенный же Аргиаз лишь хитренько помалкивал «Понимайте, как знаете». О Чехове Белый имеет в виду свою статью «Вишневый сад», впервые опубликованную в Весах в 1904 году. Речь идет о повести Зиновьевой «Аннибал, 33 урода», Санкт-Петербург, Оры, 1907 год. В рецензии на эту книгу Белый писал «Жаль, что к сложнейшим загадкам и противоречиям человеческой сущности подходят люди, не вооруженные никакой определенной идейной, мистической, психологической или эстетической цельностью. А без этой цельности и глубины, и интерес сюжета, есть интерес моды. Но всякая мода надоедает быстро. Вчера индивидуализм и мистический анархизм, сегодня эрес, что еще завтра? Я ставил точку над «и». Отмежуйтесь, раскройте объятия, чтобы стало ясно, во что жаждете преодолеть символизм. В народ или в хлыстовскую баню? Не раз я получал ответ шепотком, но, ушко, как можешь ты думать так? После чего писалось стихотворение, смысл которого вызывал во мне вскрик. Изнасилование девушки называлось громко «причастие». Возможно, подразумевается строка «Мы розе причащались и с четырнадцатого сонета разлукой рок дохнул, мой алло цвет цикла Иванова «Золотые завесы», впервые опубликованного в альмонахе «Цветник Ор», Санкт-Петербург, 1907 год. Не нравились и филологические комментарии на смысл евангельской любви с неизменным припевом «Любовь дерзновенна». Хотелось воскликнуть «В каком же смысле?» Розанов хрюкал весьма недвусмысленно. Эта любовь платоническая, а Платон любил юношей. Зная факты вредительства психик и помня предостережение Геты, что от бескрайней романтики до публичного дома один только шаг, я писал «Лицевая сторона фальков эклектизм, в котором видел смерть Ницше, песком софизмов бросают они в доверчиво раскрытые глаза женщины, чтобы она, потеряв зрение, не отбивалась от их объятий». Арабески. Страница десятая. В петербургских газетах разоблачали писателей-хулиганов. Где-то стали пропадать кошки. Что же оказалось? Компании литераторов назывались небезызвестны имена модернистов, как-то Потемкина. Собираясь пьянствовать у какого-то фрукта, истязала ладья кошек, которых для этого раздобывал фрукт. В каком-то салоне кололи булавкой кого-то, и кровь выжимали в вино, называя идиотизм сопричастием слова Иванова. Публика называла имена писателей-кашкадавов. Говорили потом «Инцидент, газетная утка», но повод к уткам подавала вся атмосфера. Между «агаротничеством Потемкина» и проповедью любовных мистерий, которые занялся вдруг Иванов, не было вовсе четких границ, и башня Иванова в передаче «Сплетников» сходила в уличное хулиганство. «Я требовал, чтобы границы эти поставили новоявленные дерзатели». Они молчали. Я писал. «Мы должны струны лиры натянуть на лук тетивой, чтобы разить сорочинную стаю, издевающуюся над жизнью». Робески, страница шестнадцатая. «Безответственность ведь только что искалечила мою жизнь. Я требовал внятности». Ритуальное действие состоялось 2 мая 1905 года в Петербурге на квартире Минского. Как сообщает Евгений Павлович Иванов в письме к блоку от 9-10 мая 1905 года, собравшиеся по предложению Вячеслава Иванова и Минского, производили ритмические движения для расположения и возбуждения религиозного состояния, а также символические жертвоприношения. «Белый» пишет об этом ритуале. «Где-то кого-то кололи булавкой и пили его кровь, выжатую в вино под флагом той же мистерии. Это только смешило». Нельзя было писать о фактах и слухах, сопровождавших двусмыслицы преодолевателей символизма. «Я знал». «Я знал». «Нескольким юным девушкам лозунги Вячеслава Иванова отлились». «Я знал». «В модном публичном доме выставлен портрет его почетного посетителя, известного всем писателя, для заманки гостей». «Я знал». «В одном доме супруг и супруга преследовали барышню, супруга лесбийской любовью, супруг...» Эти слова основываются, по всей вероятности, на искаженных слухах об отношениях Вячеслава Иванова и Зиновьевой Аннибал с Собашниковой Волошиной в первой половине 1907 года. Но он был не прочь поухаживать и за юношами. Скажут личная жизнь, нет. В данном случае практика стихов об объятиях, несколько шалых дамочек, взяв клятву молчания с понравившегося мужчины, появлялись перед ним голыми, на него нападали. Таков был грубый, агарочный вывод из утонченных двусмыслиц. Ставка моего выздоравливающего сознания была на четкость в искусстве, в политике, в философии, в этике. Если преодолеваешь искусство, говори куда? В политику? В какую? В религию? В какую? Наивную путаницу щедро сеял Чулков в газетах и альманахах, давая повод крыть себя за чужие грехи. Я его крыл. Я делал ошибку. Я виноватил себя тем, что Чулкова превратил в символ. Друзья отдавали его на сиденье весам. Когда они испугались весов, то они его бросили. Никто никогда де ему не сочувствовал. Первый отрекся печатно от мистического анархизма под моим давлением блок. Чулков ушел работать в иные сферы, символизму далекие. Он оказался хорошим литературоведом. Белый подразумевает творческую деятельность Чулкова главным образом в 1920-30-е годы. В это время Чулков стал авторитетным исследователем Тютчева. Смотри его книги «Последняя любовь Тютчева» Денисьева. Москва, 1928 год. Летопись жизни и творчества Федора Ивановича Тютчева. Москва, Ленинград, 1933 год. Но мистический анархизм на символизме таки оставил нестертые моими статьями следы. Весы не читались. Газетки где-то дребеденили анархисты. И альмонашки, где испражнялись писатели-кашкадавы, читались. Случилось то, чего я боялся в 1907 году. Символизм восприняли под флагом мистического анархизма. Маститы и исказители редко полемизировали со мною. Они действовали обходным путем, через критиков, подобных Летским и Абрамовичем. Первый, говорят, мне приписал какие-то стихи о козе, что-то вроде «Чтобы в листьях туберозы лишь меня лобзали козы». Второй систематически твердил про меня «труп, труп, труп». От той поры Корней Чуковский почтенно пронес на протяжении двадцати пяти лет умело таимую ко мне неприязнь. Горжусь не ошибкой полемики, перед Чулковым особенно я виноват, а тем, что травля меня шла из кругов, не свободных от агарочничества. В мрачнейшие годы реакции, раскрывшие мне всю гниль буржуазной прессы, многие тогда взяли курс на козла, я взял курс на Некрасова. Исчезни в пространство, исчезни, Россия, Россия моя. Я горжусь, Тэффи так не понравились эти строки, что она высказала спечатно «Не люблю этого старого слюнтяя». Заключительные строки из стихотворения Белого «Отчаяние» июль 1908 года, открывающего книгу «Пепел». Опасным симптомом предстала молодая группа московских литераторов, объявивших себя символистами третьей волны. Первые весы, вторая — оры, мистический анархизм. Третья волна посягала на журнал «Перевал», лидером группы был Виктор Стражев. Входивший в маститость уже Борис Константинович Зайцев отечески опекал эту группу. Он был объявлен неореалистом. Неореализм и проповедовали символисты этой волны. Суть течения — спекулятивная политика глубоко старых поэтиков, готовых пройти под каким угодно соусом в свет. Группочка потрафила кружковским присяжным поверенным, жаждавшим присуседиться к моде. Неореалисты сочетали отбросы либерализма с отбросами символизма и получили опору в гучковской газете «Голос Москвы». Зайцев стал классиком их. Ницше мог назвать Зарю «Матово-Бирюзовой», но он не писал приемами писемского. Борис Зайцев писал. Но называл поручика «Матово-Бирюзовым», а нос полковника Розова называл «Рубиновым носом». Полковник Розов, рассказ Бориса Зайцева, впервые опубликованный в литературно-художественном альмонахе издательства «Шиповник», книга первая, Санкт-Петербург, 1907 год. Реализм переходит в символизм. Весы, 1904 год. Писал я до неореалистов. И писал после них «Момент реализма всегда присутствует в символизме». Робески, страница 244. «Истинный символизм совпадает с истинным реализмом». Весы, 1908 год. По адресу же представителей ползучего натурализма, прирумянинного отбросами символизма, писал я иначе. Новейшие полудекаденты, реальные символисты, эти эпигоны символизма и реализма, как бы нам говорят, окно не окно, но и не не окно. И творчество Чехова беспощадно уличает их лживость. 1907 год. Мог ли мне это простить Виктор Стражев, обстанный присяжными поверенными, кружка? Зайцев тащил его в лагерь Андреева. Бунин Иван, ненавидевший Брюсова, аплодировал всем нашим подкалывателям. Так участь моя и в Москве была решена. Ничего не стоило спровоцировать скандалом Белого, взлезшего на все кафедры по мандату весов. И Теффи, Ардовы, Абрамовичи, Лицкие и Измайловы, Яблановские, нововременцы и Буренины, и Бурнакины, и Октябристы голоса Москвы, и Бескин из раннего утра, к явному удовольствию тогдашних, Иванова, Блока, Городецкого, Бунина, Стражева, Зайцева, Айхенвальда и прочих, превратив меня в скандалиста, убрали со сцены. Пересмотрите журналы и альмонахи 1908-1910 годов, и вы встретите все имена от Блока до Андрусоны и Рославлева, за исключением Белого. Рощицами вырастали Калифа на час, Анатолий Каменский, Потемкин, Арцебашев, Юшкевич, Осип Дымов, мечтавшие о скакате Андреева. Один из них, Дымов, которого объявили потом лихачом билетристики, однажды меня трепанул по плечу за котлеткой из рябчика. — Бедные вы, символисты! Старались, учились, читают-то нас. Мы, лучезарные дети, вашими руками гребем себе жар. Я ответил ему в статье характеристикой лучезарных щенят. Подчеркнутая нелюбовь к либералам, омоложаемым при помощи модернизма, усилилась симпатии к лагерю марксистов, с которым я тоже полемизировал. Следует отметить похвальную сторону в литературном распаде. Авторы его честно объявили себя нашими литературными врагами, ни предателя, ни симулянта не встретишь в их рядах, а этого не скажешь про тот лагерь, который объединяют наши враги в понятии модернизма. Пусть поборники пролетарского искусства выбросят из своих рядов представителей лозунга и вашим и нашим, как выбрасываем мы из наших рядов все срединное. Тогда дух рекламы и шарлатанства, одушевляющий обозную сволочь, обозначившись ярко между эздекским молотом и наковальней символизма, скомпрометирует любителей мутной воды. 1908 год. Мне казался нечетким и Леонид Андреев, занявший позицию между Горьким и Блоком, и этим между, сгруппировавший вокруг себя четыре пятых литературы, с царя голода, с черных масок, я понял, сдвиг его в сторону символизма от знания только мистика-анархическая бурда, в которой он встретился с Блоком эпохи Балаганчика. Я ему прощал более чем Блоку и Борису Зайцеву, он был сама талантливая бескультурица. Он выдвигался тогда левизной, левизна казалась декоративной, и мы не были равнодушны к политике. И Брюсов, и Блок стихотворениями показывали, на чьей стране их симпатии, их сочувствие революции через тринадцать лет стало неоспоримым. Без громких фраз. А Андреев же был сплошной громкой фразой. Тогдашние его левые друзья, Бунин, Чириков, Зайцев, Юшкевич, где они оказались? Его политика выявилась во всей неприглядности к 1916 году, в позорной агитации за протопоповскую газету, во главе которой он не постыдился встать, когда и Мережковские даже отказались от почетного сотрудничества, отвергнув крупные куши, отказались и мы. С Белым. Политически Андреев был мне подозрителен с царя голода. В те годы более волновала меня линия его литературной нечеткости. В 1907 году я пережил кратковременное увлечение писателем. Но, подойдя ближе, я разглядел нечто в нем навсегда оттолкнувшее. Его шиповник стал резервуаром дешевого модернизма, с которым боролись весы. Все, что делало модными Андреевцев, было ими украдено у символистов. «Хаос всегда за спиной у героев Андреева», — писал я в 1904 году, приглядываясь к нему. «Мистический анархизм, как теория, не выдерживает критики. Леонид Андреев, может быть, единственный мистический анархист», — пишу я в начале 1906 года. В 1907 году по поводу жизни человека читаешь точно черновик. Андреев менее, чем кто-либо установился. Жизнь человека нельзя ни хвалить, ни порицать. Ее можно отвергнуть или принять. В эти дни я клюнул на Леонида Андреева и на драмочки Блока. Уже в начале 1908 года о Блоке-драматурге пишу. Искренностью провала, краха, банкротства покупается сила впечатления и смысл этой бессмысленности. Но какую ценою? Тоже я думал в то время и о драмах Андреева. Об анатоме я писал. Помилуй Бог, как легко быть символистом, стоит поставить мировой разум на две ноги. Ломентации черта напоминают захмелевшего приказчика, а поведение, поведение сыщика, бедный, бедный Леонид Андреев. В противоположность Андрееву, Блоку и их критическим друзьям я стал подчеркивать Горького. Общество начинает забывать, что Горький — автор Челкаша. Исповедь знаменательна своей внутренней правды. Слова Горького ближе принимаем мы к сердцу, чем квази-народнические выкрики. Серьезность звучит нам в исповеди, а этой серьезности нет у самых новейших мистиков-модернистов. Горький был противопоставлен позиции весов, как зенит Надиру. Он нас бронил, смешивая с модернизмом в широком смысле. Свою позицию Надира не переменил я на зенит, ибо я укрепился в весах и резко критиковал стиль писателей знания, сборника которого редактировал Горький. Я уважал писателей знания. Все ж меж зенит и монодиром считал я линией подозрительной. Модернизм из моды. В лозунге «Бить по модернизму» с двух противоположных концов совпали. Я, Брюсов с Горьким. Это сходство из противоположности длилось до 1910 года. Можно подумать, что весы проповедовали доризм и боролись с аморальностью. Увы, не было так. В одном секторе их, в полемическом, водворилась моя обличительная тенденция, поддержанная Элисом и Соловьевым, моими друзьями. Брюсов был с нами на три четверти. Его склоняла к нам тактика, не этика. Он направлял перо Садовского и некоторых других рецензентов весов. Громил, мистический анархизм и Антон Крайний, псевдоним Гиппиус, в котором кипела злость ради злости. В эпоху нашей борьбы с модернизмом отношения мои с Мережковскими не были четки. О Мережковских пишу. Мережковский, поспешив с утверждением необходимости религии с точки зрения разума, объявляет культуру деревом с сухими корнями, апеллируя к разуму. Он обошел гносеологическую проблему. Мережковский заражает, но не убеждает. 1908 год. А Гиппиус, недостатки ее рассказов, сухость, тенденциозность и безжизненность. Верим, что Гиппиус, наконец, не зайдет до литературы, мимо которой она все проходит. 1908 год. Мережковский, случайные попутчики в борьбе с модернизмом. Брюсов на три четверти союзник. И в секторе весов, из которого мы обстреливали модернизм, не все обстояло гладко. Печально было то, что эротизм, который преследовала наша тройка, я, Элиса Соловьев, свил себе гнездо и в книгоиздательстве «Скорпион», печатавшем Кузьмина. В весах появлялись эротические рисунки. То, что бичевалось в одной половине журнала, насаждалось в другой, обессиливая и без того ничтожную нашу кучку, я был порой в отчаянии от весов, но описать было негде. Тактика. Моя жизнь два года исчерпывалась тактикой. Все для весов. Это значило все для Брюсова. Тень тяжелых недоразумений, описанных в начале века, еще отделяла меня от него в 1906 году. Мы редко виделись и избегали оставаться вдвоем. Но я стал необходим весам. В условиях литературной полемики Брюсов шел мне навстречу. Ведь отдались я, он остался бы без Элиса и Соловьева, ему нужных в то время. Они с жаром мирили меня с Брюсовым и доказывали последнему правильность моей тактики. Так сложилась четверка, к которой примкнули. Болтрушайтис, Садовский, Ликиардо Пулу. Стабилизировалась семерка литературного сектора весов. Она и давала весь тон полемики. Брюсов, прекрасный литературовед, образованнейший историк, тонкий критик и старший из нас, соединял в себе знания, таланты, практичность. Только его мы могли провозгласить вождем. Он этого хотел. Имея честолюбивые замыслы, мы их видели, но время не допускало колебаний, он был всем нужен. Кроме того, честолюбие в личных делах сочеталось с большой скромностью. Он не вмешивался в детали мной наспех сформулированной платформы. Без позиции нельзя было обстреливать фронт, занимавший огромное пространство. И Леонид Андреев с группою, и Бунин с группою, и Чулков с группою, и Зайцев с группою, и группа русских богатства, и сахарный либерализм модерн Юрия Айхенвальда были частями фронта. Есть отчего растеряться в пестре врагов. Твердая позиция была нам необходима. Только я делал выводы в злобой дня и из написанного кирпича теории символизма. Выводы из теории были мною выстраданы, и я ручался за платформу. Смелость Брюсову импонировала. И он не перечил мне. Я же готов был навлечь на голову себе все семь казней египетских. И Брюсов, грустно улыбаясь, не раз воркатал. Поступайте, как знаете, Борис Николаевич. Он мне вверялся, не вмешиваясь в моем «мы», произносимое от лица группы. Теоретизировать он не любил. И мне предоставил теорию. Не было тут уговора. Просто я начал формулировать, а он нет. Разделение функции началось еще в 1906 году. Оно завершилось в Конституции весов 1909 года, по которой формально я стал заведующим теоретической секции, а он — литературно-критической. С 1907 года другой теоретик Вячеслав Иванов казался врагом, весам надо было противопоставить Иванову крепкое кредо. Я, переживший огромное разуверение в мистерии человеческих отношений, в коммуне творцов и в религии жизни вне социального переворота, теперь видел лозунги моего вчера, побиваемые петербуржцами в искалеченном виде. В 1903 году я писал, новаторы должны верить в то, что у них вырастут крылья и понесут над историей. Робески, страница 238. В 1904 году я ждал мистерии, драма переходит в мистерию, а Робески, страница 141. Но мечты поколебались во мне. Ставка была на мистерию человеческих отношений моих к ща. Когда я один, родственные души посещают меня. Лук зеленый, страницы с 3 по 16. Статья «Лук зеленый», письмо к ща через голову читателей. Мистерия — только любовь. Но обманутый и в мистерии моих человеческих отношений. Я в 1906 году бью по всему фронту. Вот уж воистину гора родила мышь. Робески, страница 321. В 1907 году, пишу того крепче, мы пять лет назад говорили о мистерии. На слова эти, вами произнесенные, мы ответим веселым смехом. Оставьте нас, Иван Александрович. Робески, страница 345-346. Какая мистерия, вопль какого-то Петрушки о том, что кровь трагической жертвы есть кровь клюквенная? По адресу блока. Робески, страницы 311-313. Мистерия невмещаема в формах искусства. Был бы дик возврат вспять, а мистерии, как коллективное творчество в будущем, в социализме раскрытое царство свободы, и потому ныне она фальшива, двусмысленно не нужна. Я волил ясности, четкости, трезвости, самограничения, самопознания. Я видел преодолевателей символизма. Когда дразнят нас многосмысленным лозунгом, нам все кажется, что одинаково нас хотят сделать утопистами и в области политики, и в области эстетической теории, я указывал. Символисты хотят трезвой теории, только упорный ряд исследований, подведет под эстетику твердый фундамент. С этого времени почти в каждом номере весов, моя передовица, на перевале, а на звук камертона к статьям и рецензиям весов, два года выпыживал передовица я. Часть их, вперемешку с фильетонами, игравшими ту же роль, составили половину арабесок. Двадцать восемь номеров на перевале. Двадцать три номера о писателях, каждый продиктован тактикой. Присоедините. Тринадцать статей арабесок. Одиннадцать книги «Лук зеленый». Четырнадцать символизма. Ряд неперепечатанных фильетонов. Рецензии. И вы получите материал усилий бороться за лозунги, которые были выводами из теории, отработанной в голове, но не в трактате. Каждая статья била в цель, заостряя тенденцию. Нынешним читателям не видна тогдашняя злоба дня. В выборе тем не было ничего от полета. Теоретические рассуждения подводились под данный случай, и отсюда скривленность и утрировка многих статей. Я их обтесывал, как дриколья. Они лютые и субъективны. Для понимания их необходим комментарий. Нынешний читатель недоумевает. По адресу Городецкого разражается белый. Разве подозревают эпигоны символизма, что вопрос о ценностях в школе Рикерта и Ласка становится центральным вопросом и символизма? 1907 год. По адресу Блока. Этого достаточно, чтобы пригласить их в Марбург, Хкогину. Мы хотим не парок бабьего лепетания. 1907 год. Тастевен же из «Золотого руна» кричал «Белый» стал неокантианец. Неокантианец одновременно писал «Кант был восьмым книжным шкафом среди семи шкафов своей библиотеки. Может ли книжный шкаф обладать личным творчеством? Кант отравил синильную кислотою интеллигибельную вселенную». 1908 год. И приглашение учиться у Канта. И фиговно с Канту тактика. В первом случае фиг к Градецкому. Во втором случае она отослана московским неокантианским кружкам. Действительное отношение к Канту — это холодное уважение к противнику, которого надо знать, чтобы с ним справиться. Почему я на Канта напирал? Потому что тогдашняя философская молодежь кантианила. Возражение к Канту мои формулировано в книге «Гёте в мировоззрении современности» 1916 год. Тактика заставляет меня умолять Достоевского в борьбе с Достоевщиной. Я пишу. Гоголю и Пушкину, этим первоисточникам, должны мы вернуться, чтобы спасти словесность от семян тлений и смерти, заложенных в неё инквизиторской рукой Достоевского. 1906 год. Мережковский, Гиппиус, Волынский, Розанов в ужасе. Примеры к тому, чтобы стало ясно, до чего я был тенденциозен. Всё для момента. А момент — нанести больнее удар врагу, подрывавшему символизм. В преувеличениях я оставался искренним, и мне доставалось и справа, и слева, и сверху, и снизу. Я оставил на карту себя. Забывал о себе, дебатируя, уча курсисток, строча, изнемогая в обществе свободной эстетики, чтобы поддержать Брюссу. Таким я стал, вернувшись из-за границы, сухим, озлобленным, фанатичным, утратившим всё, кроме мира, идей и утопий, а наши фаланги бойцов за дело. Мания самоубийства не была изжита, я не бросался в реку, но разве не самоистязательством выглядели два года убитых на споры в сплошном дымогаре без радости и жизни? Я боролся с агарками, но не боролся с окурками, и не было у меня критика друга. Блок, Брюссов, Мережковский, Бальмонт выносились критикой в свет, а белым же только знали, что он сгоревший талант. Но я не жалею о полемикой раздавленных творческих книгах. Я прошёл спартанскую школу и раз навсегда излечился от жажды известности, которые когда-то избаловали меня. Нашёлся-таки человек, понявший честность моих мотивов. Он пришёл ко мне пожать руку. Это был Гершинзон. Не могу не охарактеризовать в двух словах костяка платформы, которую я проводил в весах. Она видела с меня прекрасной дамой. Реальная дама ведь оказалась картонную. Платформа символизма 1907 года Каждому тезису моей литературной платформы посвящены статьи, выступления, беседы. Но она не была мною сжата в параграфы. Её база – теоретические представления о символизме как мировоззрении, не сливаемом с идеализмом, метафизикой, механическим материализмом, синтезом систем Спенсера и конто, скептицизмом, феноменализмом и мистикой. У учёных второй половины 19 века науки – несвязуемые логии. Догматическая философия обладала принципом, но догматическая философия погибла до канта. Мы видели крах метафизики, смена философских теорий ныне, смена терминологии. Философия возможна лишь как теория знания, насквозь критичная, вне критицизма и понятия наук пусты. Смешные решения проблемы причинности путём подстановки понятий вроде энергии и силы не удовлетворяют и системы синтетизма. Система распадала за системой. Частные науки порой заменяли теорию знания, философию превращали в историю, психологию и даже в термодинамику. Ответы были ответами методологическими. Отклонив догматизм, метафизику, позитивизм и механизм, я отклонял и психологизм. Психология оказалась химерой. Границы её с одной стороны предельные механические понятия и познавательные формы, с другой о границах психологии. Механические понятия оказываются в зависимости от данных гносиологического анализа, вне которого сама наука систематика незнания. Таков мой ответ про бобилизму, дюбуара и мон, понкаре и так далее, который чуждается общечеловеческого обоснования. Теория знания, введение в мир и созерцание, их символизм. Понятие знания знаний. Теория знания некогда развивалась идеалистами. В моё время представителями тенденции Канта являлись Коген, Наторп, Кассирер, Кинкель, Виндельбанд, Рикерт, Ласк, Кон и другие. В усилиях рационализировать Канта они создали неосхоластику, не к рационализму, не к идеализму призывала новая литературная школа. Рационализм интересовал в линии теоретико-познавательных позиций. Я же исходил из ложного взгляда, что неокантианцы более других разработали термин. Я хотел, отняв у них термин, им преодолеть идеализм. Это и послужило поводом к обвинению меня в неокантианстве. Но теоретическая философия, вопрос о мировоззрении подменяет вопросом о формах и нормах. Она ответит, пожалуй, на вопрос о том, как нам строить мировоззрение, но в этом вопросе самый смысл мировоззрения пропадает. С вершин гносиологического идеализма открывается царство скелетов, мир, связь, умозаключений. Это предельное разложение мира, краткое резюме воззрений, столпов гносиологии Когена и Гуссерля. И идеалист гносиолог является объектом моих стихотворных сатир. Жизнь шепчет он, остановя среди линеющих могилах метафизическая связь транссадентальных предпосылок. Трагедия сенаторского сына в романе «Петербург» в том, что он революционер-неокантианец. Можно ли с большей резкостью говорить о кантианских тенденциях? Но я говорил так о них в 1907-1909 годах, изучая Риккерта и Когена, чтобы их разить их же оружием. Как раз с 1907 года взорали дружно, сперва друзья-символисты, потом и все, белый стал учеником Риккерта. Клевету эту подняли философские дураки, философские невежды, философские головотяпы, а враги доказали белый мертвец. Раз он рисовал предельное разложение мира в неокантианстве, то надо было в красках белого подать белого. Белый идеалист, белый кантианец ехал по годам до 1932 года. Он безраздельно приемлет идеалистическую философию Канта в ее неокантианской транскрипции, утверждает о белом 1908 года товарищ Тарасенков в лесной для меня статье о романе маски, как белый принимал неокантианство в 1908 году, мною показано. Товарищи, надо было бы побольше знать того, о ком пишешь. Книги белого напечатаны черным по белому. Моя теория символизма складывалась в процессе критики модных гносиологических теорий, как несостоятельных, но взывающих к изучению со стороны тех, кто брал на себя смелость быть теоретиком. А Городецкие и Чулковы преодолевали ухарские то, что взывало к скрупулезному одолению. Четыре года убил я на овладение неокантианством, наивно полагая, что далее буду одолевать имманантистов, эмпириокритицистов и прочих философов. Виделись годы упорной работы, от которой я был оторван. Ну, кажется, понятно. Понятно и ироническое приглашение ехать учиться в Марбург. Мог бы я вместо Марбурга подставить и Фрейбург, и Мюнхен, и Берлин. Мог бы и написать «Возьмите учебник логики». Ибо бабье лепетание в вопросах кредо есть архиахинея, писал я в статье «Теория или старая баба» в 1997 году, разумея заявление Городецкого о том, что всякий поэт есть мистический анархист. Вот какому лепетанию не мешало бы совершить паломничество в Марбург. О, если б вы разучили основательно только эрфуртскую программу, сетовал я. Занятие теории познания становится необходимо для теоретика, потому что теория символизма смутно предугадана еще не определена в терминах. Так что стримглав, убегающий от выяснения основ того, в частности чего они защищают, явление уродливы. Понятно, с кем и за что полемизировал я, вызывая к ряду исследований на протяжении десятилетия, а не к городецким фукам, не к чулковским воплям и блоковским истеканием клюквенным соком, я-то ведь истекал кровью. Я думал над гносиологией символизма двадцать пять лет. Думы эти не оформились ученым трактатом, скелет которого был мне ясен, следы его в статьях «Смысл искусства», «Принцип формы», «Эмблематика смысла», «Лирика и эксперимент», в комментариях книги «Символизм» и в позднее написанных «Рудольф Штейнер» и «Геты в мировоззрении современности», «О смысле познания». От образа теории, которую волил не мистической, а критической, я строил временные, всегда текучие лозунги для платформы весов, помня, что символизм — критическое мироощущение, революционизирующее мировоззрение, а не школа. Думать, что я революцию всей культуры прицепляю к канту могли лишь невежды, коли не клеветники. Первые четыре параграфа моей платформы гласили о том, что символическую школу я понимаю условно. Первое. Символизм базирован историей критицизма. Он прорыв критицизма в свое будущее. Второе. Он строимое миросозерцание новой культуры. Третье. Теперешние попытки зарисовать ее контуры. Временные рабочие гипотезы, стал быть, и моя попытка, и быть она даже кантионизирована, чего не было, кантионизация в ней была бы условным жаргоном. Четвертое. Не будучи школой, догмой, но тенденцией культуры, символизм пока живее всего себя отразил в искусстве. Стало быть, анализ того, чем и как отразил, был бы предметом разглядения в течении, которое ставило себя под знак будущего. Конкретная симптоматика символизма — новый человек в нас. Таково содержание отрывка символизм на перевале. Лозунг борьбы за новую жизнь, а не формы лишь, мне дорог. Клеветники и Золотого Руна кричали, будто я формалист. Творчество мое — бомба, которую я бросаю. Жить — значит уметь, знать, мочь, мочь, то есть дерзать, вступить в бой с прошлым. Когда тоже провозглашали Городецкий с Щелковым, то я их отвергал. Это значило, отвергал не дерзание, а их дерзание. Из всего этого вытекала. Литературная школа в символизме условно. Содержание символизм внешколен. Он — школа борьбы с школьными догматами. Символическая школа в критике. Здание школы — вскрытие приемов реализма, романтизма, классицизма, натурализма и так далее. Эти школы — проекции действительности. Школа должна была критически вскрыть приемы оформления в их положительной силе и в их догматизме бессилий. Символизм дает методологическое обоснование не только школам искусства, но и формам искусства, утверждаю я в статье «Смысл искусства», 1907 год. Отсюда смысл шестого параграфа тогдашней моей платформы. Символизм, приемля лозунги исторических школ, их вскрывает как приемы в их плюсах и в минусах. Он — самосознание творчества, как критицизм. До него оно слепо. Он противопоставляет себя школам там, где эти школы нарушают основной лозунг единства формы и содержания, романтики его нарушают в сторону содержания, переживаемого субъективно, сентенционализм — в сторону содержания, понимаемого абстрактно, современный классицизм, пассоизм — его нарушают в сторону формы. В противовес левым заскокам символистов я требовал сужения задач до специальных исследований в области морфологии, стиховедения и лингвистики. Повинуясь лозунгу, обрек себя на стиховеческие интересы, исследуя ритмы поэтов во имя теории мной, поволенной, а не от нечего делать. Я привожу Остов своей платформы. Она определила трехлетие мне, врываясь в отношения с людьми. Никогда не жил я такой сухою, абстрактную жизнью, как эти годы, отдавая любовь и злобу лозунгам прекрасной даме моей тенденции тактики. Платформа провела глубокую борозду между мною и рядом других символистов. Иванов и Блок оказались временно во врагах. Иные из тех, кого я не знал, неожиданно стали приветствовать мою агитационную публицистику. Агитация за символизм, кроме всего прочего, столкнула меня с учащейся молодежью, и она же корень моих тогда частых лекций, бесед в кружках молодежи. Я не имел отдыха. С сухой страстностью бросаясь туда и сюда развивать детали моей программы. Вот почему я и должен был в двух словах отчитаться в ней. Вне этой характеристики я должен был бы зачеркнуть всю четвертую и пятую главу моих воспоминаний. Общество свободной эстетики. Элис и Брюсов до 1907 года считались врагами. Для Брюсова Элис был бездарью. Элис грозил всеми карами Брюсову. Я, возвратившись в Москву, узнаю, что они и помирились. Номер весов теперь место атаки Элиса на врагов Брюсова. Все толкали в эстетику, где усилия Брюсова и Трояновского соединились. Общество Динаш-Салон, мы можем здесь агитировать. Эстетику задумали интересно, концентрация ее сил импозантна. В кружке не было интимности, прения носили вульгарный характер, призванивая адвокатством и желтую прессу. Я удивился умению Брюсова, Трояновского и Рочинского изолировать эстетику от нежелательного весам элемента. В подборе членов был вкус. Трояновский, искатель талантов, коллекционер и выращиватель орхидей. Остроухов, театроловед Бахрушин, музеевед Федоровец, Черногубов и им подобные аудитории. Эстетика стала местом новых знакомств. Буржуазия, сидя у стенок, первое время покорно внимала нам вместе с демократическими курсистками, слушательницами Сокулина, Ахенвальда, Когана, Хвостова и Фохта. Было модно стать членом эстетики. Ее погубило переполнение ее миллионершами, позднее поднявшими голос. Вместо меня в комитет вошел Арсений Абрамович Морозов. Последнее слово мое, произнесенное здесь, — судьи кто? Эстетика длилась до революции. Кончилась бесславно, а началась славно. В разгар травли весов, как ответ на последнюю, около Брюсова сплотились живые силы, и желтая пресса получала отпор, вот список посетителей в первом двухлетии. Композиторы, пианисты, профессора консерватории, профессор Бубек, профессоры Гуманов, профессор Кочетов, профессор Арсений Корещенко, Греченинов, Богословский, Илья Сац, Николай Метнер, Гедики, Конюс, Василенко, Оленин, Марк Мейчик, Брюсова, Красин, Померанцев, Багриновский, Жиляев, Архангельский, и изредка появлялся Оренский. Из теоретиков помню Егорского, Эйгеса, Сабанеева, Вольфинга, Дальгейма, бывал Искрявин, бывали музыкальные критики, Кругликов, Энгель, Сахновский. Горячие участия в организации первых вечеров приняли Серов и Переплетчиков. При мне бывали Голуборозники, Сапунов, Арапов, Судейкин, Павел Кузнецов, Дитон Прейс, Ларионов, Феофилактов, братья Мелиоти, Василий и Николай. Бывали братья Досекины, Николай и Сергей, Сарьян, Уткин, Крымов, Ржевская, Гробарь, Середин, Голубкина при ее заездах в Москву. Архитектор Дурнов и наезжающие художники мира искусства, начиная с Дягилева, их оформителя, который выслушал мое высказывание. Музыка расслабляет героя в нас. После нее мы, как мухи, висим в паутине из дряхлого быта, а на опиум и религии несказанного. Парадокс я бросал в нас и дам, оперившихся вкусом для завлечения самцов. Дягилев с гурманством глотал скорпии по адресу нравов. Сияло салом его сдобно-розовой серебряной прядью вверх взбитого кока лицо. Вы опять против меня? Подошел он ко мне. Почему? Да я ж меценат, паразит, кровопийца. Это из статьи. Вы эстеты имеете наглость нас защищать. Вы паразиты, напившиеся нашей кровью. Арабески, художник оскорбителем. Я расслабился, вы угадали, и с едко любезным расклоном я влево, он вправо. В эстетике бывали эффектные Германова с открытыми руками и грудью, в черном, в сером, в черно-сером. Бледная белокурая юная Коренева во всем бледно-розовом. Здесь, вероятно, знакомился с Конан. Здесь видел Вишневского, Боратова, Адашева и Качалова. Ольга Леонардовна Книпер, сияя глазами, осмысленно поднимала с улыбкой лорнетку из кружев своих. Бывало ранобек. Из артистов малого театра Смирнова с супругом Эфросом театралом надутый орлоносый профиль Сумбатова и Южина пересекал комнаты так, как в кружке, из которого приплывал он с Иванцовым и психиатром Баженовым. Писатели, поэты и критики, за исключением весовцев, были меньше представлены. Не бывал кружок Середа, Терешев, Тимковский, Чириков, Иван Белоусов, не видывал Вересаева, был разбунин. Середовцы не попадали случайно и не бывали сознательно. Айхенвальд, Зайцев, Стражев, Кожевников, Соколов-Кречетов, Гриф, Нина Петровская, Сергей Глаголь и тогдашние перевальцы эти явились бы давить. Журнал «Перевал» издавался в 1906-1907 годах. Активно действовали Брюсов, Балрушайтис, Элис, Я, Соловьев, Садовский. Бывали Рубанович, Бобров, Эттингер, Артур Лютер, Ахрамович, Ашмарин, талантливый малописавший поэт, и наездом в Москву Волошин, Рукавишников, Толстой, Вячеслав Иванов. Позднее явились Бальмонт, Ходосевич, Клочков, Марина Цветаева. В первые годы сидели здесь вернувшиеся из ссылки попов, дживилегов, мамонтов из русского слова, лурье, шпет, вышеславцев, философ, доцент Шабинанго, Сокулин. Из ученого мира сидел постоянно профессор кристаллографии Вульф, и виднелись профессор Плетнев, профессор Ященко, профессор Тарасевич с женой и другие. Бабарыкин, попавший в Москву, неизменно являлся на все рефераты. Он мирно поклевывал старческим носом в углу и помалкивал. Посещение эстетики в эпоху травли весов этой креатиды ценили мы. Нас посещал Ершензон с убежденным подчерком. Из буржуазии любителей, меценатов, модников с модницами или просто людей общества запомнились Остроухов, Бахрушин, Морозов, Читагиршман, Лосева, Якунчикова, Христофорова, Тамбурер, Руковишникова, Рахманинова, Трояновские, Метнеры, Поляковы, Рачинские, Щукины, Позднее Тургеневы, Кистяковская, Муромцева, граф Бобринский, граф Капнист, француз Мюрат и многие, которых запамятовал. Если представить себе перечисленных лиц с женами и дочерьми в очень пестрых нарядах, наш кружок аргонавтов, Петровские, Сизовы, Владимировы, Киселев, Нилендер и прочие, несколько десятков культурных тогдашних курсисток, состав заседаний вполне оконкретится, состав этот ярк. Я здесь, заработав, попал в комитет, состоявший из Брюсова, Трояновского, Кочтова, Переплетчикова, Серова и Гиршмана. Почему последний попал, я не знал, и он не мешал, он потом проехал в оценщики, председателем сделали Брюсова. Живые беседы, импровизации, серии докладов, исполнительные вечера занимали меня. За роялем оказывались Корещенко, Померанцев, Игумнов, Метнер и Мейчик, помнится вечера Ван-де-Ландовской, клавесинистки и молодого француза школы Равеля. В эстетику заглядывали и заезжие знаменитости. Здесь встретился с композитором Венсеном Дэнди, этот крепкий старик имел вид африканского боевого сержанта, когда он прикусывал трубочку и фыркал дымом. Не то впечатление оставил слащавый брюнет Морис Дэни, знаменитый художник, пытавшийся воскресить примитив. Приводили сюда и Матисса. Его считали московским художником. Жил он в доме Щукина, развешивая здесь полотна свои. Золотобородый, поджарый, румяный, высокий, в пенсне, с перелизанным четким пробором, прикидывался к омрадам, а выглядел мэтром. Вваливалась толпа распранченных купчих и балдела, таращая глаза на Матисса. Матисс удивлялся пестретине тряпок, величине бледных токов, встававших с причесок размером жемчужин и голизне. Венеция, Греция, остров Гонолулу не хватало колец, продернутых в носики. Не оказалось русских французов, художники не владели французским, я был ими вытолкнут говорить. Я начал. Дорогой учитель! Матисс, вскочив, бросил руку вперед, другую ладонью в грудные крахмалы и перебил сложным пафосом. Только товарищ... Дорогой товарищ, щурез как кот, он внимал, выгнув шею и выставив длинную золотоватую бороду. Он не понравился. Позднее без меня приводили Верхарна. Здесь Москва знакомилась с Алексеем Толстым, которого подчеркивал Брюсов как начинающего поэта. Толстой читал больше стихи, он предстал романтически. Продолговатое, худое еще, бледное гипсовой маской лицо и длинные, спадающие, старомодные кудри, застегнутый сюртук и шарф вместо галстука. Ленский держался со скромным надменством. Здесь встретился я с длинным, худым, истеричным рукавишниковым, не то Дон Кихот, не то Фердинанд Испанский, мятое серое лицо, борода в полуметр, состоящие из нескольких сот волосинок, густые усищи, а ноги карамора. Почти шатаясь уселся, я ждал из уст трубного глаза, а он запищал комаром. Стихи начертанием напоминали кресты, треугольники и перекошенные трапеции. С Варей, с сестрой его, я был знаком, она стала женой Тургенева, помещика эсера, отца Аси, с которой позднее я сблизился. Я знал его Шурина Мюрата, потомка неаполитанского короля, по уверению армян, родившегося в Шамахе, где родился и Мамилюк Рустан. Так все перепутано в мире. Мамилюк Рустан и Иван Рукавишников, волжские миллионы и мрачно убогие номера, в которых прозябал без гроша отцом проклятый сын миллионщика, будущий хозяин дворца искусств. Гиршман Трояновский Серов Переплетчиков С членами комитета эстетики был в живых отношениях, за исключением Гиршмана. С этим дали рук пожать, и не ладилось. Чопрано скромный, покорный слуга, чванно дравший свой нос, с перебренчиванием часовую цепочку, перед середяным, подлетавшим с поклонами, этот бритый ржавоусый банкир посторонний искусству, с развязной скромностью пятившей грудь, лез, упорно протискиваясь между нами, куда-то срывать что-то с нас, волоча за собою жену, так как Игорь Александрович Кистяковский лез к Гиршманам к уши срывать. Кистяковский, явившись в Москву с тем же самым бараньим упорством, отсиживал год на моих воскресеньях, в 1903 году. Когда стал помощником Муромцева, не ногой, он завел шесть помощников, дом на Мясницкой и автомобиль, и я понял, умелый пасит есть карьера в начале карьеры. А Гиршман явился не только присиживать, но поднимать горбоносый матовый профиль свой рядом с Серовым и Брюсовым, надпроектируемым уставом эстетики. Игорь сидел перед нами немою тупицею, а посмотрите, с какой изощренной усталостью стал подниматься из кресла пред гостем, с капризом протягивая свою руку, другую держа телефонную трубку и громко крича на помощника, даже не князь, а светлейший князь. Гиршман же в фазе личиночной виделся вертким, понятливым и расторопным, и думалось, в кресло какое ж он бухнется в позе нового Саввы Мамонтова. Саввы Мамонтовы вдруг рядами полезли на нас вплоть до жалостного петухова. Многие сочли и за честь быть у Гиршмана, кто-то, живущий в трех комнатках, его позвавший обедать по этому поводу нанял двух официантов во фраках, покорному слуге услужать. Раз поймавший меня, Гиршман долго задерживал мою руку в своей и с достоинством выпить в грудь, не отставив с лицом и, качаясь всем корпусом, стал добиваться, вы знаете, нас как-нибудь пригласите с женою к себе по-домашнему, попросту, знаете, важно поддерживать связи. Я не пригласил, мог заехать без зова. Звать официантов из Праги и нет. Я же о них всех писал. Знаем вас и любовь вашу к искусству, бросаем в лица вам бисер презрений. Арабецкий художник, оскорбителем. Гиршмана вспомнил я в Брюсселе, видя плясавшего с Жюлем де Стрея социалистом, позднее министром, банкира и Шурина де Стрея Санта. Тот тоже, нажившийся на слоновьих клыках, быть может, видом демократическим Гиршмана перекрывал, а какой знаток живописи. Вероятно, жена, мадам Гиршман, тащила супруга, добытая золото лавром, венчать. Бледно-грустная, нервная, почти красавица, юная эта брюнетка питала симпатию к Брюссову, томно рождаясь из дыма фиолетово-жемчужных кисей. Энергичным и резким движением приподнимала свой веер к точеному носику, бросив в пространство тоскующий взгляд, выражающий муку ее раздвоений. Гиршман сдержанно дулся за то, что от чести его у себя принимать отказался, обиду затаивая, он усилие выявил быть джентльменом, он мелко не плавал, задумав Москву покорить своим тактом, терпением, выдержкой. Гиршманы были симптомом. Такие четы появились повсюду. Мужья приносили субсидии обществам, с твердым упорством козлов, добиваясь чего-то от нас, жены томные очень красиво рождались из пенокисей и алмазных созвездий Венерами и обретали смысл жизни в романах с новаторами. Москва, ставшая фабрикой Ев и Венер, загремела по миру костюмами, вкусами, да камероном. Раз я, засидевшись в гостях, провожал одну Еву, имевшую обыкновение гутировать всякий талант с точки зрения выбора товара у Елисеева. Этот семга, тот лососина, она наизвозчике, таяла паром сочувствий ко мне, я ей был благодарен. Она же, превратно поняв благодарность, открыла мне душу свою. Муж уехал одна, не хотите ко мне, выпьем чаю, поехали. Тут раздалось недвусмысленное, так не будем терять драгоценного времечка. Сообразивши, покрылся холодной спариной, став под колесиным, садив на подъезд, косолапо простился и прочь от нее. Лихачу, бросив трешницу, с пустым карманом тащился домой через город, ворча, что терять драгоценное время для сна на пустые разъезды действительно дорого стоит здоровья. Быт утонченной буржуазии этого времени Декамерон. Евы воображали, они возрождают эпоху Лукреции Борджия, выработала сравнодушие к Декамерону. Я с кряхтом, надев свой сюртук, ради Брюсова службу в эстетике нес, Кистяковский, Гиршман мне примелькались, как выстрелы глаз отовсюду метаемые. В данном случае должен был вскоре я сопровождать к Еве мать. Она встретила мило, меня усадившую у края стола, не без юмора бросила сели с края, останетесь без взаимности. Так расхождение в понимании драгоценного времечка не отразилось ничем, кроме шутки. Но возвращусь к комитету. Иван Иванович Трояновский, душа комитета незабываем. Ему было лет пятьдесят, а он как ребенок носился с каждым достижением Ларионова, Кузнецова, Судейкина. Друг гробаря, ценитель мира искусства, принесший симпатии на группу тогдашних буянов искусства, он был моде чужд, увлекаясь всю жизнь далеко не модным занятием, разведением орхидей. Он был уже серый, небурый, небольшого расточку, с носом, загунтом. В торчки усиков, крепкие вертки, он едко иронизировал вместе с гробарем, но не был натюрмортом, как гробарь, взрываясь сердечным энтузиазмом, делавшим его присутствие незаменимым в эстетике. Брюсов в ней представительствовал, ее субсидировал Гиршман, Трояновский, ее душа вбирал в себя интересы художников, поэтов, музыкантов, этот доктор, ботаник, картинолюб, был убежденным весовцем, что сказалось в политике мелочей и в самом отборе членов, он боролся с уклонами символизма, делаясь злым и бросаясь отовсюду на помощь Брюсову, глядя на эту фигурку, летающую гогольком, с трясущим сахоколком, со сверкающими глазами, в цветном жилете, бросающим ручку направо, налево, подмигивающую тому, этому, и потом мимо всех несущуюся к столу, чтоб пружинным движением схватить председательский колокольчик и, выгнувшись, с перетирами ручек открыть заседание, глядя на эту фигурку, невольно вставала «Политик, не интриган ли, как маневрирует?» А он тенорочком низал чуть-чуть в нос, пробегающий быстрой ящеркой фразочки, часто полной едкостей, думалось «Этот доктор фанатик». Стоило же с ним вдвоем посидеть, и открывалась вся его доброта. Он с младенческой нежностью предавался мечтам о своих орхидеях, эстетике, Ларионове, Брюсове, нас, он бывал политичен и с пылкой горячности. Просто зоркая умница, сидевшая в нем, видела издалека все готовимые интриги. От этого и казался пристрастным этот мечтатель и любвеобильный отец, ставший отцом всех, любивших эстетику, за которую с кем не бодался. С политиками он был политик, а в умении сглаживать углы искуснейший дипломат. В жизни художественной Москвы вместе с Третьяковым, Савву, Мамонтовым, Бахрушином, Остроуховым, Мрачинским играли роль два врача. Голоушев-Глаголь, омолодивший вкусы отсталых передвижников, и Трояновский, пионер, голубой розы. Группа художников Сарьян, Кузнецов, Судейкин, Петров-Водкин, Сапунов, Арапов и другие, позднее слившиеся с миром искусства. В моих недоразумениях с Брюсовым на почве эстетики он бывал примирителем, как Поляков в весах, объясняя, что Брюсову он уступит во всем. Человек типа жеребца, жеребец не терпит себя подобных, бьет копытом, жеребец улучшает породу, Брюсов как заводчик, вот он и ходит себе, забивая подчас копытом, всякий другой забьет тоже, кого взять в жеребцы, да некого, но и терпите, голубчик, мы с вами потерпим за вас, ведь житейское дело. В житейское дело эстетики он вносил где мог и сердечность, и мудрую мягкость, склоняясь к талантам, которых выращивал он как свои орхидеи, потряхивая холком, суетя, с гогольком, петушишка по виду, по сути же сокол, стрелой налетал на ехидн, заползавших в эстетику, жалить украдкой. Этих кипений не выдержало его сердце. В 1920 году, его встретив на улице, ахнул, развалено, он мне под локоть, просунувший руку, склонился к плечу, ударяя другою в грудь, дышать нечем, вот тут перебои, пора умирать. Незадолго до этого встретил Сергея глаголе, тот белый, как лунь, тоже жаловался на грудь, оба доктора умерли одновременно почти. Не забываем в эстетике Валентин Александрович Серов, не практик, не жеребец, застенчивый, скрытный, угрюмый, ходил мешковато, голубые глазки ищурились напряженно от яркого света, от каждого восприятия, и сидел, глаза заслоняя ладонью, из-за которой высовывал бледное очень лицо, точно страдающее бессонницей, чтобы пристально впиться и снова спрятаться. Часто ставил он локоть в колено, роняя голову в руки, глаза опуская меж ног, он придремывал точно, рисуясь в синий-все, в синий-серых стенах, из бирюзовой мебели, светлую, желтую, как встрепанную бородкой, и светло-желтую или серую широкую парой, которую он обвисал. Он высиживал заседание, широкоплечий, квадратный, совсем небольшого расточка, с перекривившимся точно от боли лицом, с поперечной морщинкой на лбу, от усилий что-нибудь осознать, что-нибудь проницать, глазки с дальним прицелом. Входил же бесшумно, на цыпочках, крадучись, покачивалось его грузное тело. И растрепанная бородка, и свисшие бледно-желтые волосы, и рот, стиснутый от решения все взвесить, давили весом, войдет и точно выставит невидимый груз, который сместит председателя. Сам же, перепугавшись, себя отойдет в уголочек, таится за спинами и, кривясь, как в подзорную трубку, глядеть, подавлять усилием вздох, казалось, сидит и вздыхает Серов, скрипя стулом и порываясь вскочить, но удерживаясь, качаясь, омнитно головою, кривя с улыбкой, казалось, бросал из угла горьким смехом моим посмеюсь, страдал улыбкою. А невидимый вес, от которого он силился откреститься, был слышен. Серова не видишь, Серов, за спиной, вперяз, в пол, бросив локти, в колени, ладонями их захватив, наклоняясь широкую грудью, молчит. Ты же и ждешь, не раздастся ли хрипловатые, темновато-скройные, короткая его фразочка, которую определит, пригвоздит, никого не судя, всем станет ясно, не гоже. Помню один его жест, после которого наступило молчание, оборвавшее прене. Брюсов, председатель эстетики, жаловался на кружок, следовавший резолюциям председателя Брюсова. — Они гонят нас, говорят, помещением надо очистить. Эстетика собиралась в кружке. Трояновский — Вы ж, Валерий Яковлевич, председатель кружка! Из угла скрипнуло кресло, все обернулись. Серов, молча слушавший, оторвавшийся с озерцания коврами аж ногами, махнул добродушно короткой рукой и хриповато отрезал. Коли гонят, уходить надо. Гнал Брюсов Брюсова. — Председатель кружка нашего председателя. Юмор Серова раздавил, потому что тяжесть его от правдивости, строгого и непоказного таланта и от морального пафоса давимого в себе усилием казаться сонливым. Он был стыдлив, ужасая судить других, непроизвольно иные жесты его падали приговорами. Мало слов мы сказали друг другу, мы, встречаясь с пятнадцатилетия, в эстетике и врачинского, где с 1902 года он мне тенел в уголочке, куда молча придя, он садился, нас слушал и после украдывался на цыпочках, скрипя половицами. Дело светлее и уютнее, когда он входил, а когда выходил, становилось тенисто. В деликатных вопросах всегда я считался с Серовым, он так часто мучился, горько кривяз вниз склоненным лицом со свисающей пряткую, когда решали вопросы, где этика, тактика и неумелые выявления по существу неизбежных решений разламывались в антиномии, молчанием своим он их нам выдвигал. Сравни, Валентин Серов, каким видывал я его, обыкновенно молчал, но невидимый ореол обаяния сопровождал его всюду. В том невидимом и неблещущем ореоле опадали павлиньи хвосты, о, сколь многих! В том невидимом и неблещущем ореоле наоборот молчаливые, скромные, тихие люди начинали как-то сиять. Такова была атмосфера Серова. Такова была моральная мощь его человеческих проявлений и творчества. В комнату он входил как-то тихо, неловко, угрюмо и крадучись, в комнату с ним входила невидима атмосфера любви и суда над всем ложным, фальшивым, также медленно, не блистая радугой красок, входило в сознание наше его огромное творчество и оставалось там жить навсегда. Белый Андрей памяти художника-моралиста русские ведомости, 1916 год, номер 271, 24 ноября. Много было тяжелого, когда гнали Меркурьеву, Пашуканиса, Переплетчикову, не в том суть, что гнали, в том, как это делалось. В чем было существо конфликта в обществе свободной эстетики вокруг Переплетчикова, Пашуканиса и Меркурьевой, сестры и поэтессы Меркурьевой, остается неясным. Сравни записи Белого об октябре 1907 года, разрыв с Переплетчиковым, бурное заседание в свободной эстетике, моя речь против богемства и уход из эстетики Переплетчикова, Пашуканиса, Меркурьевой и других. Ушибли Меркурьеву, Переплетчиков плакал, а Пашуканис вылетел с дуру из дон кихотства. Надо было изъять профанаторов, и всему составу эстетики развалиться от действий маленькой группочки. Брюсов вышвыривал с мстительной радостью, теша, как скальпом победой своей. Рачинский с ехидным подкуром, как мальчик, пинающий пяткой, в мягкие части такого же, как он, старика, изгонял Переплетчикова. Трояновский любовался техникой своих операционных приемов. Один Серов мучился, стулом скрипя. На лице проступала брезгливая боль. Точно ревмя ревел и молчал и кривился. Ревел в нем невидимый вес, содрогался и от крутых мер, ожидая решения Серова, которого профиль почти вовсе спрятался полузакрытой ладонью, но он за Брюсова и я за ним. Под мрачную внешностью этой с таким саркастическим видом кипели вулканы, и лев в нем рыкал. Он, давясь от рыка его сотрясавшего, ежился горько. Раз вышел из тени. Я дал тому повод, делая доклад от весов. Дня за три перед тем я поссорился с Брюсовым, нас помирил Поляков. После ссоры повестки эстетики не были посланы вовремя, никто на доклад не явился. Я поднимаюсь по лестнице, вижу все пусто, ни Трояновского, ни даже Элиса, случайные одиночки, среди них Иван Бунин, явившийся точно на зло, чтобы учесть пустоту. Ненавидя Брюсова, он с любезным авансом ко мне, но дело не в нем, не в весах, не во мне, а в терове, метавшимся в пустых комнатах, их заполнявшим, косившимся на пустевшую лестницу, не придет ли кто все ж. Увидавший меня, с перепыхом он бросился к двери и, мягко схватив за рукав, с неприсущей ему демонстрацией подлокоть, ввел, как протопоп архиерея, горячим пожатием руки успокоил меня, не сказавши ни слова, меня усадил, пододвинул мне пепельницу и на цыпчках стал передо мной расставлять ряды стульев, рукой приглашая садиться, таки набралась еще горсть. Взяв рукой колокольчик, открыл заседание, слово давая. Зная всю его мешковатость, любовь к уголкам, к спинам, понял, бестактностью членов правления взорван был он, пережив ее срамом в себе. Этот взрыв в нем меня взволновал, и я мог увлечь слушателей. Единственный вечер под председательством Валентина Серова прошел с максимальным подъемом, позднее собралась таки публика. Понял, за что так любили его. Когда заболевал, то летел философ из Питера нянька сидеть в изголовьях, Рачинская плакала. Непоказной человек, с виды дикий, по сути нежнее мимозы, ум в дейстера больше, чем с вида, талант тоже в дейстера больше, чем с вида. Видя издали серую пару коротенького Серова, пробирающегося перевальцем на цыпочках, не спугнув референта присесть в уголочке, казалось, вес, ставший светом, живит, электричество светит светлее. Таков был Серов. В очерке о Серове памяти художника-моралиста Белый писал «Он присутствовал среди нас как учитель, как мастер искусства, искусство быть честным. К разговору, к событию, к человеку относился он с той же серьезной строгостью, как к картинам своим. Красота и добро сочетались в единство им. Он имел скрытый пафос морального творчества, моральной фантазии быть прекраснейшим человеком». Полную противоположность Серову являл переплетчиков, тот, как улитка, под домиком, этот слезняк вылезающий весь на распашку, румянец на дряблых щеках, ясноглазо заглядывал в душу, нутра раскрывая свои целины непочатые, только с брюшиной распоротой ходят, бывало, открытые шеи, сюртук распашной, он покуривал с весом, пошучивал с весом, с уютами, был он плакат с яркой прописью «Эй, обратите внимание, мастер!» Широкий, матерый, вошедший в года, он стяжал популярность отличнейшим сочетанием почтенности с явным заискиванием у еще сосунцов. он писал передижнические пейзажи и выставка вологодских этюдов всем нравилась, вдруг, черт его знает, пустился кропить бледно-розовой и бледно-синюю точкой холстину соженную у Кузнецова, Сальяна и Воткина мы ощущали усилие к новому зрению, пред дрызгатня переплетчика в ощущении жгло, штаны падают, стыдно, бебешкой предстал лысый кряжестый хриплый старик и показывал всем маховатые икры, что хуже всего у него столь глубоко нутро, что оно еще ниже пупка, а его все он рвался показывать. Он импонировал лысиной, ростом, опущенным усом, бородкую карию, усом багряном, бровями густыми, которые им морщил, очами, которыми он поводил, все же лысинка с волосом и колер того, и глазенки под взорами ерзали, в целом лубок перекрашенный. В.А. Серов много весил, В. Брюсов сражал, завоевывая ряд участков культуры, Сарьян импонировал думой, И.И. Троеновский воодушевлял нас работать, матерый, такой коренной передвижник, В.В. нес свою маховатую голую ногу, прошу понять, аллегорически. Все-то ему не сиделось. Лез к барышням, тем, что кусали под локоть своих козловидных приятелей, и их собирал переплетчиков, и с перехряком, с похлопом доказывал, что композитор, давно обскакавший и самую музыку, жаривший пальцем бу-бу по последнему клавишу выше Бетховена, так яснооко об этом вещал. Выходило. Он вздул в символизм двадцать пятые волны, которые вздули ужасные нравы, так староколеннейший член стал дырой из себя в наш корабль, захлеставший дрянцою, уж крен ощущался, топил переплетчиков нас. Так почтение, предатуюсь столь коренной фигурой, снутром созерцателя зорь стала недоумением, переходящим в решение надо со вздором покончить. Сперва он пленил. В комитете единственно он говорил о заре, о душе, восседая на кресле, сидел на моих воскресеньях с маститым уютом, покуривая, в комитете мешая нам сосредоточиться на злобе дня, говорил о заре на заре, говорил о заре на моих воскресеньях, с чего вы тут, батюшка, вы бы по чувству, слушок пробежал, комитетчики, мы не имеем зари, мы сухие, мы академисты, Василий Васильевич мастер, ну трое и кишка, точно, атлас поддерживает на своих раменах купол неба с зарею, и даже кишку свою очень охотно показывает. Это хором твердили в Вадимы им козловидные юноши и босоножки, вздымающие из-под юбок свои двадцать пятые волны, одно веселиться без всяких платформ, как мы раз веселились, катаясь с Василием Васильевичем, садой, кормен, с Меркуевой, в лодке, царицыне, в сопровождении поэта и баса, бежавшего веснами, пыльным бульварным кольцом, ежедневно с р-р-р-р-романтическим бросанием, в смысле тика и рома, через плечо Альмавивы, романтика. Это одно. Но другое. Когда переплетчиков после различных пускаемых гммм, пригласил посетить им организованный очень любимый кружок дмагага, дмагага, что такое? Да плясы с поднятием ног босоножек с невымытой шеей перед композитором, пересигнувшим Бетховена, перед романтиком, перед дергавшим кэкиоке очкастым пашуканисом, очень серьезным лицом, удивлявшимся, как он до эткой жизни дошел, перед кем-то, кого я не знал, вдруг для пляса, надевшим короткие штаники, шерстью козлиной наружу, перед, наконец, появившимся в нашу компанию Виктором Стражевым, мной созерцаемым только в кружке, где он фрак упоительный с лестницы дамам показывал и оскорбленный приподнятый профиль. И мне стало ясно, кружок дмагага, просто га-га-га, я, конечно, туда не ногой, пусть себе дмагага кают, частное дело, одно озабочивало, дмагага распространялось в эстетике, как лопухи и крапива в заброшенном домике. Скажем, зеленый лужок, свирель фавна, оно, конечно, погони же фавнов с высунутыми языками за нимфами, оно того. Когда открылось, что задание переплетчиков снять штаны с нас и их заменить меховиною, а-ля козел, то стало ясно, переплетчиков, это, это того. К тому времени мы разглядели его, что сердечность прекрасна, а что хитреца и злой умысел тоже того, очи, пластыри, а из-под них глазки злые, веприные, перемигиваются за порогом эстетики, кто его знает с кем. Узел интриг, чтобы выкинуть Брюсова нас, раскакаться, метая свою маховатую ногу над лысинкой и при такой-то наружности, и при этком имени, возрасте, весе, Василий Васильевич, мы-то, а вы-то, вопрос был поставлен ребром. Я не стану описывать перипетии неприятной борьбы. В ней прибегли к приемам, подобным заманиванию в крысоловку увертливой крысы, Серов этим мучился. Тут публичное выступление членов кружка Дмагага, от свободной эстетики, но без всякого права на это дало нам повод привлечь к трибуналу. Исключили Меркурьеву, но это повод, она лишь покров снеговой над медвежьей берлогой, хотели медведя поднять из берлоги, медведь сосал лапу под нами и зубы точил, он полез бурый, злой и угрожающий череп снести. Мы стояли с рогатинами, из эстетики таки ушел. Случайно скончалась Меркурьева. Около года спустя, вот, как помнится, аппендицитом, после смерти встречаю Василия Васильевича на Арбате, такой ясноокий, он нежно берет мою руку, ее прижимает и взглядом, сулящим заю, залезает в глаза и, и, шепотом, вы, Борис Николаевич, вы убили Меркурьеву. Так мещанин в преступлении и наказании шепчет Раскольникову «убивец, убивец». Я, вырвавши руку, пошел, потому что я знал, что и это прием, вковырнуться в мою сердобольность, желание помучить, знал все подробности смерти Меркурьевой. До смерти была весела эта дама, смерть случай. Порой целена лишь цветочный покров над болотом гнилым. Николай Разумникович Кочетов, профессор теории музыки и сынок Досидин Александровой Кочетовой, совокупно Славровской, вспоивший ряд славных певцов и певиц, между прочим, Хохлова, взошел на старинных дрожжах музыкальной Москвы, седоволосый, рожебородый, высокий, румяный блондин в синей паре, подстриженную бородкой, галстуком, воротничком, производил впечатление только что вышедшего из бани, хотелось поздравить его с легким паром. Он молча присоединялся к решениям Брюсова и Трояновского, он был приятно беззлобен, талантами не блистая, а только пенсне золотым, придававшим младенческим взглядом его что-то важное, роли он не играл ни в консерватории, ни в эстетике, но честно нес службу, ничего нового не внося, ничего не портя, никому не мешая, мы с ним часто посиживали в безответственных тататетах, легко и невинно болтая. Обычно лениво присоединялся добряк и Брюсга, сонно-мрачный, заспавший действительно и свой музыкальный талант, композитор Арсений Николаевич Корещенко, автор оперы «Ледяной дом», серьезный и интересно задуманный, к сожалению, тоже заспанный, он был типичный орловец, присиживал и поворачивал, потягивая винцо. Шестой член комитета Брюсов, седьмой я. Московское общество эпохи реакции Эстетика стала наша, противополагаясь литературно-худорственному кружку, где деятели искусства обрамлялись публикой падкоиды скандалов, газетчиками, адвокатами и зубными врачихами. Эстетику окантовали цветы буржуазии. На беседах кружка председательствовал Баженов, установивши на все свой скептический, психиатрический взгляд. А когда надоели беседы ему, председательский колокольчик подкинул С.А. Соколову. Тогда пошел громкий скандал. Скандалила часть модернистов. С другой, расколовшей врачих, адвокатов, газетчиков, я здесь барахтался с желтой и вынужден был убежать из кружка. Брюсов, главный директор, налаживал кухню, финансы, с ехидством следя, как беседы разваливаются. Он в эстетике уровень их поднимал. О беседах кружка мне с годливостью раз говорил Иванцов, тоже важный директор. Охота вам там околачиваться, это ж подлое место. Эстетика в лучшую пору ее создала атмосферу, развязывались языки. Но позднее пуризм задушил ее чванством купчих, нарядившихся в слово, как в платье, а они говорили по Аскару Альду. Кружок этот клуб пошляков, эстетика, клуб эстетических пыжиков, вдруг заключились в одни буржуазные скобки, в которых они расширялись, эстетика в русскую мысль, в религиозно-философское общество, в путь, в скорпион, в муссагет и в дом песни. Кружок в бюро прессы, в художественный театр, в бар Ля Скалу, в летучую мышь, в альпийскую розу, в кофейню Филиппова, в тот ресторан, что открылся около Тверской на бульваре, в то кафе, которое посредине бульвара, и в Прагу. В кружке состояния проигрывались, а в эстетике состояние играли алмазами на телесах. В 1907 году антиномия между кружком и эстетикой была не в пользу кружка. Эстетику окрасила голубая роза, слившаяся позднее уже с миром искусства. Голуборозники очень дружили с весами, и я, возвратясь из Парижа, читал у них. Павел Кузнецов аффектированно мне поднес ветвь цветов. Раз по зову судейкина взялся и я за театр марионеток дать фабулу о наформлении, еще молодой, густобровый, одетый со вкусом, причесанный, в цветном жилете с глазами совы, как слепой, круглолицый и бледный брюнет, этот с бритым лицом, привскочив, остро схватывал мысль, развивая ее очень странно, внезапно, с достоинством важным, с рукой точно муху поймавшую, умолкнув, стоял неподвижно, внимая себе, сморщив бровь, ухо, ум, он серьезничал. Но в смешноватой игре его мысли рождались какие-то бредики. Раз он, вращая рукой, осчастливил меня, я вас понял? Занавес взлетает на сцене рояль, на рояле скрипичный футляр, он раскрылся, а из него Мадонна с рожками голая. Знаете ли, это несколько странно, сказал я, и ретировался, потом мотивировал осторожно отказ от участия в таком театре. Но он превосходно держался. Его церемонность и пылкая сухость внушали почтение. Хрупкая, юная, очаровательная блондинка, неглупо щебечущая, точно птичка, его жена напоминала цейлонскую бабочку плеском шелков голубых и оранжевых в облаке бледных кисей. Муж, конечно, ее одевал и осмотрел на ее туалеты. Полотна Судейкина. Эти художники к нам приходили со стайкой молоденьких женщин, которые вдруг принимались порхать пестротою на истине серых стенах, как калибри. Все жены, подруги и сестры, они отличались от тех голоручек, которых водил переплетчиков, тем, что умели держать себя. Они отличались умом от алмазных купчих, разбросавших свои состояния на волосы, руки и плечи. Был жив и умен кузнецов, развивавший градацию экстравагантных порывов, мне помнится он, в желтом, клетчатом, талии с перехватом, старообразное, бритое, но интересное, умное, игрое лицо, чуть-чуть пёсье, был весел и мил, дриттон-прейс, моложавый и длинный, в очках вид романтика из Геттингена, и всюду мелькал губастым таким арабчонком немного смешной загорелый художник Арапов, как месяц, сквозной меланхолик, чуть сонный, склонённый, как сломанный, бледно немел сапунов, вид имея такой, что вот-вот он опустится в волны плечей и шелков, над которыми встал он, и он опустился на дно Балтийского моря. И бледные, чернобородые и греки ходили сюда, мельоти, талантливый брат Николай с неталантливым злым интриганом Василием, нашим врагом. С другим греком года сухо резался здесь этот грек. С леки ордопула, бывшим присяжным, поверенным, черным своим сюртуком и галантными серыми брюками черной полоской держался окончившим университет. Мельоти всегда ловко дергал за ниточку Энри Бушинского. Казался красавец этот куафером, внизу бы облеск, губы пурпуры, жемчуги, щеки, глаза черносливы, волной завитой волоса, черней ваксы спадали на лоб, борода вакса вспучена, ее не выщип, лишь годы выщипывай, очень густа. Не хватало берета с пером, валет пиковый, но отпустивший растительность. Помню Сарьяна, который, вниз свесивший черные усики, мрачно ходил и рассеянно, сухо, совал свою руку, не глядя, кому он сует, был зеленый, худой, пожираемый думой. Когда морщил лоб, брови сращивались, и не знал я тогда, через двадцать лет с лишним Сарьян, пополневший, усталый, Армению с добротой приоткрывает и будет возить в Аштарак, Айгер-Лич, в Башгарни, в древний Вагар-Шатап, на Сиван, он мне камень живил, на Снега Арарата показывал, в эти года был кофейного цвета пиджак у него. Был нелеп Лорионов, таскаемый молокососиком всею семьею Трояновских, как в люльке, откуда с большой охотой выпрыгивал он, помню длинные ноги его, высоко не летал, но подпрыгивал, нам, улыбаясь, не то глуповато, не то удивленно, что так он талантлив, меня удивляла его голова, шириною в длину, а длиной в ширину. С голуборозниками дружил, ненавидел меня, Милетти Василий. Отдельно держались до Сейкины, Сергей скоро умер, Николай же видался года. С головы до пятна и рыскусник, скептически, но снисходительно, молокососиком и голуборозником палец дававший сосать Игорь Грабарь, такой темно-розовый, гологоловый, почтенный, ученым сатиром, шутил с Остроуховым, с Брюсовым, он собирал материалы к истории памятников, тратя все средства свои на культурное дело, это, метаясь по разным медвежьим углам, он являлся оттуда, хвалясь материалами, а как художник, работал он мало, давая игру хрусталей, скатертей, букетов, кричавших о радости. Где-то между Поляковыми и Марьей Ивановной Болтрушайтис, роняя в костлявые пальцы лицо, локти в ноги, ворчливо показывал свой длинный нос всей Москве из-за пальцев московский Берцлей Николай Петрович Феофилактов, сонливец, добряк и простяк, постоянно искавший зубочисткой в зубах, ковырявшая наша весовская цаца, рисующая одним рощерком то козью ножку, то бушмачок и его загогулины Феофилулиными кто-то раз обозвал, Поляков его выдвинул, точно поплевывал фразочками «Черт!» и горький вздошек из разъянутой пасти, по-моему, весь человек есть материя, пасть закрывалась, клюющий нос всхрапывал, глаза закрыты всегда. Ласково всех с перетиром Пенсне обходил, пожимая руками обеими руки мужчин, прижимая к храхмальному сердцу их голубоглазый блондин, улыбающийся до ушей середин, как к мощам преподал к дамским пальчикам ход по рукам крестный ход с перезвонами, он длился весь вечер. Кончалось уже заседание, а середин, точно загнанный конь, отирая испарин, угнался в передние за шубами, с шапкой в руке, руку жать. Он однажды вошел с разобиженным детским лицом, сжавший губки и подушечкой, и отошел в уголочек, и тер там Пенсне. Вы расстроены? Он же оком обиженным, круглым, оленьем, метнулся. А я без жены! Прокричал фистулою, и я испугался, как будто он жаловался, я без носа остался. Зато Греченинов женился. Так стала мадам, середина мадам Греченинова, и Гречениновой стали являться. Она точно помесь гречанки со старой ящерицей, носик клювиком, сухенькая, глазки точно агатики, или жестокие кончики игл дикобраза, не то в черном фоне, камея желтявая, не то фельморт, сердце тоже фельморт. Очевидно, ее первый муж середин прибегал от нее отмерзать, оттого он кидался хватать и жать руки. Второй муж ее Греченинов был маленький, и во всех смыслах стиль музыки помесь рюссизма с гнильцом модернистическим. Был сладко-кисл, робко-дерзок, капризно заискивал он, все присаживаясь крупным силам, сев к Брюсу он модулировал, скажем, в Десмоль. Но вот Энгель входил, мрачно-прямолинейный, глядишь, Греченинов став честным, цедур перестал модулировать, конь в поле пал, напевает он носиком цвета вишневого. Лучше развалистый, вечно чудивший жиляев, садившийся битые стекло в ухо нам сыпать. И Скрябинское «Версля флем» оглашало эстетику. «Версля флем к пламени» опус 72-й, 1914-й год, поэма Скрябина для фортепиано с оркестром. «Бедный конь в поле пал» первые слова Арии Ивани, воспитанника Ивана Сусанина в опере Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя». Действие четвертое явление второе 1836-й год текст барона Розена Вовсе свой Марк Наумович Меечик в любую минуту готовый присесть заиграть как культурный и милолюбезный игумнов. Корещенко скочту этим старым коням как Зениту Надир соответствовала пара едких сухих теоретиков музыки дерзких насквозь Брюсова и с иронической задержью молча сидевший Еворский Как ящерка верткая словоохотливая сестрица поэта с малюсеньким носиком с лбиною напоминающей мне крепостной бастион предлагала научно не переладить ли все лады вне лады не построит ли нам неуряд в звукоряде а может ушами китайцев нам слушать созвучие а почему не слоновями большие уши она писала статьи волновавшие Метнеров молчаливый Еворский повязанный шарфиком не реагировал склабись вот чем неизвестно умом перерос даже Брюсову он что-то медля творить не из музыки просто музыку его учебник читал еще верстки с почтением безвдохновительно была все ж молчаливая эта адамова голова и живей была Брюсова годы носила в кармане она целотонную гамму чтобы вынув ее как завернутый клубиком метр измерять сантиметрами Баха Бетховена следуя принципам братца измерить и взвесить речь идет о книге егорского строения музыкальной речи части с первой по третью Москва 1908 год целотонный лад звукоряд ступени которого образует последовательность целых тонов мой друг Меттнер от этого может быть и заболел странной формы болезнью недомоганием ушных лабиринтов сопровождаемым рвотой и обморок от целотонных гармоний он корчился но к проповеднице их относился с сухим уважением вот умница но голова не своя костяная привинчены да вот что у кого у яги костяная стопа а у брюсовой глаза гаты блистающие но зато головной аппаратик работал без промахов тики так тики так громко отчертливо ну а где Нелос он выкладка цифр наименьшее кратное успокаивал Борис Борисович Красин большой добрый нежный с подрёвом мелодии мне в ухо ревел и показывал пальцами на ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра выползающие точно уж из ревевшего рта цлина непочатая это меня освежало он видя меня удручённо брал под руку едем Борис Николаевич в Монголию степь-то какая послушаем бубен шамана какой-то из братьев Бориса Борисовича жил в Монголии Красин туда исчезая являлся цветущим басистым коричневым ах как шаман в бубен бил раз воспел он Монголию так что едва я туда не уехал побег был задуман давно но бежал не с Б.Б. а с Тургеневой Асей на запад Б.Б. добродушно подмигивал переворотом он многое знал вероятно от брата Л.Б. роль которого нам неизвестно было постоянно вертелся в эстетике Эл Сабанеев рыжавенький маленький сладенький кисленький висленький позже доскрябил он Скрябина в книге о Скрябине имеется ввиду книга Сабанеева Скрябин Москва 1916 год многими поклонниками Скрябина эта книга была воспринята резко критически отзывом на нее посвящен выпуск второй известий Петроградского Скрябинского общества Петербург 1917 год средь музыкантов эстетики не было спайки была лишь борьба точек зрения и я говорил себе с русской музыкой плохо а Метнер во мне углублял эту мысль и с немецкую плохо бывало остановившись как вкопанный ширит он ноздри с волчином оскалом зубов на поклонников листа со вздутыми жилами черепа слушайте нет каков гусь тоже с листом и с бешенством никому и в голову не может прийти подвергать сомнением гений листа но мелодии не достает но фривольность но мнение о листе такого как шуман но пошлость лист звуком стучит в запертую дверь дара он как мефистофель затаскивает всю немецкую музыку в ад спекулянт трихард штраус его порождение ему удал сами фистофель не фауст в симфонии фауст религиозное де вдохновение полноте старчество дряблое бат лишь из кожи лес чтоб обуздать в себе ухаря ведь рапсодии и ухарства только критический анализ творчества ференса листа метнер вольвинг дал в специально посвященной ему статье впервые опубликованной в трудах и днях 1912 год номер 1 и вошедшей в книгу вольфинг модернизм и музыка статьи критические и полемические Москва 1912 год файл с симфонии написан листом в 1854 57 годах санаббата он принял лишь в 1865 году бывало Дальгейм затащив уголок проповедует святой Франциск ходящий по водам вещь божественная а лист святой сам Дальгейм жадным ужасом метнера слушал так точно как метнер Брюсову для него метнер тоже работающая голова костяная мне думалось вот два ума два ценителя музыки а что выходит у них и опять возвращался к догадке своей уже чистая музыка кончилась не музыкально она у новаторов и реставраторов метнер же силился законсервировать в чистой музыке брата и я боялся ему сказать что с консервами дело не так уже просто что портится так меня беспокоила сухость в последних творениях метнера ритм стал подпрыгивать точно надутая автомобильная шина несущаяся в бездорожье подпрыг за подпрыгом исчисленным контрапунктически автомобиль уже нес бездорог шоссе кончилось кончилась чистая музыка а прикладной не нашли долгобрадой растрепанный бобринский муж тараторившей деятельницы отбурчивал шутки космата и глухо с собою самим кувыркаясь в углу как большой безобидный дельфин в ему нужной стихии графиня Варвара Николаевна Бобринская издававшая в Москве в 1908 1909 годах ежемесячно иллюстрированный журнал Северное Сияние Приятный доцент и газетчик в пенсне в светлой паре Дживи Легов с хорошенькую женою являлся в эстетику в русском слове писать меня звал он был с искрой он эстетику декорировал раз я попал к нему в гости в компанию Кенен Баженову года считавшему нас пациентами и проводившему психиатрический стиль на беседах в кружке с ироническим скепсисом Николай Николаевич Баженов был главным врачом первой психиатрической больницы в Москве он послужил прототипом Пепеж Довляша персонажа Романа Белого Маски Москва 1932 год был эпикурейц и циник до мозга костей он любил шансонетку вино и хорошеньких дам и плевал на все прочее в жеманфишизм вложил пузо как в кресло считая масону спецмейстру мужу науки ничто не препятствует законканировать над убеждениями пациентов научнейшим способом проконканировал жизнь точном стяей за что-то его благодушие и злость этот старый кадет и француз гроссмейстер московских масонов отстукивавший молотком ритуальным войну до конца притаившийся в странах антанта от большевиков он едва себе вымолил право вернуться побитой собакой меня любил и когда журчал в ухо ловил на себе его злые виприные глазки задолго до всех рамзиных он казался вредителем мне его взгляд точно глазил москву его толстые руки как бы аплодировали поплевательством рамзин директор всесоюзного теплотехнического института в 1921 1930 годах был одним из основных обвиняемых по сфабрикованному в 1930 году делу так называемой промышленной партии представленной как нелегальная контрреволюционная вредительская организация верхушки буржуазной инженерно-технической интеллигенции мне запомнился у дживилегова этот саваншантан сев у рояля бренчавшего тонкий уаз со стаканом вина отвалясь и пропятя с всем пузом пропятя с губами и желтых усов и покачивая головою очкастый высвистывал он шансонетку напоминая свинью ту которая при шансонетных певицах плясала с эстрады парижских шантанов он появлялся в эстетике как не пустить даже брюсов пускал его ведь николай николаевич баженов обнинский мрачневший из тени как и не бывал расподнялся с запросом по поводу исключения меркуриевой выслушав успокоился хмуро сел в тень и потух в уголки был точно свой николай эфрос старинный любитель театра и вдумчивый критик меня привлекали к нему тишина ум и грусть он ходил как под бременем пошлости прессы меня понимая в криках и в ярости неопрометчивой порой взрывавший меня на трибуне кружка где снискал репутацию я посиделого от постоянных скандалов вот сядешь а мягкая ладонь эфроса тихо опустится мне на плечо в ухо ласковый добрый меня согревающий шепот нельзя так наивничать думаете аплодирует с прочей публикой так и простят то что вы говорили о них не простят потому что есть правды которых касаться нельзя гершинзон поощрял меня к резкости эфрос меня усмирял он сидел на кружковской эстраде с сознанием есть правды которых касаться нельзя но и там меня тайно подбадривало а с артисткой Смирновой супругой его я поддерживал теплые связи порой появляясь у эфросов когда работал я в теоретической секции Тео то просил Николая Ефимовича мне помочь он присутствовал на заседаниях и обсуждал все детали тогда проектируемого театрального университета проект писал я он бывал постоянно в эстетике Шпет тотчас завелся в эстетике как только приехал из Киева вместе с Челпановым переведенным в Москву Шпет родившийся в Киеве и окончивший историко-филологический факультет Киевского университета переехал в Москву в 1907 году Челпанов бывший профессором психологии и философии Киевского университета в 1892-1996 годах перевелся в Московский университет в 1907 году В душе артист этот крепкий подкалыватель кантианцев при помощи юма пенял «Мое дело стихи» «Не к чему философия мне» «С болтрушайтисом» «Да и со мной» стал на «ты» дружил с метнерами и его появление бодрило «Рачинский» «Рачинский» здесь плавал как рыба в воде бил хвостом и цитатую брызгался Байрона Шелли Новоалис Данто раз руку протягивая над согнувшимся метнером севшим к роялю взревел он «Светися осветися брат Николай Семен Владимирович Лурье член эстетики с молоду нищий мечтал стать эстетиком он поставил задачу для этого разбогатеть изобрел он какой-то состав делает непромокаемым что-то и продал его превратясь в богача но погиб для искусства средь нас он ходил как акула готовясь всех слопать и вел уже переговоры с редакцией русской мысли тогда отощавшей ее засластил Архинвальд чтоб купить этот орган и стать во главе его он хотел создать орган ценой ликвидации весов золотого руна еженедельника критического обозрения и прочих московских журналов он видел себя мериэлизом являясь он скалился с ласковой хищностью черной пантеры такой моложавый а было ему сорок пять уже лет такой розовощокий такой мефистофель пенсне золотое духи и ботиночки лаковые сюртук черный и серые полосатые брюки казалось одна из ботинок сжимает копыта козлиная стоит об этом шепнуть нет лурье пол раздвинется вылезнет пламя лурье терарахнет в гиену не от заклинания просто старания весовцев от метнера и трубецкого и гешанзона случилось подобное нечто был разоблачен не колумб а пизарро лурье после этого сразу смельчал до ненужного умника тускло писавшего один даже раз выступил он в доме песни и сгинул он был лишь один среди многих ходивших под маску маски спадали и демонические натуры позднее обезвреженные наносили лишь бложьи укусики не скорпионьи но все ж скорпионом зеленым поблизости ползала Ольга Федоровна Путиато о ней скажу ниже по счастью она не бывала в эстетике я останавливаюсь на эстетике в ней узел встреч с представителями купеческой знати и главное место свидания художников слова и кисти друг с другом я возненавидел салоны бывал мало в них но в эстетике был характерно представлен московский салон процветающий всякими вкусами это цветение совпало с началом упадочного настроения среди символистов мне мода на нас прозвучала как звон похоронный совпав с похоронным периодом жизни моей никогда не ругали меня с такой силой как в этот период взлетал к славе блок я же пал в представлении вчерашних друзей принимавших из моды меня я страдал от купеческой тонности этот период блистания эстетики дамами был докадансом ее и отказом моим состоять в комитете покончившись с ним я являлся сюда очень редко эстетика помещалась в кружке в раздевальне всегда суета палки лысины шубы меха муж изут голосов и их матовый рык тот в буфет этот на заседание а это в эстетику входишь на лестницу устланную синий серым ковром заворачиваешь в три-четыре нам отданных под заседание комнаты те ж синий-серые стены ковры под ногами диванчики кресла и столики тех же цветов синий-серых и синий-зеленых свет матовый в матовом фоне пестры платьев вуалий бандо сюртуков и визиток дыхание шарфов свободные галстуки бандо украшение из лент на дамских платьях озираешься видишь грабарь визитки каштановой дама рисуясь на синим сидит ее профиль китайский фарфор с ее пальчика ценный алмаз самопросверком блещет летит к ней навстречу седой херувим с перехваченной талией позы планируя как балерина богач позняков тот которого годы художники все рисовали вид пакостный Дориан Грей герой романа Уайльда середина из дверей простирает усы он идет грациозным взмаханием пенсне на протянутый нос к ручке дамы в прическе которой пронизены бусинок пепелоцветные волосы платье гриперль и она что-то спросит но не ответит и просто а точно споткнувшись а камень наморщится и с величайшим усилием выпотевает из иск вчера вычитанный улыбая своим многощурым дерглявым лицом и не знаешь кто этот двубакий старик академик или салопромышленник старый рачинский с присосом дымит деловитый быстро жундя точно жук под стаканом схватив меня под руку бросит на стуло елозит ногами под стулом и лающим голосом перегоняя слова свои собственные ты понимаешь паф клубы дыма когда клубы дыма навались паф-паф когда геты паф-паф когда шели паф-паф переплетчиков что он вот что и ногой сиганет точно в чей-то невидимый зад пухнут губы на дико багровом лице тянет шею налево рукою направо ногою себе под пупок трояновский удаленький взвивший хохол пятя грудь петушком собирая лоб в складки их распуская летит к колокольчику строго втыкаясь огласками в стайку девиц голоруких с открытыми шеями шарфы цветные дымки из них слетают уже колокольчик колотится пауза и удар в клавиши видишь взлетевшую лапу с разъятыми пальцами мечик повел уже уши по скрябину как по разбитым дребезжащим и жалящим стеклам золотое руно перевал руно орган художников голубой розы перевал литературно-общественный журнал редактированный Соколовым существовал недолго весы мной описаны в начале века я стоял перед выбором где концентрировать силы в руне в перевале в первом был брюсов и стал быть я в перевале почти не писал Соколов разругавшись с руном достал деньги для перевала но мы символисты весов не могли заполнять трех журналов судьба обрекла перевал на дешевку когда в нем скопились поэтики неоцененные брюсову здесь же печатались зайцев муратов гривцов бунин братья иранские кречетов янтарев диэсперов столицами сгирь попов относившиеся враждебно к весам и казалось позицию здесь обретут петербуржцы и издательство оры нуждалось в собственном органе вспыхнула ссора между брюсовым и рябушинским который просунул свой нос в компетенцию брюсова не без влияния милетти решили мне остаться в руне чтоб туда не внедрились враги рябушинский надеясь нас ссору между мной и брюсовым звал редактировать литературный отдел но брюсов и я порешили что я предъявлю рябушинскому требование невмешательства в литературную тактику вы понимаете брюсов доказывал перед мешком золотым блок иванов чулков вы сергей городецкий я дело одно мы художники слова а он самодур одно дело весы а другое руно поляков посмотрите с каким же он тактом участвует в голосованиях боя с давлением на нас а он право имеет студенческих лет пионер символизма но этот мешок стал развязничать лишь от того что ему нашептал миллиотти он гений тут не политика вовсе от требования руки прочь от искусства решили коллеги бушинский отвергнет мои ультиматумы я ухожу из руна вслед за мной уходит и брюсов тогда мне придется писать в перевал чтобы не отдавать петербуржцам журнал шли переговоры начали участвовать следствие выход ввалились сообщал выход других сотрудников во второй половине августа 1907 года в ходе нового конфликта между белым и редакцией золотого руна возникшего по другому поводу в номере в номере четвертом золотого руна за 1907 год было помещено редакционные сообщения о том что Александр Блок будет вести в журнале критические обозрения дающие систематическую оценку литературных явлений там же было напечатано заявление Блока в котором намечалась тематическая программа критических обозрений текущей литературы с той поры каждый номер руна посвящен его смутным народно-соборным статьям переполненным злостью по нашему адресу и косолапым под шарком по адресу Чириковых все народушко мистика телешев Чириков только не Брюсов не Белый в журнале убухавшем тысячи уже позднее Рябушинский взяв под опеку дурацкого братца журнал прекратили который и их не обслуживал не говорю о читателе Блок оказался штрейкбрейхером с Брюсовым мы все же чили с отчасти журналу порядочить путем обуздывания Рябушинского Блок же использовал нашу борьбу с Рябушинским чтобы нам насолить объясняя аферу идейными соображениями делая вид что ему неизвестен наш взгляд на конфликт вспоминались слова Брюсова мне Блок Иванов Чулков вы Сергей Городецкий одно в борьбе с хамом с мешком золотым но Иванов и Блок посмотрели на дело иначе пошли в услужение к хаму глядевшему на редактировавших как на служащих хотя Вячеслав Иванов специальным примечанием к своей статье «Ты еси» оповещал о том что его отношение к золотому руну остается по-прежнему отношением простого авторского сотрудничества его литературная деятельность со второй половины 1907 года сосредоточилась в основном на этом журнале с этого же времени золотое руно в своей программе стало придерживаться последовательной ориентации на философско-эстетические идеи Иванова Я разразился посланием к блоку который ответил мне вызовом год же назад он отвергнул мой вызов теперь вызывал меня он стало быть я попал таки в цель с обвинением в штрейкбрейкерстве и с упором на то что они в социальной борьбе против капиталиста нарушили этику об этом ниже этот конфликт Белого и Блока исчерпывающим образом отразился в их переписке август 1907 года смотри Александр Блок и Андрей Белый переписка страницы со 189 по 213 недоразумения с руном были тем тяжелее для меня что в него замешали и Метнера жившего в Мюнхене ему послали статейку мою против музыки и меломан разразился статьею руном напечатанную с наслаждением против меня вслед за выходом Метнера так на меня натравил Тастелен что тот стал опрокидывать письма с полпуда одно за другим над статейкой моей воздвигал Гималай едва помирились мы это сражение с другом на мне отразилось больнее чем спор с Ребушинским хотелось воскликнуть и ты Брут борьба с петербуржцами переместилась в Москву став борьбой весов и руна надо было удерживать и перевал от враждебных к нам действий я ставил условия С. Соколову журнал должен быть очень строго нейтральным к весам для этого я записал в перевале следя за подбором лицензий и тут удалось мне создать группу союзников сам Соколов недолюбливал Брюсова он дружил с Зайцевым Муратовым Стражевым антивесовцами но он считался со мною и даже когда в перевал петербургцы прислали мейера чтобы склонять перевал к их воинственной литературной политике то Соколов выдал мне их намерение с мейером я объяснился ему стало ясно друзьям его не было места в отделе статей и рецензии последние часто писали со мной Ходосевичем Муни Петровской Муни псевдоним Киссина я вынужден был очень часто являться в редакцию душное лето окрашено этими явками часть перевальцев весы ненавидела и среди них Стражев Зайцев Муратов редакторы литературно-художественной недели за спинами их притаились Бунин Глаголь с бюро прессы которое поставляло московские филетоны в провинцию так по приказу бюро Брюсов мог быть атакован в не менее чем в 25 органах сразу здесь имеется ввиду статья Меттнера Вольфинга Борис Бугаев против музыки Золотое руно 1907 год номер 5 представляющие собой отклик на статью Белого Рябушинский отказался поместить в Золотом руне ответные возражения Белого Меттнеру чтобы служило причиной нового конфликта в августе 1907 года между редакцией Золотого руна и Белым которого поддержали Брюсов и другие весовцы Литературно-художественная неделя еженедельная газета литературы и искусства выходившая в Москве в 1907 году редактор издатель Стражев вышло всего 4 номера с 17 сентября по 8 октября Борис Зайцев сообщает что газета погибла от безденежья и холодности публики Глаголь пригласил Соколова к работе в бюро я через Соколова давил на бюро на 3 месяца я был прикован к сидению в редакции сколько потрачено сил на удерживание петербуржцев и на умоление влияния Бунина Зайцева но помогали справляться со сложностью моего положения Петровская Ходосевич и Муни Киссин первая была еще недавно женой Соколова она имела влияние на него с ней мы носились как няньки с больной меланхолия обуревала ее очень часто четверкой бродили по пыльным московским бульварам присоединялся поэт Янтарев унывавший что служит корректором он нас тянуло друг к другу я был как развалина после двухлетних Терзани в Эвхо Досевича бросила его жена богачка плененная тем что из Питера к ней прилетел херувимом Сергей Константинович Маковский не знаю за кем прилетел не за сотнями тысячи вскоре он основал Аполлон может быть на Марининой деньги В.Ф. Ходосевич остался без денег и бедствовал Муни старался его приподнять сам страдал беспричинную мрачность Хорошие были четверо Первая жена Ходосевича Марина Ярастовна Рындина 1887-1973 годы Ходосевич женился на ней в 1905 году расстались они в декабре 1907 года Женой Сергея Константиновича Маковского Марина Ярастовна Ходосевич стала в 1910 Муни клокастый с густыми бровями отчаянно впяливал широкополую шляпу ломая поля и запахивался в черный плащ обвисающий точно с коня гробовая попона с громадной трубкой в зубах с крючковатой палкой способной камень разбить пятя вверх бородищу нас вел на бульвар как пастух свое стадо порой он сметывал шляпу став как пораженный громами небесными и угрожая рукой небесам он под небо бросал свои мрачные истины все проходящие вздрагивали когда он извещал например что висящее небо над нами есть бездна подобная гробу в ней жизнь невозможна просил просил стихи скорее занавесить ее облаками и нас облить ливнем прохожие радовались ясен день муниш плащ перекинувший вел нас вперед по Тверскому бульвару невозмутимо как будто он рта не растискивал вел он нас мимо кофейни в которой сидела компания зайцев муратов кожевников меланхоличный горбун и писатель а с ними зачем-то просиживал бактериолог доцент хуликов муни мрачной мудростью соединенной с нежнейшим отзывчивым сердцем сплотил в эти месяцы нас он просиживал днями у Н. и Петровской порой к ней врываясь отнять дозу морфия палку его полударяя кричал на нее как опять отнимал и сидел принимая больные проклятия рушимые на его косматую голову также отчитывал он Ходосевича его одного Ходосевич боялся когда аж муни этот беспрокий правдивец покончил с собой Ходосевич как снежная куча затаял муни застрелился 28 марта 1916 года в Минске где отбывал военную службу Ходосевич вспоминает в этой связи эта смерть тяжело отзвалась на ЭВФ он очень любил муни которого можно было назвать его единственным другом и он мучился и уверял себя что отчасти виноват в этой смерти я Ходосевич чувствовал вздруг он возникнув между Брюсовым и между журналом искусства покусывал Брюсова не оценившего сразу его скоро он оказался при Брюсове вновь отскочил от него он капризно подергивался между Зайцевым Брюсовым и Соколовым лет пять перебрасывая свои сплетни из лагеря в лагерь он со всеми дружа делал всем неприятности жил в доме Брюсовых распространяя семейные тайны о ссоре родителей с сыном но всем импонировал Ходосевич умом вкусом критическую остротой источающей уксус и желчь пониманием Пушкина трудолюбивостью даже внушал уважение он и увы во всех смыслах пошел далеко Ходосевич капризный издерганный самоядущий загрызающий ум развивался за счет разложения этики жалкий зеленый больной с личиком трупика с выражением зеленоглазой змеи он казался порою юнцом убежавшим из склепа где он познакомился уже с червем вздев пенсне расчесавший пробориком черные волосы серый пиджак затянувши на гордую грудку года удивлял нас умением кусать и себя и других в этом качестве напоминая скорлупчатого скорпиончика дело жутко имеется в виду скорлупчатые насекомые приснившиеся ипполиту герою романа достоевского идиот попав в перевал Ходосевичу в лапы попал он умел поразить прямотою с которой он вас уличал проплетая журение свою тонченнейшей лестью шармируя мужеством самоанализа кто мог подумать что это прием войти в душу ко всякому он и входил во все души в них располагаясь с комфортом в них гадил и вновь выходил с большой легкостью неуличаемой он говорил только правду неправда была в придыхании в тоне умел передергивать в как а не в что клевещаного с паузой вскидом бровей и скривлением сухого безусого ротика только гораздо позднее мне открылся до дна он белый подразумевает по всей вероятности свою ссору с Ходосевичем 8 сентября 1923 года в Берлине во время прощального ужина по поводу своего отъезда на родину Бывал умел с тихую нежностью с детской грустью больного уродика тихо плакать о гибнущем в нем чувстве чести любил он прикинуться ползающим в своей грязи и чувства подавленности перед ризами святости делался даже изящно когда замерцавшей глазами с затягом сухой папироски с подергом змеиной головки он нервным грудным перекуренным голосом пел точно страстный цыганский романс как он Пушкина любит за то что и Пушкин купался в грязи и купается Брюсов и он даже я как все лучшие обреченные люди многие крупные люди прощали ему очень многое за его роль на себя ежедневно натягиваемую и физически он внушал жалость то он покрывался фурункулами то от боли он корчился туберкулез позвоночника Ходосевич заболел туберкулезом позвоночника в 1916 году но в 1907 году в перевале таки мне помог он а что касается до врага в перевале которому мешали весы то пожалуй им был только стражев не мог он простить что весы отвергали его как поэта и вооружал против нас Зайцева Муратова и Гривцова Борис Константинович Зайцев был мягок и добр в его первых рассказах мне виделся дар студент Боря себе отпустивший чеховскую бородку по окончании курса надел широкополую шляпу наморщил брови и с ключковатую палкой в руке зашагал по арбату и все стали спрашивать кто Борис Зайцев писатель куда да туда же куда идут все страстотерпцы писатели Зайцев же видом своим демонстрировал что в его участи есть что-то горькое по существу он был еще борькою по слову жены которому хотелось ссягать похохатывать дрыгая ножкой совершенный козельчик зачем этот иконописный лик с профилем точно вырезанным из пахучего кипариса словом лик юбиляра хм да оно конечно знаете перекладывание ноги с обнаружением профиля оно конечно и на челе морщина как пришивная щеки розовые молодые каштановая бородка выдавала козельчика казалось возьмет достигнет с бодом и с брыком вместо этого голову с корму наклонит всем кипарисовым профилем правопиет мм того Черншевский Белинский Толстой Достоевский и таки сигнет с передрыгом так почему ж такой вид не потому что Андрею хватил по плечу переталантище стражев справа Сергей глаголь слева схватив повели из кафе где любил он посиживать по Тверскому бульвару и ну подкидывать выше облака на облаке сев должен был иметь лик состоящего во прородцах пошло захваление Зайцева пика вогнавший этого юного добряка и в страдальца и в огромного светоча по волокли по колдовинам литературной политики а когда весы на резкий захвал ответили резким отхвалом Борис Константинович с пригорьким упреком поставив нам свой кипарисовый профиль воссел перед нами в обиженной нас осуждающей позе меня иной раз поза злила и злила что предпочел он дешевую похвалу себе строгой придирчивой критики таких ценителей как Брюсов он не был врагом но за ним приседали враги Грифцов в эти годы еще совсем юный конечно не в счет ходил тоже он в позе врага вместе с Муратовым тихим почтеннейшим и талантливым тружеником по истории итальянского ренессанса последний не видел действительности эту тройку вполне безобидных людей приумело использовав выставили вождями третьей волны символизма с Зайцевым ладил я но она стукнула лбами Стражев ставший редактором еженедельной литературно-художественной недели в которую Зайцев просил меня дать фельетон об Андрееве в номере с фельетоном моим напечатал выходку против Валерия Брюсова его заметку прочел в перевале и как назло вслед за тем появился Муратов ближайший сотрудник газеты которому я очень резко сказал из газеты я вынужден выйти он выслушав резкости мирно ответил к чему такой гнев но взял в шляпу ушел я же сел писать Стражеву официальное уведомление о выходе квалифицируя резко поступок газеты намеревается завтра письмо передать в руки членов редакции утром же я узнаю Стражеву передано об уходе моем чтоб предупредить мой удар меня экстренно уведомляют в газете я не состою так как я при свидетелях где оскорбил всю редакцию слова Муратова этот поступок был явно уже передержкой разрываясь от гнева понесся в редакцию влетаю четверка сидит за столом рядом чай и печенье за чаем путь вся то глазами ест а под глазами круги темно-синие мне симпатично было не подавая руки никому вынимаю письмо собираюсь читать его вслух стража вскакивая заявляет редакция не допустит до чтения письма вижу зайцев сидит опустивший глаза он терзается наперекор им читаю свое обращение к стражеву квалифицирую резко его передержку и вижу его почерневшее вовсе лицо дочитываю оставляю письмо ухожу тут вдогонку бросается зайцев меня настигает схватив за рукав я ему объясняю что я уважаю его он одной рукой держа меня за руку другой к лицу начинает трясти с отрыдань в своем обращении адресованном стражеву белый подтверждал свои слова о том что считает литературно-художественную неделю газетой хулиганского типа прояснял их смысл я относил упреки свои не к людям а к общему тону заметок напечатанных в вашей газете и заявлял о своем выходе из состава сотрудников указывая что он ценит Бориса Константиновича Зайцева и как художника и как человека белый добавлял личных отношений с господами Грифцовым Муратовым и вами у меня не было кроме чаепития или слов ни о чем до теоретических споров поэтому с улыбкой принимаю я ваши условия прекращаю с вами личные отношения что же касается Бориса Константиновича Зайцева то мне грустно и больно с ним разорвать 26 или 27 сентября 1907 года белый писал блоку сегодня разорвал все с Зайцевым Стражевым и прочими из недели я шел к ним с исповедью и бичующим сомнением они исповеди не захотели принять и потребовали извинения я повторил что тон их органах хулиганские махнул рукой и пошел прочь Зайцева одного прошибло тот шел за мной я взял его за руку он расплакался в книге далекое Зайцев вспоминает о заключительной части этого инцидента белый вылетел в переднюю я за ним мы пожимали друг другу руки и уверяли что лично по-прежнему друг друга любим в литературной же плоскости разошлись и не можем конечно встречаться но в глубине души ничто не изменилось у обоих на глазах при этом слезы комедия развернулась по всем правилам мы расстались с друга врагами и долго не встречались как будто даже раззнакомились я напечатал статейку против авантюристов писателей их обозвавший обозную сволочью я разумел кошкодавов но кто-то же из сплетников ерзающих между нами и группой Зайцева распространил клевету будто я разумел Зайцева стражева с Зайцевым мы объяснились мгновенно через неделю в кружке увидав Ходосевича и севшего рядом со стражевым я подойдя к Ходосевичу стражеву руку протягиваю он в ответ очень громко вы оскорбили Борис Николаевич меня я руки вам подать не могу громко чтобы тоже слышали произношу что меня возмущает внесение в статью мою смысл которого не было в ней и с вызовом руку вторично бросаю стражеву вы убедились надеюсь теперь что ошибочно истолковали статью мою он сажает меня с собой рядом и просит еще раз таким образом высказаться но публично я обещаю но после встает затруднение в какой форме сказать что и Зайцев и Стражев по смыслу статьи не обозные сволочь а случай представился скоро когда выступал я в кружке за зеленым столом со мной рядом сидел Виктор Стражев тут я заявил что меня удивляет как грубо осмыслили мою заметку прочтя обвинение по адресу литературных подонков как инсинуацию на группу лиц уважаемых мною но как же сконфузился я увидав эстрада вся повернулась на Стражева он стал багровым от этого мне повезло и на этот раз как не везло с перевальцами но явление мое в перевал и проход сквозь него был моим появлением в газеты вошел в перевал я а вышел в газеты авантюра с газетами из перевала я попадаю в газеты совсем неожиданно под впечатлением рассказов моих ажареси меня начинают упрашивать дать фильетон о нем я пытаюсь в простой очень форме дать два фильетона они имеют успех мне предрекают моя настоящая депрофессия писать фильетоны немного позднее один из фильетонистов обычно бронивший меня говорит ведь как странно когда вы в весах то вас мало читают книги ваши малопонятны когда же вы пишете в газетах то становитесь до того интересны что увеличиваете нам тираж газеты нет вы не осознали себя вас темперамент крупного фильетониста мне было понятно в чем сила газетной моей популярности пишучи для газет я не работал над стилем отдавая черновики если бы их отработать то фильетоны моих отпугивали читателя газетная карьера моя одно время взлетела вверх за первый фильетон я получал 10 копеек за строчку через полтора месяца я уже получал 50 копеек за строчку через два месяца по состоявшемуся соглашению с тогдашней марксистской газетой столичное утро Валентинов Веленский и так далее за 4 фильетона в месяц мне обещали платить по 50 копеек за строчку при 200 рублях постоянного жалования независимо от гонорара но окончилась быстро карьера газетчика газета социал-демократов в 1907 году явление ненормальное она допускалась градоначальством как дойная корова через каждые два дня она штрафовалась когда же успех столичного утра перерос все ожидания газету захлопнули редакционную группу выслали из Москвы участие мое в столичном утре длилось не более месяца это была единственная газета в которой мне было незазорно писать по закрытии ее писать стало негде хотя фильетон мой был напечатан в русском слове хотя утро России соглашалось печатать меня однако я не мог выносить атмосферы этих газет я почувствовал глубокую растленность буржуазной прессы и не мог поставлять газетам им нужного от меня материала я шел в газеты с своим материалом шел популяризировать литературную платформу весов в борьбе их с литературной дешевкой и мне удалось провести несколько фильетонов которые я считал принципиальными в те месяцы круто падали нравы прессы принципиальным сотрудником желтой прессы в моем понимании мог стать лишь вполне беспринципный человек такой как Влас Дорошевич я настроенный угрюмо и мрачно относился с глубоким презрением и к возможности своей газетной славе и к материальным благам которые могли бы отсюда ко мне притекать с начала 1908 года я угрюмо засел у себя не откликаясь ни на зовы писать в газетах ни на предложение читать лекции последних было все еще слишком много у меня но я иногда еще прибегал к кафедре чтобы быть в контакте с живой молодежью газетной же атмосферы вынести я не мог с 1908 года мое участие в газетах всегда редкий эпизод такими эпизодами бывали появления фельгетонов в утре России позднее пробовал я писать в киевской мысли потому что попав в Киев встретился я с Веленским и Валентиновым там осевшими после разгрома газеты в Москве они затащили меня к кугелю вырвавшему у меня фельгетон несколько фельгетонов появились в киевской мысли но и здесь сотрудничество быстро пресеклось еще позднее ряд дорожных фельгетонов появился в газете речь пытался писать ей в эпоху войны антимилитаристические фельгетоны но меня уведомили чтобы я писал осторожней опять сотрудничество мое иссякло уже перед самой революцией эпизодически я стал давать материалы и в русские ведомости и в самую левую и тогда в петербурге газету день в 1907 году несколько месяцев я жил газетную жизнь первые газетные выступления мои случились в оригинальной газете в момент распадывания лево кадетских устремлений газета покатилась налево под град ее изничтожавших ударов со стороны генерал-губернатора Гершельмана я не помню даже первоначального названия газеты в эпоху моего сотрудничества она меняла название каждые три дня и выходила чтоб снова закрыться из вереницы заглавили лишь помню день час минута издателем был чудак мамиканян ухлопавший в нее все свое состояние которое он выплатил штрафами он был в газету влюблен ухлопав последние деньги он не имел даже квартиры в редакции жил ел и спал над раном диванчики угрюмый бородастый большеглазый не походил на издатель он газета его была по тогдашней оценке лева секретарем редакции был крошечный белокурый хромец по фамилии голобородька он мрачно выдаивал из меня фильетоны печатая все что бы я не писал он утверждал себя турецким подданным я его не оспаривал а редактировал несколько позднее остатки этой странной газеты с переменным заглавием старик белорусов я ладил с ним мало понимавшим литературе но мне почему-то верившим он чувствовал в моей злости нечто мы сходили с ним на отвращение к провокации он к политической я и к литературной при мрачном мамиконяне турецком подданном голобородька и старике белорусове работалось в газете легко и свободно пока меня не похитили из жалких развалин ее тогдашние социал-демократы затевавшие столичное утро не помню как я в газету попал но кажется не без Валентинова Вольского это был живой бледный блондин обладавший даром слова и умением будоражить во мне вопросы связанные с марксизмом он не был типом газетчика скорее доморощенного философа мне казались странными его безграничные расширения марксизма на базе эмпириокритицизма но я оценил в нем отзывчивость и то внимание с которым он выслушивал тезисы мной вынашиваемой теории символизма он писал в те дни книгу за которую ему так влетело от Ленина назвавшего позицию этого рода эмпириосимволизмом мы с ним договаривались почти до согласия в конечных темах наших построений но Валентинову я подчеркивал что позиция его развивается за пределы марксизма и в сторону символизма он в свою очередь силился мне доказать что напрасно я держу за слово символ так как я на три четверти марксист символизм где во мне ни при чем прочтя позднее знаменитые сочинения Ленина я подумал правда был я а не Валентинов в оценке его тогдашней позиции имеется ввиду книга Николая Валентинова философские построения марксизма Москва 1908 год в которой марксистские философские взгляды подкрепляются воззрениями Маха и Авенариуса Ленин подверг книгу Валентинова критики в своем труде материализм и империокритицизм 1908 год во всяком случае Валентинов был острый увлекательный собеседник живо относившийся ко мне и Брюсову его-то усилиями наладила связь между весами и столичным утром литературный материал газете поставляли сотрудники весов в редакции газеты я завязал отношения с другим человеком с которым не раз позднее встречался с Петром Абрамовичем Веленским бледный грустный брюнет с черными остановившимися глазами этот дельный и честный газетчик прекрасный техник тогда меньшевик позднее большевик представлял интерес с каким болезненным анализом впирялся он в конфликты сознания то время ведь для газетчика представляло собой сплошной конфликт Веленский остро переживал вопросы совести заостряя их до проблем Романа Достоевского с Валентиновым связывали меня теоретические интересы Веленский интересовал переживаниями ужаса и годливости перед разгулом железной печати и всяческой провокации когда газету захлопнули твердой рукой и я вернувшись из Петербурга узнал что редакция выслана из Москвы для меня стало ясно на пути моем как газетчика вырастают сплошные конфликты с совестью я надолго отказался от возможности реально работать в газетах а между тем редактор утро России Алексеевский постоянно тянул меня в свою газету не стеснявшуюся в средствах ничто не препятствовал мне утвердиться в этой богатой газете препятствовал ее дух помню как Алексеевский пытался мне внушить правила газетной этики искренне не поняв почему после этих внушений я тихо ретировался сотрудничество мое ограничилось раз в год издали посылаемым фильетоном на мою а не на их тем он посылал меня вместе с Андреевым в ясную поляну к Толстому прося дать силуэт Толстого но я отказался поехать мои силуэты в те дни были модны но сделать Толстого объектом моды казалось мне неприлично к этому к этому времени я многое уже рассмотрел в мире газет этот мир в сознании моем сплелся с Азефовщиной уже повисшей в воздухе когда через год оказался я в Киеве и наткнулся на Веленского то обрадовался ему как родному для меня встал период когда все еще можно было работать в газете помню как мы с ним бродили по пригороду среди преднепровских оврагов и он признавался что и ему хочется спрятаться от тогдашнего поганого мира в котором он должен работать казалось глядя на бледное его лицо и глаза его вперенные перед собой это нетипичный газетчик а скорее исследователь глубин падающего сознания он мог бы быть и судебным следователем от подпольщиков и писателем школы Достоевского он никуда внешним образом не бежал лишь глубоко забронировался под маской безстрасти работалось еще больше остротой его сознания аналитика позднее он еще был первым человеком которого встретил я в Петрограде по возвращении из-за границы перед революцией он оставался газетчиком в маске я его попросил растолковать почему в газетах печатают бред с прежней грустной улыбкой он меня повел в ресторан где я объяснил в моих выступлениях из-за границы выявил я себя Дон Кихотом пытаясь провести в фильетонах своих хоть тень правды у нас правдую называют ложь Белый приехал из-за границы в Петербург 21 августа 3 сентября 1916 года об этом дне он записал виделся с редактором биржевых ведомостей запись относящаяся к 9 сентября беседы с Веленским Валентинов указывает что Веленский способствовал печатанию статей Белого в биржевых ведомостях в 1916 году Скоро из Москвы я опять приехал на несколько дней в Петроград Веленский сердечно предоставил мне свое помещение несколько дней у него проведенных его целыми днями не было меня тоже выявили мне его пораженцем только тут понял я до какой степени он собственно говоря есть подпольщик и мне показалось его миссия в газетах взрывать тогдашнюю патриотику но изнутри мне он прочел свою повесть сюжетная ось который конфликт между тем что считается правдой и тем что правдой считает он я потому задерживаюсь на Веленском что он как эфрос типа глубоко страдавших в старом режиме газетчиков не закрывавших глаза на то чем была газета вообще и не какая-нибудь газета а всякая газета как таковая в то время как ряд других газетчиков делали вид что все газеты дрянь за исключением нашей эти же двое прекрасно знали апология нашей газеты есть апология собственной возможности каждую минуту потерять совесть оба мучительно решали вопрос как быть газетному деятелю в такое поганое время и по-моему разрешали достойно эфрос находил выход вне вмешательстве и в отстранении от себя всего что лично могло его замарать а Веленский с каким-то искаженным отчаянием силился разлагать газетную подлость тактикой макеавелли под маской наружного бесстрасти позднее передавали меньшевистские настроенные Веленский перебежал к большевикам изменив убеждение должен заявить он первый человек которого встретил я в Петрограде после долгой жизни на западе был тогда уже внутренним большевиком и убежденным пораженцем открылась тогда ужасная роль буржуазных газет каждый газетчик с которым встречался я мне объявлял что он представитель шестой части света но эта часть открылась воочию мне черным интернационалом которого принцип есть беспринципность последнюю видел я всюду газеты покупали филитонистов писателей собирали дани с фирм в тот период русская пресса окончательно перешла на содержаниях капиталистов и наконец я аж видел тип среднего газетчика того времени откуда он брался во-первых все из тех же поэтов писателей которые лезли к нам в первую очередь объявляя себя сторонниками символистов но не печатываемые нами за отсутствием таланта делались рецензентами мелкими критиками и главным образом газетчиками я видел как талант шустрости инсинуаторства и злого издева составлял быструю карьеру в газетах таков Александр Кайранский некогда объявивший себя символистом и написавший никудышные стишки он выявился как модный газетчик про хвост янтарев отвергнутый весами стал газетчиком бурнакин потерпев фиаско с литературой стал откровенную собакою выпускаемой новым временем полное ничторство в поэзии соколов кречетов обрел силу в мовстве желтой прессы стражев этот ничтожный поэт умелый зло кусался в газетах к 1907 году самым ядовитым типом врагов сводивших личные счеты с нами в газетах были именно те кто объявлял себя четыре года назад нашими союзниками но кого мы не могли печатать в весах хорош был контингент из старых газетчиков с невероятной легкостью перепрыгивая через десять препятствий они из вчерашних улюлюкателей делались нашими пламенными защитниками чтобы через три дня опять закусаться сколько раз пильский объявлял себя сторонником символистов и наобещав десять фильетонов в защиту нас принимался за прежние мотивы к перемене мелкая месть раз явившись весы проездом через москву пильский выклянчивал у весов солидный куш денег без всякой мотивировки получив отказ отомстил фильетонам также до десяти более раз переметывался и публицист ардов то враг нового искусства то его покровитель янтарев несколько месяцев сидевшего меня в кабинете с тоннами вздохами всепонимания предательски всадил нож в спину эллиса оплевав его в дни когда эллис был оклеветом а любошец из новостей дня в 1903 году цинично и громко оплевывавший декадентов с эстрады кружка что думал когда через два или три года с видом матерого знатока символизма при мне посмеивался над рутинерами не понимавшими нас недалеко ушли от них в смысле беспринципных перескоков оттуда отсюда скольки но самым беспринципным гаденьким пакостником казался мне маленький чернявенький Сергей Яблановский из узкого слова этот человечек обладал истинным талантом воне он подкрадывался со сладеньким видом но так подло ущипывал выбравши поболючее место что несколько раз мне хотелось ему закатить за трещину этот обгаживал сознанием дело я не вменяю ему что в начальной газетной травле меня он стяжал пальму первенства систематическими доносиками я не могу ему простить вот чего в 1907 году я читал лекцию об искусстве будущего после нее я отвечал по запискам Яблановский видя контакт между молодежью и мною забеспокоившись о судьбе своих недавних доносиков на меня вылез на кафедру прокричать мне свой слюнявенький панигирик в дальнейшем он не отказывался ни от этого панигирика ни от гнусности в зависимости от падения или повышения моего курса он применял то ту то другую систему ко мне наконец его иудушкина тактика вызвала небывалый скандал в кружке после моего горячего слова Яблановский вылез на кафедру повернув ко мне свое морщавенькое лицо и пощипывая бороденочку он слащаво зашпелявил мне Борис Николаевич а это я не о вас и тотчас же в сторону публики понеслись такие гадости по адресу якобы не меня а на самом деле меня что я почувствовал что упаду в обморок не от обиды от вони когда когда он прерывая поток своих мерзостей подаваемых рукой семистам слушателям повертывался ко мне и со слюнявой лаской шебелявил Борис Николаевич это я не о вас и снова в публику то я должно быть действительно лишился сознания потому что я очнулся тогда когда уже другой неуравновешенный даже душевно больной пациент Баженова писатель Тищенко опрокидывался на меня с какими-то дикими воплями и вот что произошло не помню как вскочил и не по адресу Тищенко о вони яблановского от которой только что пришел в себя ударив кулаком по стулу прорал молчать вы лжете возьмите слова обратно не слыша как зал вскочив гудит как председатель кречетов звонит колокольчиком я с ревом ринулся опрокидывая стулья через вскочивших газетчиков на несчастного Тищенко потрясая руками молчите подлец я оскорблю воздействие но сзади меня схватили чьи-то могучие руки я оказался схваченным бердяевым в зале был рев видел несколько поднятых стульев публика разделя сбушевала подбегали друг к другу крича друг к другу часть аудитории бросилась на эстраду кто-то вскричал занавес эстрада задернулась за ней стоял рев кто-то протягивал мне стакан с водой какие-то плотным кольцом обступили Тищенко думаю что я все еще ринусь к нему но Тищенко ни при чем просто я впав без сознания очнувшись когда Яблоновский уселся реагировал лишь на него меня кем-то уведенного к лестнице нагнал сломя голову за мною бросившийся гершинзон Борис Николаевич стойте вы правы но вы должны взять назад слово подлец извинитесь перед Тищенко это не он а Яблоновский точно облили ушатом холодной воды я понял что ударил подлецом не по адресу подтащили к Тищенко я взял назад подлеца меня довез домой не то Эфрос не то Русов скандал был чудовищен испугались все в газетах о нем ни звука городоначальник обратился к кружку с требованием прекратить подобные инциденты странно сочувствие оказалось на моей стороне Сергей Иванцов директор кружка встретился со мной долго тряс руку советую не бывать в этом недостойном месте на заседаниях А.Ф разгрустно вздохнул в ухо я же предупреждал вас они вам не могли простить слов о продажности прессы 29 января 1909 года Брюсов сообщал Вячеславу Иванову я принял все меры чтобы для Белого инцидент не имел дурных последствий в тот же день он писал Петровской вчера дело это разбиралось в дирекции я не присутствовал конечно всячески защищаю Белого но и он хорош лезет в эту помойную яму называемую вторниками еще не умеет презирать ее месяца три назад я горячо говорил с трибуны кружка и жестом показывая на сидящих на эстраде коснулся продажности девяти десятых нашей тогдашней прессы в ответ рукоплескание рукоплескались эстрады жалкие наймит капитализма пилюлю мою проглотили но стали ввертывать черносотенный смысл в мои слова кадетов нельзя было трогать ядя против свободы высказываний против шестой части света я и был против этой свободы разнузданности капитализма и его прихвостни симпатии меня влекли к газетчикам типа Веленского он же был выслан в те дни вместо столичного утра выдворилось желтое раннее утро с мимикрировавшей заглавия марксистской газеты на ее развалинах последний имел успех но в раннем утре я отказался сотрудничать она почти что украла один из моих фельетонов и из раннего утра теперь планомерно в годах меня ели до революции лекции газетная деятельность сплетается для меня с выступлениями в кружке выступления эти считал я демонстрацией отношения весов к тем или иным литературным явлениям не все ведь являлись в кружок с жаждой скандала молодежь приходила порой чтобы конкретнее понять нашу линию были в кружковских беседах поучительные моменты например многие думали что Айхенвальд в своих силуэтах ведет нашу линию между тем для нас Айхенвальд был явлением жалким его субъективные афоризмешки выявляли лишь дурной вкус Сокулин тоже не близкий был ближе хотя бы тем что был свободен от дотошного мимикри нас поэтому я счел своим долгом подать руку Сокулину в его выступлении против слащавости Айхенвальда или надо было отчеркиваться от Трубецкого Алферова тогда модных что я и делал демонстрируя перед Москвой нашу линию тяжелая служба за которую мне доставалось как никому потому что всюду я говорил от весов то есть от самого себя но под флагом весов мне Брюсов верил меня посылали всюду приветствовать юбиляров от имени редакции эти приветствия были мною использованы как манифесты так выступал я на чествовании комиссаржевской художественного театра и так далее я брал на себя эти миссии чтобы демонстрировать свою платформу перед учащейся молодежью своей уж функцией я считал прения с Бердяевым Булгаковым Ивановым и Шестовым в религиозно-философских обществах главным образом потому что они посещались молодежью которую угрожающе увлекали в недра далекого мне православие с подобного же рода целью являлся я и университетское общество искусства и литературы и здесь познакомился с активными деятелями студентов в том числе с Руссовым и с Эфросом считавшим себя лидером молодежи юный Эфрос стал являться ко мне в квартиру мою ломились студенты курсистки и всякие искатели правды они внезапно вынорнули из провинции и теперь окружили нас согласием и несогласием все это задавало порядочную работу я получал много писем с очень конкретными рассуждениями о символизме средь этих писем запомнились остротой и умом ряд посланий какой-то юной курсисточки не пожелавшей мне открыть свое имя поразили острота ее интересов высокая культурность философская формулировка вопросов этой корреспондентки отвечал с большой охотой я наконец она пригласила меня прийти к ней и к ее сестре открыв свое имя и фамилию я избегавший идти к неизвестным на этот раз нарушил привычку так я познакомился с Мариэттой Сергеевной Шигиня это знакомство относится к декабрю 1908 года тогда же началась интенсивная переписка Белого Шигиня приводится письма Белого Шигинян с 17 декабря 1908 по 18 августа 1909 года и позднейшее письмо 1928 года также я познакомился с несколькими курсистками и это знакомство в годах стало постоянным общением вообще с 1907 года стал слагаться мир вне меня состав которого был не вполне мне известен это слушатели моих лекций их было много до сей поры ко мне подходят и представляются мне ваш слушатель в этом новом для меня мире я стал чувствовать неожиданную поддержку себя друзья слушатели не имели еще влияния они не писали в газетах но они доказывали что новая линия вкусов идей на перерез критики идет к нам на помощь я на нее откликался пока были возможности в моем кабинете сидели студенты курсистки и даже рабочие явившиеся с улицы я познакомился в эти дни с рабочим писателем Сивачевым запомнился бойкий юный студентик с узенькой бородкой он юркал всюду представительство и кипятяс он развивал мне махая руками вы с нами вы наш но почему вы придерживаетесь тактики Брюсова Брюсов стареет вы иж всем темпераментом с нами смотрите грозился он как бы вы не консервировались в ваших тонных весах в этом темпераментном юноше не увидели бы позднее характерной выдержки юный студент был Абрам Маркович Эфрос В 1907 году по окончании гимназических классов Лазаревского института восточных языков Абрам Маркович Эфрос стал студентом юридического факультета Московского университета окончил его в 1911 году параллельно слушая лекции и на историка в филологическом факультете Таких было много иные из них вдруг затаскивали меня в свои кружки для докладов по литературе теории истории символизма кружки эти я посещал и охотно работал в них Для одного только не было времени для художественной работы я носился как вихри из кружка в кружок с выступления на выступление бывали юмористики когда разговор о смысле жизни переходили в попытке завязать флирт Курсистки слали мне объяснения в любви и приклеенные к письмам свои портреты Однажды явилась Курсистка в оршинной шляпе с каким-то же злом перевязанным розовой ленточкой который она гиеротически втыкала в пол затворив за собой дверь и подняв вещи руку она объявила что зовет меня к просторам исканий из душных стен и в подтверждении своих слов сняла шляпку и распустила волосы почти склоняясь ко мне на плечо и ожидает чего я сразу увидев что она играет роль ипсоновской таинственной женщины постарался ей доказать что я не сольный сын и не левборг и она ушла обидевшись на мою трезвость позднее из писем блока узнал я что и к нему являлась какая-то гильда быть может эта же а может иная гильды десятками появлялись в те дни большинство из них провинциальные девочки явившиеся на курсы увлекшиеся всем новым и захотевшие дерзать все это было смешно и наивно с моею гильдою я встретился еще раз она оказалась подругой знакомый курсист она сопровождала нас после лекции разянув рот на меня и полагая что в простенькой шапочке и вуальке я не узнаю меня посетившей декоративной гильды в старенькой черной юбчонке она всю дорогу бежала по грязи прислушиваясь ко мне с простым и милым выражением лица и я думал ну и к чему был тогда маскарад но делал вид что в ней не узнал своей гильды иногда меня ужасали курсичьи письма начала во здравии вроде я занимаюсь логикой у б.а. фохта но теория знания канта мне не говорит символизм ближе и так далее и вдруг заупокой вроде неуместные характеристики своей личности казалось бы при чем тут личность калитой о логике люблю солнце шопена пшебышевского ем шоколад подобные характеристики себя самое при посылке открыток изображающих голых красавиц внушали и смех и отчаяние логика логикой а голая женщина то при чем приходилось всякое претерпевать с психопатками иные воображали что между нами что-то особенное после невинного разговора лаканте иные без приглашения появлялись в деревне где я гостил ставя в неловкое положение уже гораздо позднее бывали ужасные случаи вроде появления писем с извещением для тебя и на все готово и подпись за сим появление на все готовой особой вы кто а я вам писала и незнакомка называла фамилию тогда следовал быстрый ответ с моей стороны ступайте откуда пришли какой вы филистер это еще с полбеды а вот с Леонидом Андреевым был случай почище явилась какая-то дерзновенная и оказавшись с писателем вдвоем в кабинете так и бабацнула ее цель создать сверхчеловека то есть младенца для этого и надо участи Леонида Андреева и тотчас же предложила заняться этим созданием сию же минуту чтобы не тратить даром драгоценного времени испуганный писатель позвал на помощь жену при появлении которая дерзновенная пришла в ярость и обратилась к жене Андреева с солнечной речью ступай гадина ты не понимаешь что к орлу своему прилетела орлица эдкого по счастью не случалось со мной я вменял себя в правило сослушательницами быть педагогом и только но и тут бывали недоразумения когда я женился ко мне явилась одна из бывших моих слушательниц вообразившая что между нами было что-то особенное особенное было лишь то что данная особо как женщина особенно мне не нравилось и я при появлении ее выбирал для разговора особенно постные темы чтобы дать ей понять ни-ни-ни ничего как бы то ни было она явилась ко мне и мне подчеркнула что я изменил своим убеждением в чем дело оказывается я женился а где проповедовал ей аскетизм ничего подобного я только боялся что она вообразит себе что между нами есть что-то особенное ну в общем подобные чреватости отношения были все же редкими исключениями перевешивали честные простые отношения сроем тогдашних курсисток ко мне приходивших учителя их ругали нас они же приставали к ним вы говорили одно а белый основательно утверждает и так далее раз на собрании курсисток педагогических курсов постановили привлечь меня к преподавательскому персоналу для официальных лекторов это был удар по носу меня приглашали им в пику я в принципе согласился перепугался лектор айхенвальд и таки постарался проект этот провалить в студенческих кружках я объяснял детали нашей литературной платформы как связанные с философией символизма особую роль играли публичные лекции в них я брал широкие культурные темы они имели успех имели поибольший если б я не читал а свободно импровизировал как потом импровизации в ту пору боялся я стремясь к точной формулировке я чувствовал что выступаю от партии символистов увы я ошибался сопартийцам не было никакого дела до деталей формулировок лекции начались тотчас же по возвращении из Парижа сперва я повторил свою парижскую лекцию в открытом заседании московского религиозно-философского общества оставшись в одиночестве как в Париже там на меня напали социал-демократы здесь религиозные философы после нее я читал публичную лекцию в политехническом музее заглавие который забыл темы ее русские символисты на этой лекции и произошел инцидент оставшийся незамеченным Энн хотела в меня стрелять и вдруг переменив намерение сделала попытку выстрелить в Брюсова но он вовремя выхватил из рук ее револьвер их окружила кучка друзей которая и скрыла это покушение от публики в апреле 1907 года в том же помещении я прочел лекцию искусства будущего она имела столь крупный успех что ее повторили с плениями тогда и выступил Яблановский с панигириком мне осенью ездила в Киев выступить в Киевском оперном театре с декларацией от имени символизма перед вечером нового искусства и после повторил для курсисток лекцию искусства будущего имевшую и здесь крупный успех осенью я выступал в литературно-худорственном кружке с лекцией о театре ко мне подошел режиссер малого театра Ленский и высказал свою полную солидарность с позицией занятой мной удовлетворение его понятно я выступал с критикой модернистических попыток разрешить проблему театра против Вячеслава Иванова этим я косвенно защищал малый театр и его классические традиции к недоумению модернистов мой тезис либо к Шекспиру либо же откровенно займемся театром марионеток но превращать в марионеток артистов злоупотребляя стилизации нельзя те годы полемизировал я из тенденции тогдашнего Мерхольда я читал публичную лекцию о Фридрихе Ницше на эту лекцию пришел Тимирязев встретив его потом я осведомился не обидел ли его мой подход к Дарвину он с изящной светскостью подал реплику о что вы нисколько тут же выступал я на открытии дома песни тоже с лекцией о песне которую пением иллюстрировала о Ленина Дальгеем вскоре потом уехав в Петербург прочел в Тенишевском зале две лекции искусство будущего и Фридрих Ницше в Москве слушала меня главным образом молодежь и писатели в Петербурге публика была иная мир литераторов и общество были все кого я знал начиная с Дягилева и даже явился бывший главнокомандующий Леневич скоро с этими выступлениями я начал бороться от времени до времени уступаясь своему строителям в Москве я читал лекцию о настоящем и будущем русской литературы в Политехническом музее и об искусстве заглавия не помню первую лекцию пришлось раза два повторить на одной из них выступил с возражением приехавший в Москву Мережковский вскоре я повторил свою лекцию в Петербурге и что-то прочел в Петербургском религиозно-философском обществе с прениями выступал и в театре Комиссаржевской с лекцией о Пшебушевском позднее читал две лекции в Соленом городке на этих лекциях я впервые попробовал импровизировать и с тех пор уже никогда не прибегал к заранее написанному тексту ибо явно увидел читать лекцию не имеет смысла функции лекции живое слово и жест когда свободно отдаешься импровизации отвлекаясь от аудитории тогда ты именно ее и видишь насквозь я всегда изумлялся удестеренью внимания к мелочам в процессе обдумывания деталей изложения с кафедры видишь не массу а несколько сот отдельно сидящих личностей каждая как бы переосвещена лучами бьющими из твоих же глаз видишь нюанс выражения каждого слушателя видишь его характеристику и мгновенно ее учитываешь мотая на ус и сообразно с этим видоизменяя следующую свою фразу и знаешь кто в усилии тебя понять а кто в отказе видишь схватку недоумений согласия и возмущений видишь группу людей по степени понимания тебя и молниеносно в душе подытоживаешь разнообразие всех этих к тебе отношений чтобы где нужно изменить стратегию доводов и стиль самой речи и тупость непонимающих ни слова всплывает перед тобой как пробка в воде кроме того видишь кто следует за тобой сознанием кто чувством без намерения ты устраиваешь экзамен слушающим тебя иного знакомого долго бы не раскусил а вот он явился с лучшими намерениями тебя послушать и ты узнаешь он набитый дурак и его общение с тобой на почве идеологии мимикрии хитрого глупца себя не выдать если бы слушатели мои знали как иной раз я знакомлюсь с их подноготной на лекциях в минуту когда они не подозревают что я знаю об их присутствии в зале многие встали бы и ушли чтобы не опозорить себя другие поняли что и без сочувственных писем сочувствий их вошло в мою душу обычно то что скрывается в разговоре опирающимся на правила наживной цивилизации всплывает в иные минуты передо мною когда я говорю ряд масок обычно надетых на многих из слушателей слетает с лица человек ведь в молчании выдает сам себя в разговоре он заговаривает мне зубы а вынужденное часовое молчание перед тобою вскрывает не одну тайну чужой души как калькомани слушатель сводится тобой с ему положенного места и прилипает к стеклу микроскопа в котором разглядываешь ты его глядя мимо махая руками и произнося жаром слова не имеющие видимого касания к такому анализу лектора читающие по рукописи отрезаны от этого интересного опыта снятия речин со сколь многих тут ведь лектор ждет ряд сюрпризов в опознании распада среднего уровня аудитории на ряд уровней а такое познание приводит и к самопознанию лектор если не педагог то никто например ты всходишь на кафедру с определенным планом так то и так то сказать начинаешь говорить вслепую через пять минут перед тобой точно взвит занавес занавес абстрактное представление о среднем составе аудитории все среднее в твоем представлении разлетается как загораживающий горизонт облако из-под него выступают отдельные лица друзей и врагов тупиц и умниц тех для которых слова твои мудрены и тех для которых слова твои слишком просты эти последние перегнали тебя первые отстали отдельные лица тобой безотчетно соединяются в психологические коллективы в которых утоплено представление о средней единой аудитории такая отсутствует ты имеешь определенный ландшафт тот а не этот с горами с провалами сознания с различными степенями ума культурности сметки что стало с первоначальным планом твоим он не действителен ни для одной из перед тобой сложившихся групп он действителен для средней статистической цифры но такой перед тобою нет перед тобой живые люди для одних этот план перелет для других недолет ты должен в момент действия перефасонить свою лекцию изменить распределение материала и способ подачи его читающие по рукописи отрезаны от такой самокритики первые пять минут ты ищешь среднего отношения к твоей мысли как за так и против энергия лекции уходит на ощупь ты пожалуй болтаешь зря но это болтание предлог под ним действия ощупи ощупавши в целом аудиторию тысяч опорных пунктов в отдельных тебя понимающих личностях ты чалишь к ним читаешь им они тебе остров в неизвестном море полном сюрпризов став на остров твердой ногой ты уже уверенно вглядываешься в тебя обступающую стихию собственно говоря этот момент есть начало лекции все что до него предварительная разведка мой дефект в том что у меня такая ориентировка берет минут двадцать поэтому начало лекции моих всегда абстрактно не то курсовая лекция и состав аудитории постоянен изучен там не приходится говорить в кредит ознакомившись с ничего друг с другом не имеющими общего коллективами тебе поданной аудитории ты начинаешь работать над каждым отдельным коллективом по-своему меняя методы то разжевываешь простые истины от тебя отстающим порой нагоняя скуку на успевающих с риском восстановить их против себя но зато испытываешь ни с чем несравнимую радость когда отсталые вдруг гурьбою повалят к тебе на сонно-враждебных лицах замелькают улыбки закачаются головы в такт своей мыслью для лектора этот трудом добытый союз с непонимающими его пир вот почему часто приходится мне повторяться на лекциях до двадцати раз твердя тоже но разной манеры это примериваешь способ подачи какой-нибудь одной мысли или подаешь ее разным коллективом приноравливаясь к языку каждого иногда потерпевший фиаско перемобилизуешься на ходу ибо лекции для меня есть всегда бой с непонимающими в котором понимающий резерв но бывает и так что резерв начинает скучать повторами очевидности видишь людей с позеленевшими лицами взевающих от скуки на лицах написано довольно поняли давно они не видят что именно в эту минуту не понимавшие с улыбками так сказать повалили к тебе иногда тонкая публика приходит слушать тонкие мысли эти думают что кафедра лектора есть арена для красноречия и фейерверка афоризмов а кафедра тяжелая работа с плугом которым распахивается сознание непонимающих лектора и только покончив с непониманием бросаешься афоризмами догонять опередивших тебя тут бросив понявших жаришь на афоризмах и мыслишь намеками понимающие любят сами доканчивать твою мысль предоставив им это удовольствие видишь что и они удовлетворены возвращаешься к отставшим кроме того надо знать когда аудитория в целом утомлена логикой тогда бросив логику надо покачать слушателей как на качелях на мягких малоуму говорящих образах и тогда говоришь от сердца или же улыбаешься шутками лектору педагогу надо уметь говорить не только к сознанию но и к подсознанию сознание лектора удестерено ему в миге чтения порой виден самый процесс становления его мысли в отдельных слушателях это накладывает на него неожиданные задания он должен статическое равновесие лекционного плана превратить в динамическое равновесие для этого ему нужно в процессе чтения быть и артистом проводящим в лекции ряд ролей он должен выступать по отношению к врагам и гневным отелло и хитрым яга он может погоревать над упадком вкуса как лир над корделией но эти роли должны где-то встретиться в композиции целого чтобы в ролях вариациях не утонула бы тема лекция не есть прочтение отвлеченного хода мыслей а главным образом его постановка подобные постановки пьесы с заданием чтобы в последних сценах абзацах лекции совершилось бы массовое действие вступление на кафедру тебя слушавшего коллектива гласящего уже твоими устами конец лекции вырастающий как итог опознания твоих мыслей проведенных сквозь слушателей и к тебе возвращенных порою для тебя неожиданным и в нем ты резюмируя отклик аудитории порою превышаешь себя самого аудитории тебя инспирировало и порой ощущаешь крах подобный провалу постановки лектор в течение каких-нибудь трех часов переживает все стадии произрастания семян распашку посев выращивание колоса цветение созревания плода чтобы в конце лекции вкусить нечто от плода который приносит ему сдвинутые с точки косности аудитория и плод этот сладок и связь с аудиторией таинственна и не раз я испытывал радость читая где-нибудь несколько лекций подряд радость в том что в ряде последующих лекций часть аудитории первой лекции вернулась к тебе иные слушателей сопутствуют всем твоим лекциям ты обретаешь новый дружеский круг личности которого тебе неизвестно вот что нудило меня много сил отдавать лекциям всегда нарушавшим писательскую работу и даже вытравившим из души несколько книг и между прочим трактат о символизме последний не написан но в ряде лекций была дана постановка его я не скорблю говоря о лекциях следует упомянуть о причинах их вызывавших они во-первых давали мне свободу в форме высказывания и в весах и в газете я был стиснут размером весы журнал карликовый были правда и другие причины которые временами тащили на кафедру на вечера лекции чтения устраиваемые публично и в частных квартирах на них смотрел я как на повинность эти вечера проводились якобы с легальной благотворительной целью на самом деле сборы шли в пользу тогда нелегальных организаций так иные мои публичные лекции вечера устраивались военной организации большевиков на нужды революции ушедшей в подполье вот главная причина необходимости вылезать из-за письменного стола и являться на кафедру в этой единственной форме помощи революционному делу выявлялось мое сочувствие революции но чтение в пользу военной организации при великолепно поставленном шпионаже имели и риск но был стимул к тому что я порой шел на лекции через силу многие левонастроенные писатели охотно в те дни отбывали эту повинность я аж подчеркнуто держался с левыми после того как буржуазия мне показала свою изнанку и сидением в маме коняновской газете и участием в столичном утре и отстранением себя от постоянного сотрудничества в кадетских газетах не помню со сколькими устроителями связанными с нелегальными я имел дело их было много они являлись и исчезали бесследно помню черненького студента технического училища который одно время устраивал мои вечера помню культурного экономиста Семена Осипча Загорского который что-то устраивал в пользу заключенных он работал в меньширистских организациях не помню постоянно менявшихся барышень устроительниц то одна то другая из них садилась или пропадала бесследно кроме этого текучего состава я помню двух устроительниц лекции вечеров в 1907 и 1908 годах Птинкер и Путиято первая более держалась вдали вторая подчеркнуто всюду шныряла с видом томной модернистки занятой собой я ее видел и в кружке и у Зайцевых в квартире последних она кажется временной и жила позднее обнаруживалась ее истинная физиономия и жене Зайцева пришлось ехать в Париж для дачи объяснений Бурцеву Путято была уличена оказавшись провокаторшей Зайцевы были потрясены дружить с провокаторшей значит и на себя бросить тень Путято была разболочена весной 1911 года Борис Зайцев сообщает что она сама в Париже созналась Бурцеву что уже несколько лет служит в охранке Бурцев все это сообщил печати Путято Путято Белый видимо ненамеренно искажает ее фамилию она была подругой близких друзей супругов Зайцевых потом сначала Высоцкого переводчика с польского затем Стражева Бурцев долго допрашивал Зайцеву провокаторша выбрала себе недурной обсервационный пункт В квартире Зайцева толпились писатели считавшие себя левыми и символисты и полусимволисты и бытовики с многими из них я в те дни отчаянно воевал Счастье мое что я держался вдали от квартиры Зайцева стены и уши не могли слышать высказываний которые слышали стены моего кабинета например сочувствие к крайнему активизму Обе устроительницы были от большевистских организаций Анна Семеновна Тинкер от боевой а путято не знаю точно от какой след Тинкер пропал для меня к концу 1908 года в 1932 году я с ней встретился неожиданно для себя как с супругой Бонч-Бруевича мы вспомнили минувшие дни и только тогда объяснилось мне бесследно исчезновение Анны Семеновны из квартиры в которую я ходил по делам лекций Анна Семеновна должна была скрыться в итоге деятельности путято на мне путято отразилось неприятнейшим инцидентом с полицией из которого я едва выкрутился открылось теперь почему Элиса мучили обысками и даже брали в бутырки не понимаю почему не хватали меня как и ряда писателей имевших с путято общение последнее бывало и в перевале думаю что в ее агентурных планах мы участники вечеров играли роль червячков для приманки рыбки рыбку и же могла быть молодежь курсистки студенты до времени вероятно она берегла свои жертвы вдруг уличенная оказалась уже вне сферы охранки во всяком случае полиция знала что я сочувствую революции но вероятно не знала в чью пользу работал я имя мое было модным меня очевидно не торопились и трогать я скоро это сообразив стал с особенной осторожностью относиться к являющимся устроителям если не знал досконально их разоблачение путято и потрясающее разблачение азефа достаточно убедили в том что явление к нам из подполья в те годы на сорок процентов явление охранного отделения обнаружилось почему сборы с нескольких лекций моих были полиции конфискованы между прочим и сбор с лекции искусства будущего устроенной путято помнится как это последнее влетело ко мне поразив бледностью и синими кругами под глазами не имевшими никакого дна эти глаза не внушали доверие мне и прежде взволнованным голосом она предупреждала что и ко мне могут нагрянуть с обыском вероятно для того чтобы в нашей среде не возникло сомнений на ее счет помню волнение матери упрекавшей путято в неосторожности и помню выражение оскорбленности на лице путято державшейся с аффектированным благородством уже поздней в памяти в памяти моей вырастает квартира тинкер в которой не раз я бывал тюмфальная садовая дом пигит знал что квартира ход в нелегальную катакомбу но я не знал что немного позднее лечившие зубы мои доктор дауге другой ход в туш катакомбу за стеною комнаты где он сверлил мои зубы происходили ответственнейшие свящания большевистской партии зубной врач дауге в 1905 году был членом литературно-лекторской группы при московском комитете РСДРПБ провал подпольной организации произведенной путято был очень чувствительный средь писателей толка зайцева не на шутку переполошились дело доходило и до третейских судов но в париже выяснилось непричастность зайцевской группы к преступлениям путято а были моменты когда один глядел на другого переживая ужас не предатель ли перед ним я косвенно оказался прав в резкой полемике против мутной воды в которой плавали иные из модернистов за полемику мне от всех доставалось кроме гершинзона и белорусова ведь в мутные воды заплыла адки провокаторша провокаторами кишела москва неизвестно откуда явившийся лектор имевший успех бегал с визитную карточку и по всем лекторам забежала ко мне прося быть оппонентом он наткнулся у меня на Дальгейма после его ухода Дальгейм предупреждал про него ходят слухи что его уличили в провинции в том что его миссии устраивать в прениях инциденты и этим выявлять предохранку и молодежь которую убирают потом я тем не менее пошел на лекцию подозрительного господина не оппонировать а предупредить нескольких знакомых курсисток об этом типе чтобы они в случае чего не шумели и предпредили публику увидев в зале шумную обычную курсистку я просил ей шепнуть чтобы она сообщила своим подругам не шуметь в случае инцидента исполнив миссию я демонстративно вышел из зала под носом лектора аудитория была предупреждена скандал не удался но после лекции к мной предупрежденной курсистке на улице подошел неизвестный субъект и спросил ее иронически что вас просил передать белый вскоре ее посадили в москве разнесла смолва что новоявленный лектор лектор из охранного отделения и след его простыл из москвы вскоре будучи в киеве его встретил я фланирующим на крещатике лекции вечера в пользу организации устраивались фиктивно от моего имени я подписывал несколько листов белой бумаги на которой фактически устроители писали что надо за меня они сдавали отчеты полиции о сборах и прочем техники устройства этих вечеров я не знал вот что произошло тинкер организовал литературный вечер в пользу военной организации большевиков я подписал белые листы в свое время забывший о них вечер прошел удачно но тинкер исчезла с моего горизонта прошло семь месяцев в это время вонью над всею Россию лопнула зеф я прекратил свои лекции вдруг является квартальный надзиратель и к моему удивлению просит немедленно сдать полиции отчет в вечере имевшим место полгода назад какой отчет я и не подозревал что есть такие отчеты квартальный дал мне отсрочку в два дня тотчас же по его уходе я бросился в квартиру тинкер сетую что она меня подвела мне отворила неизвестная брюнетка и объяснила организация провалилась одни схвачены другие бежали о делах моего вечера ничего точного она не может сказать но может дать адрес одной из барышень причастных к устроению вечеров надо к ней идти черного хода ее родители не знают о причастности дочери к организации я так и сделал барышня выскочившая из кухни ко мне лепетала испуганно что и знать не знает и ведать не ведает никаких отчетах прося меня скорее уйти чтобы родители ее не накрыли со мной родители ее видно были буржуи я понял провал серьезен тинкер либо бежал либо сидит отчета о лекции или нет вовсе или попал он в охранку я тоже подлежу ответственности и я пошел к знакомому мне юристу изложил ему указу спрося дать совет как вывернуться он был кадет он мне доложил что меня могут привлечь по двум пунктам как мошенника присвоившего себе деньги или как политического в последнем случае арест ссылка и кисло меня проводил со словами с этим шутить не любит что делать не без волнения я ждал квартального когда он явился то я прямо ему заявил отчетов я никогда не сдавал это проделывали мои помощницы барышни которых я даже и фамилии не знаю и адреса их а не мои слушательницы квартальный понявший в чем дело насупился мы мыкаешь что-то напоминающее сочувствие моему положению вы молодой человек эх махнул он рукой подымаясь если дело зацепится в градоначальстве то плохо а если у нас в участке и он посмотрел на меня я ему сунул руку и он ушел не обещая но и не угрожая этот инцидент от матери я конечно скрыл и недели две ждал дорогих гостей они не явились ко мне но у Элиса тогда моего друга был обыск с тех пор при редких своих появлениях к матери с налоговыми квитанциями любопытный квартальный лес в мой кабинет садился в кресло и я начинал горько жаловаться на свое несчастное положение служба в полиции и на режим вообще я конечно держал язык за зубами лишь в 1932 году из разговора с Анной Семенной Бонч Бруевич бывший тинкер я узнал что провал это дело рук путято характерно спрос на лекции мой шел слева с разгромом остатков организации пресеклись лекции являлись устроители с которыми я боялся иметь дело вскоре никто не просил меня читать лекции нелегальные устроители вероятно сидели в подполье и кроме того в чаду агарничество и в жирах буржуазного веселья мне было душно салоны покинул я затворяясь у себя у меня создалось впечатление что и читать то некому реакция додавливала все лучшее ряд личных горестных переживаний ползших из прошлого в частности новые неприятности с блоками усугубляли душевный мрак господствовал скепсис в уединении я сочинял стихи потом вошедшие в урну заснул проснулся в сон от сна и жил во сне и тот же сон и мировая тишина и бледный бледный небо склон и тот же день и та же ночь и прошлого докучный рой не превозмочь не превозмочь кольцом теней о ночь покрой не превозмочь лозунг дней не превозмочь прошлого чувство уныния последствия операции обескровленности я разочаровался даже и в литературной тактике которую недавно еще отдавался я с горестью видел на течении мной любимым наштамповывается ерунда случайными людьми и ерунда эта пройдет в будущее под флагом символизма никогда не был я так стар как на рубеже 1908 1909 года меня занимали как игра в шахматы игры в сплетении отвлеченных понятий я отдавался анализу кантянской схоластики в нее не веря и тем не менее ей отравляясь как на шахматные турниры ходил я на философские семинарии а после писал иронически ряды прославленной лбов с ученым спорит вновь ученый так период жизни начатый из горячего желания пропагандировать креду окончился игрой в понятии и из-под этой игры я искал того на кого мог опереться и вдруг неожиданно ко мне позвонил Михаил Осипыч Гершензон с которым до этого времени я не был знаком Михаил Осипыч Гершензон Встречи мои с Гершензоном начались с ноября 1907 года его как литературоведа я очень чтил но его я боялся он мне представлялся высоким и тучным в очках провалившимся в кресло обитое прочной кожей посередине огромного кабинета он потрясает седой бородой у него лицо на танцона эсера призгливо обнюхивает издание скорпиона с единственной целью сказать эти книжки книжонки книжоночки взятые вместе не стоит и четверть и строчки Пушкина одно стихотворение Огарева их укладывает на лопатки если этот сердито-презрительный Гершензон написавший прекрасные книги читает весы то читает с единственной целью воскликнуть какой это ужас таким я увидел почтенного критика раз раздается негромкий звонок и горничная просит в переднюю было утро еще я оканчивал туалет кое-как застегнутый все же выскочил я и едва не сбил с ног маленького чернобороденького господиночка лет может быть около пятидесяти может быть сорока может быть тридцати пяти с очень черную густую курчавую бородку заросшие щеки густые брови дико нахмурены образуя на лбу строптивую складку он стоял глубоко на лоб нахлобучив барашковый колпачок но и в колпачке оказался он ростом всего добровее на его коричневым смуглым личико перепучились не губы и сливы не закрытые вниз с загнутыми усами его небольшой изогнувшийся нос и два пристальных глазика защищенных очками стреляли смесью досады с растерянным перепугом а очки же его с черным ободом мне напомнили колеса от комиссаровой брички с которыми их сравнил гоголь пришлось нагнуться чтоб его разглядеть от этого сделалось мне конфузно так грозно и так недоверчиво метнул он на меня взгляд снизу вверх будто он перепутав свой адрес забежал не туда но забежав решил стойко испытывать все угрожающие неприятности проистекавшие из этого досадного факта он точно защищая себя от меня бросил грозным рывком так пускают парки паровозы кершинзон заведующий критическим обозрением и тотчас же заторопился словами и мотом головки блистая очками на пуговице моего пиджака одной рукою всучившись в карман пальтеца а другую сжимающий книжку рубя по груди моей казалось мне будто всплескался всплевался вдруг закипевший кофейник с усилием намеревавшийся выкинуть вместе с душистой кофейной струей и черную гущу я ж растерялся явление гершинзона ко мне взволновало меня растерялся же я от того что он растерялся но растерявшись он покраснел покраснев рассердился рассердясь вздернул черную головку в барашковом колпачке в лопотании горловых низких звуков бьющих изо рта от сердца а может быть из-под ложечки я долго не мог разобрать чем же я собственно перед ним провинился и отчего так взволнован он вероятно он кипятился желанием скорее пролиться струей горячего кофе чтобы быть снятым с огня удалиться стремительно горячий кофейник закупрившись уносика гущую не струит только дрожит и капает в чашку хотя переполнен до края после же сразу хлынет душистым даром так и маленькая фигурка рубившая своей книжечкой меня по груди сперва заявила сознанию моему о себе только гущей взволнованных звуков я тут рядом живу ершензон так вот я и зашел редактирую критическое обозрение вдруг не написали бы вы борис николаевич мне о книге чулкова имеется ввиду книга георгия чулкова покрывала изиды критические очерки рецензия белого на нее была помещена в критическом обозрении 1909 год выпуск 1 эту фразой он так и хлестнул в меня как кофейник струей лицо его задрожало как лучками морщинками вот тебе и угрожающий угрожающий вид просто робость он был то застенчив то дерзок продолжает цепляться за пуговицы моего пиджака при вставшей на цыпочки чтобы до меня дотянуться он приткнулся ко мне блеском двух огромных очков и заработали у лица моего большие темные точно взбухшие губы вы можете высказаться так как хотите так как в весах пишите все и откинулся смелив меня снизу вверх сжавший толстые губы и жаром обдал одобряющий пых из широких ноздрей тут я принялся перед ним извиняться не понимая и сам в чем же именно он же вскипев рассердясь неизвестно на что прокричал отскочив от меня и грозя мне рукой своей делайте большое культурное дело разоблачаете распущенность я от этого даже присел за большое культурное дело от всех получал я лишь град обвинений да разве так пишут не говорите мне белый совсем исписался его рецензия чулков ведь верх неприличие тут же строжайший взыскательнейший гершин обозрение я могу писать и серьезней но было ворон этого не надо главное пишите крепче чем резче тем лучше имеете право на это белый несколько приукрашивает реальную картину гершин зон принимал не все его критические опыты в свой журнал так 29 августа 1907 года он возвратил белому лицензию на книгу рассказов зиновьевой аннибал трагический зверинец запросив вместо нее отзыв об истлевающих личинах сологуба ваша заметка о трагическом зверинце не касаясь ее характера уже потому не подходит для критического обозрения что она обращена лицом не к читателю а к автору ее с интересом прочтет пишущий народ петербургский кружок до два десятка человек в москве но читателю чуждому борьбе литературных направлений она мало даст аналогичным образом гершинзона не удовлетворила первоначальной редакции отзыва она покрывала и Зиды Чулкова 6 января 1909 года он писал белому ваш разбор книги Чулкова остроумен и меток но согласитесь в критическом обозрении ему не место для нас дело стоит так если книга Чулкова единична то о ней нечего и говорить жулик и все тут если же в ней обнаруживаются какие-нибудь общие черты современного умственного движения то это важно но тогда и надо на ее примере показать эти черты их нелепость или пагубность в этом смысле не то важно на чем вы строите ваш отзыв это Чулков плагиатор а важно то что он жонглирует слишком серьезными вещами что он кощунственно беззастенчивыми и равнодушными устами говорит о вещах которые волнуют душу и эти слова не обжигают ему губ об этом разврате слова я и думал что вы напишите как штемпелеванные калоши так что простите меня но этой рецензии я не могу напечатать это дело кружковое но я буду очень рад если вы согласитесь написать о Чулкове что-нибудь имеющее общий интерес и опять рассердя сосверепев покраснев стал поплевывать кипя как кофейник горлышко вновь закуприлось я перетерян и взволнованный этой лаской я понял свирепость его форма ласки пустился стаскивать с него пальтеццо чтобы ввести в кабинет он оттолкнув меня и окончательно обозляс залопотошил большими губами что времени нет и сунул адрес и был таков точно унес он чужие калоши их скрыв под пальто и боялся погони пустился из двери стремительно пересчитывать ступени лестницы я вышел за ним и увидел подпрыгивающий барашковый колпачок все ниже и ниже и думал у этого почтенного деятеля темперамент воистину негрский а прыткость мальчишеская такова была первая встреча моя с незабвенным исследователем и знатоком русской культуры вот тебе и гершинзон то есть не тучный не белобородый и не натансон а кофейник вскипел выплеснул кофейный свой кипяток и кофейник убрали точно вкусив ароматного мокко стоял и растерянно улыбался составленной книжечкой критического обозрения для руководства размере лицензии так естественный жест гершинзона дарить быть кофейником в чашку плюющим душистым теплом мне сказался от первой же встречи все навязывали полоняли насильно куда-то влекли и после брали проценты он только дарил бескорыстно впоследствии в образе ожила эта встреча я бьюся на сожженных холмах палестинской земли окруженные неверными все перебиты друзья а иные коварнейшие предали мне остается одно бросив меч пасть на копья вдруг быстро на маленькой вовсе лошадке примчался губастый такой с муглокожей на вид сарацинчик в тюрбане в браслетах и в кольцах с серебряным острым копьем и он рядом со мной стал биться за дело мое все враги побросавшие оружие кинулись прочь он же раненому перевязывал раны и даже в пещеру свою перевлек где варил он целебные снадобья пользовал ими так мне отобразилась первая наша встреча все боролись со мной в эти месяцы и проклинали меня блоки иванов чулков айхенвальд абрамович сергей городецкий игофман и зайцев иляцкий сергей соколов виктор стражев глаголь иван бунин в газетах орали собака весовская бешеный полусумасшедший бездарный испытаннейший скандалист ябланов яблановский сергей гелеровский лоло петр пильский измайлов игнатов и скольки и прочие в русском слове и в речи в русских ведомостях в раннем утре в голосе москвы только и ждали удобного случая чтобы доконать окончательно молодого писателя пережившего последствия тяжелого горя и едва стоявшего на ногах от затерзанности не заступался никто Мережковский дипломатично помалкивали Брюсов тоже в иные минуты двоился Личардо Эли скорее мне портил поддержкой чем помощь оказывал за ним следи укатает в скандал вдруг серьезнейший опытный трезвый все взвешивающий всеми ценимый Михаил Осипч идет пожать руку к себе зовет и с радушием открывает страницы журнала набитого профессорскими именами кто там не писал вот некоторые из сотрудников профессора Бузе Скул Венгеров Гревс Зелинский Каблуков Кореев Кизоветр Мануилов Новгородцев Озеров Радлов Ростовцев Сокулин Спиранский Сушкин Тарли Туган-Барановский Фортунатов Хвостов Челпанов Чупров Шершеневич И кариотида Седая Меня напугавшая в детстве Ильи Иван Иванович Янжул Я гонимый травимый осмеянный оказываюсь вместе с Валерием Брюсовым в компании знаменитых китов Это дело рук Гершензона Он мне предлагал Переносить-ка ваши весовские пулеметы ко мне Продолжайте отсюда обстрел всех позиций События личной жизни не дали возможности углубить мне участие в этом почтенном журнале Разборов пять-шесть я все-таки Гершензону дал о Блоке о Ремезове о Сологубе о Брюсове и так далее Скоро отправился на квартиру к нему оказавшуюся рядом с нами в том же Никольском Я жил в доме Новикова в номере двадцать первом он в тринадцатом номере в доме Орловой надо было пройти сквозь глубокий двор обогнуть флигелек во внутреннем дворе окаймленном садиком в котором разгуливал М.О. Осенями и веснами стоял его домик надо было подняться по лестнице вверх и с передней подняться вторично чтобы очутиться в двух маленьких чистых светелочках где Гершензон совершал свои волшебства опрыскивая мертвые музейные данные им собираемые живою водою В этих действиях он мне казался каким-то Мерлином Все данные слагались им в художественные картины он владел даром очерка соединяющего науку с искусством В научном разрезе книги его являли сложение типичных фактов с невероятным усилием как крот вырывал он из архивной пыли ворохе деталей таская к себе в Никольске из книг хранилищ и даже позднее в эпоху моей работы в архиве просил меня тащить ему все что мне попадется в разрезе художественном выбор фактов в им строимых очерках изыском стиле напоминал мне полотна художников Сомова и Бенуа Стоило перевести данные очерков зрительное восприятие вставали полотна которые были бы лучшими украшениями выставок мира искусства таковы исследования о Печорине братьях Кривцовых такова Грибоядовская Москва идущие в паре с лучшими постановками Мерхольда как позднее я полюбил его двухэтажную квартирочку в ней столовая спальня и комнаты детей помещались внизу в верхней же хозяйской светелке все было чисто строго и книжно столы полки книги и ничего более попадая сюда вы думали а здесь скучновато скоро уже начинали выслышать струение кипение поплевывание попрыскивание точно меж корешками расставленных книг как меж голых утесов стекала чистая ключевая живая беседа беседа с м о менял ландшафт перестраивая воображение вашим всю обстановку комнатка становилась горной пещеры м о гершензон заседающий в старом сереньком пиджачке такой маленький такой черный очкастый набивал себе и вам папироску и прибарматывал свои мнения напоминающие заклинания в результате которых все мертвое скучное вдруг становилось живым и процветшим он казался мне в эти минуты каким-то гением стихий обладотворявшим москву умственную жизнью не выходя из светелки своей принимая всех у себя он бурлил на москву на россию на мир из маленького кабинетика или напоминал он поставленный на плиту кофейник готовый в любую минуту хлынуть душистой струей но прибегала уютная милая умная Мария Борисовна его жена и снимала кофейник с печки зовом приглашающим к завтраку и Михаил Осипович такой маленький прыткий живой точной юноша выскакивала из своего почтенного кресла отбросив жестянку к которой он то и дело кидался набивать и себе и мне папиросу вел руки мыть после толкая в спину и властную и дружескую рукою проваливал меня вниз по ступенькам завтракать Борис Николаевич завтракать чаще всего я попадал к нему в половине двенадцатого утра бывало встанешь но пьешься чаю понадобится вдруг до зареза что-нибудь спросить о чем-нибудь посоветоваться с соседушкой он открыл дверь для посещения его в любой день и час позднее я уж не стыдился без приглашения вламываться хотя знал что когда бы не пришел он работает работа в светелочке по-моему длилась двадцать четыре часа в сутки за исключением редких выходов его в музей за материалами был домоседом он и неохотно являлся в гости где часто сидел разобидевшись чем-то с надутыми губками стараясь сесть за кончик стола кипя про себя волнением видимого и слышимого видывал его и в музее здесь он мне напоминал крючника роющегося в старом мусоре с обиженным видом мотая ленты пенсне прибарматывая он ощупывал книжные карточки каталожные так точно как щупает повар добротность тетерьки и петров с довольством летел к нему средь холодных пространств подняв нос развивая пенснейную ленту от носа по воздуху с книгами а сухарь киселев вылезал из своих невыдирных чаш где хранил инку набулы перемолвиться словом с такой приятной кухаркою и предлагать свой товар кухарка щупала дичь и принюхивалась нет это не идет не хорошо пахнет а это вот хорошо я бывал у него раза два в неделю иногда и не было дела была потребность взглянуть на маленького хлопотуна в очках с невероятную живостью он слетал ко мне с лестницы и вновь взлетал по ней с жестами не соответствовавшими ни очкам ни лысинке не начинавшейся седине в сереньком кургузеньком биджачке не соответствовавшим почтенному реноме под очками хмурого очень строгого лика с напученными губами обрамленными черной курчавой растительностью лика внушавшего страх когда он откидывался в спинку кресла под очками этого лика из глаз вырывались огни под крахмальную грудью кипели вулканы в иные минуты казалось что будет сейчас тарарах где устой культуры где выдержка мудрости только огонь ураган землетрясение ученейший культур трегер явил мне не раз мощь в нем живших природных стихий как кричал на меня он раз топал ногами бил кулаком по столу и потом недель пять продержал в отдалении после же гнев свой на милость сменил иногда он с такой стремительностью уносился по линии своего последнего внезапного увлечения что для многих мог выглядеть он настоящей опасностью для музейной культуры грозя все культуры смести он знаток их однажды рассержно набивая свою папироску взбурлил он в пространство минуя глазами меня вы валерий брюсов иванов с вашими дарами не молокососы даже а меньше и что там пушкин пушкин юноша перед перед кем перед бяликом в чем дело в том что гершинзон уявился поэт бялик после беседы с ним м.о. безапельционно решил бялик гений которого свет не видал с бяликом встретился я через несколько лет ну да умница но но о бялике больше ничего не слышал от гершинзона бялик потух в нем или однажды м.о. поставив меня перед двумя квадратами супрематиста Малевича черным и красным заклокотал заплевал и серьезнейший выпалил голосом лекционным суровым история живописи и все эти врубили перед такими квадратами нуль он стоял пред квадратами точно Малясим и я стоял ну да два квадрата он мне объяснял тогда глядя на эти квадраты черные и красные переживает он падение старого мира вы посмотрите ка рушится все это было в 1916 году незадолго до революции перед квадратами м.о. переживал свой будущий большевизм с первых же дней революции где Малевич супрематисты но тогда обнаружилось для своих кадетских друзей он свирепейший большевик и когда он пылал увлечением кумиры которыми он с таким мастерством оперировал в книгах отодвигались на задний план Пушкин Печорин и Огарев господствовали минутные увлечения не попадавшие в книги и имени раз он грешил потому что в минуту своих обуянностей был как слепой путал даже не так как большой а как маленький в драку вступивший ребенок считаю несчастным но счастью минутным заскоком составленный некогда им сборник вехи хотел он сказать нет кадетской общественности а повел себя как черносотенник вскоре по выходе вех гершинзон испугался того что надел позднее о вехах ни слова ни слова и я потому что я понял хотел то он выскочить из интеллигенции и сослепо выскочил не туда его подлинная природа сказалась позднее не в сочувствии даже к октябрьскому перевороту а воистину диком ревущем восторге с которым он встретил его в очерки м.о. гершинзон белый писал я помню как в 1916 году он пытался ввести в мою душу парадоксальнейшую картину парадоксальнейшего супрематиста поклонник законченной пушкинской ясности эту картину повесил перед собой в кабинете приводя слова гершинзона о картине малевича я каждый день с трепетом останавливаюсь перед этой картиною и нахожу в ней все новый источник для мыслей и чувств белый отмечал я же более молодой и конечно же более старой в рутине своих отношений к обставшему миру стоял перед картиной и видел в картине квадраты он он видел мир в книге вехи сборник статьи русской интеллигенции гершинзон написал предисловие и поместил в ней свою статью творческое самосознание белый приветствовал издание вех статьей правда о русской интеллигенции уже во втором издании вех 1909 год сказала стремление гершинзона скорректировать своего зрения выраженной в статье творческое самосознание и так смысл утверждения наиболее шокировавшего читателей нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной он истолковывал в специальном примечании смысл в этом в этом и заключается весь ужас и на это я указываю в увлечении страной попадаете книга узнав лекции. Я же вас затащил читать, думая, что вы устроите там кавардак, что поставите все вверх дном, надо было заухать, скучная публика собирается в гахне, какие-то рыбы не люди. Но я, признаться, видя сонную рыбину в лице профессора, Энн заразился вялостью от него и этим огорчил Гершинзона, ждавшего от меня, может быть, фиги в нос профессуре. Бывало, когда не придешь, он набьет папиросу с улыбкой протянет. Курите! Он стал мне родным. Он на все мое откликался, и мыслью, и чувством, и волей к добру в нем живой. Так складывались отношения, которыми счастлив я. Почти семнадцать лет ясных сердечных отношений — это не шутка. Квартира М.О. Гершинзона напоминала мне лавочку архивариуса. Здесь средь ветоши глупых книжонок и их роль заметать следы книжищ хранились от ценности. Здесь среди так себе брошенных камушков вспыхивали редчайшие перлы. То брызнь словесных плевков Гершинзона над папиросами, не уплотненных в книжную мысль. Когда философствовал в книгах, то философия его бледнела пред этими случайными вспыхами между дымочком, бросаемым темными губами его мне в нос. Когда маленький Гершинзон здесь возился, казался мне поваром, перевязанный фартуком за очисткой кореньев своих, и виделся белый колпак над его головой. Сочетание фартука, колпака и большой супной ложки с пенснена горбатым и темно-коричневым носе, вскипающей африканские знои и мгновенно же испарявшихся афоризмов, все это производило глубочайшее впечатление, и чувствовалось, что ты введен в кухню огромной работы восстания новых вещей для утонченных магазинов культуры, и чувствовалось, тебя почуют самым процессом работы, итоги, которые будут в годах обсуждаться ценителями. Тебе подавалось сырье, и предлагалось сделать вывод, ты выводил, а Гершинзон хитро поблескивал на тебя очками, перебивая вот именно или как раз-то и наоборот. Я чувствовал благодарность за то, что введен в эту кухню, и постепенно привык тащить к МО собственное сырье, с ним было приятно перекинуться не итогами, а домеками, и еще приятнее было высказать ему не мысль, а подгляд, как он был противоположен Бердяеву, опрокидывавшему на меня только абстрактный итог и почувавшему третьегоднишним уже остывшим умственным блюдом. Здесь у Гершинзона я лакомился, так сказать, у самой плиты, никем не отведанным блюдом. И посвящался в алхимию пригодавления золота из всякой дряни, валявшейся под ногами других. Другие проходили мимо, а Гершинзон подбирал всякую дрянь себе в фартук, с ней он возвращался домой из музея и из дряни вываривал свое чистейшее золото. Общение с МО началось в период наибольшего гонения на меня. Он не только поддерживал добрым словом, но всюду, где мог, укреплял майориномэ. Предложил в члены общества любителей российской словесности, расхваливал Струве, с которым водился тогда. Вместе с Рачинским способствовал тому, чтобы отношения мои с Евгением Трубецким, имевшим вес в профессорской корпорации, приняли не только сносный, но прямо-таки дружелюбный характер. У него я встречался с Бердяевым и Булгаковым, тогдашними его друзьями, с профессором философии права Кистяковским, с профессором Котлеровским, с Грузинским, с Ангарским и со многими другими писателями и исследователями. Он очень дружил с профессором Петрушевским, для которого сохранял определенный день, кажется, пятницу, никого не приглашая на Петрушевского и наслаждаясь общением с ним вдвоем. И всегда, когда бы ты ни пришел, вечером. Появлялась милая, умная, добрая издательница критического обозрения Орлова, жившая в том же доме. Она была не только чтительницей М.О., но и членом семьи. И, кажется, я видывал у него Гольденвейзера, брата его жены, с которым чаще встречался у Метнеров. Я посещал М.О. главным образом утром, принося ему всего себя. Первый вопрос за набивкую мне папиросы, над чем сидите. Говорил он это, точно поплевывая, мимо меня, с встряхом жестяночки, взятые им на колени, чтобы удобнее было табак набивать. И я сразу же вываливал ему и последние мысли о последнем чтении, и мысль над рукописью, и свои планы о будущем, и впечатления о новых знакомствах, и знаю заранее вопрос, что поделывает Петровский. Петровского, моего друга и очень ценимого, Гершинзоном, музееведа, любил он нежной любовью, и всегда, поминая его, расплывался улыбкой и присовокуплял «цените дружбу его». Бывало, выкладываешь ему свои заветные мысли, а он сомневается, и часто с педагогической целью, чтобы мой мысленный ход принял форму научного вывода. Вот если бы... вздрагивал он, выпрямляясь в кресле и угрожая мне в сброшенном наноспенсне, вот если бы вам удалось то, что вы так прекрасно сейчас изложили в абстракциях, показать мне на трех только подлинных фактах, вы сделали бы великое дело, а то... дул он губы неубедительно. Я, задетый за живое, бывало защищался, как мог, от его обвинений в абстрактности, его обычные обвинения. И иногда склонял его к своим доводам. Постепенно таяли морщины на лбу, и, поставив жестянку с колен на стол, он бросался лысенькую головкой в кресло, роняя руки на ручки и ногу на ногу, кладя, взлетали черные густые брови его, на лице играли теперь доверие и пленительная улыбка, а синий дымок пачками вылетал в потолок из разомкнутых пухлых губ. Великолепно, не правда ли? И вот он уже во владении деталей им развиваемой мысли. Завладев ею, принимается ею вертеть и туда, и сюда. Если бы эту мысль применить к моей работе, то вот бы вышло, что и закипит, и вводит в то, что им сделанное наблюдение. На лето мы разъезжались. Осенью первая встреча с М.О. становилась моим обстоятельнейшим докладом ему о всем том, что я наработал, надумал. Такого внимания я ни в ком не встречал после смерти М.С. Соловьева. М.О. Каждый занят собой. Бердяев, Булгаков, Бальмонт, Мешковский и Блок. М.О. живя собственным творчеством, был готов в любую минуту убрать свои думы, чтобы внырнуть в твои думы. Как он радовался успеху моего романа «Серебряный голубь». Как друзей своих заставлял одолевать этот дом, как позднее он силился мне объяснить мою повесть, котик Летаев. Вы вскрыли, — фыркал он, — недра. Картины совсем неприятные, точно вываливаются на тебя внутренности, но как захватывает. Что ж, такое дело ваше — взрезать поверхность и вскрывать недра. Вы — оператор в литературе. Ваше дело — взрезать брюшину, дело других — сшивать. О котике Летаеве, еще не оконченном, дал он в русских ведомостях свой фельдетон. До последних дней жизни он зазывал меня к себе и заставлял читать ему еще неотделанные отрывки. За неделю до его кончины читал ему отрывки из первого тома Москвы, и он подбодрял меня. Не любил он записок чудака, после чтения ему их он фыркал. Грубо, физиологично, описываете духовные переживания, а получается впечатление от процессов пищеварения. Увы, это правда. Был один только пункт, на котором всегда расходились мы. Он терпеть не мог моих методов, подходов к стиху. Те приемы, которые нашли подражатели и уточнители, с негодованием он отвергал, пылая очками. «Безобразие! Вы хотите алгеброй проверить гармонию, никуда не годится и никогда не удастся». В этом пункте вскрывалась вся разность натур. Он при строгой солидной наружности был с геттингенской душой, был романтик. При кажущемся романтизме я был его суши и не боялся введения алгебры в ритм. Эмо заставал я дома всегда. Да, выходил из дома он опасливо, точно боялся, выйдет, а домики, домы, домины Никольского переулка обвалятся над барашковой его шапочкой. Он терялся, ощупывая толстую палку и прочность асфальтовых тротуаров, быть может, провалится. Он спешил брезгливо, сердито в подъезд и брюзжал, идя в гости. «Ну что мне там делать?» Как сосед порой заходил я за ним, чтобы взять его к общим знакомым, зная всегдашнюю слабость его, нелюбовь к улице. Он брал меня под руку, и мы отправлялись к Шестову, Бердяеву, Кистяковскому, Эрну. В гостях он, бывало, ко мне подойдет плюнуть в ухо. Не пора ли нам, Борис Николаевич, домой? Он любил возвращаться ночами с попутчиком. Кто его знает, что может случиться, обрушиться домом, налетит он на тумбу с размаха. Ночами почти ничего он не видел, и мы выходили из света во тьму. И во тьме ощущал я крепчайшую руку М.О., зацепившуюся за меня. Он во тьме выговаривал замечательные свои домыслы о языке языков и о многом другом. Я любил его как писателя, но главного своего он не выразил в книгах «Смутного лепетания над данностью мира» из темного переулочка. Лепетания напоминали древние руны. Их, конечно же, предпочитал я схемам Бердяева, скепсису Шпета, ракете Меттнера. У Гершензона отсутствовало чувство собственности. Он был бескорыстно дарящим даже не мыслью, а семенами мыслительности. Он как бы говорил нашим мыслям «плодитесь» и «множитесь». Другие хотели их стричь, он растил. Такой маленький, милый, то гневный, капризный, то строгий, то робко доверчивый, то неуверенный до неприличия. Знал он себе настоящую цену. С издателями, с так себе праздноболтающими или с туристами, пересекающими случайно страну, где работал, он говорил повелительно, гордо и резко. В 1923 году он приехал в Германию. Мы встретились с ним в Берлине. Он приехал лечить свои легкие. Временно перетащил я его в свой пансион. С невероятной суровостью он относился к пошлятине эмигрантов и фыркал на обстановку. Мещанская цивилизация приводила его в бешенство. Он тосковал по СССР. Я случайно присутствовал при его разговоре с к нему подъезжавшим Гржебиным, известным издателем-спекулянтом, и я не узнал Гершинзона. Это был не милый М.О., а король, диктующий Гржебину суровейшие условия. Гржебин отъехал от него. Тотчас по его исчезновению он бросил мне. Вот как надо говорить с издателем. Учитесь. Да, цену себе знал он прекрасно. Когда легкомыслно с ним обходились, священный огонь просто ярости начинал блистать в расплавленном его оке и становился страшно, даже когда ты ни при чем. Так дух элементов, журчащий струей ручейка, вдруг всклокочется белым потоком летящего вниз наводнения, так огонек тихо тлеющий и ярким и красным пожаром взлетает, и ласковый воздух, бурея, проносится душным самумом. Так капелька снега, слетая с вершин, распухнувший, ухнет лавиной. И так корал разгневанный гершинзон. Полюбил я квартиру его. Любил дом Орловой, Никольского переулочка, принимающего вветвление всяких других переулков Арбата-Причистинского района Москвы. Я любил, проходя, поглядывать на уютники дом, и я думал, вон там, в глубине оснеженного дворика, высится флигель. Наверное, из светелки М.О. там блестит огонечек. Наверное, М.О. там сидит поздним вечером, варит составы идей, и кипит, и бурлит сам с собой. На оснеженный дворик, на флигель Орловского дома, на переулочек, выходящий в тишающий поздний Арбат, на Москву, на Россию, на мир. Раз я проходил мимо дома его, шел в метель, загласившую волторными дымовых трупов, аготами подворотен, дрожащих под ветром, и мне казалось, идейные действия гершинзона обвеивают освеженным озоном Арбат, и дома, возвышенные средь одноэтажных домишек, шестью этажами, стояли утесами. Вдруг он, чернобраденький, маленький, в острой барашковой шапочке, идет мне навстречу, прошел, не заметив. И мне показалось, что в горной стране Рюбе-Ланде по тропочке горной прошел горный гном Рюбе-Цаль, покровитель потерянных и погибающих путников, и становилось уютно от этой игры. Вернувшись в Россию в 1916 году, я застал его полевевшим. После февральской революции он первый в кадетском кругу бухнул к ужасу всех «Долой войну!», но его засмеяли. В мае 17-го он с горячим сочувствием читал правду. Друзья Шестов, Булгаков, Бердяев распространили весть. Гершензон — большевик. Он к Бердяеву, жившему рядом, не хаживал. И меня в эти дни приперли к большевикам. Мережковский, жена Бердяева и многие кадетские дамы, о Гершензоне шушукалась тогда вся Москва. — Слышали, на старости оскандалился как? По природе робкий, боящийся, что его затолкают, держался вдали он от толп. Но в мае 17-го раз вытащил я его на Тверскую. Бродили, переходя от одной ораторствующей кучки к другой. Гершензон, пылая, прислушивался к бурным толкам. У памятника Пушкина бурлил митинг. И мы замешались в толпу. Вдруг поднялся военный в попахе и бросил крепчайшие большевистские лозунги. Что сделалось, Гершензон? Он, выпитив грудь, встал на цыпочки. С его губ громко слетало. Правильно! Когда оратора старались сорвать, он разгневанно выбрасывал руку и гневно покрикивал «Долой войну!» Едва его выволок я, чтобы вернуть Марье Борисовне. Всю дорогу взволнованно мне в плечо лопотали темные губы его. Еще позднее, в день предъявления ультиматума военно-революционным комитетом, уже когда кадетская Москва стала прятаться по квартирам, пошел я к нему. Он меня встретил торжественно, тихо, и, не подняв наверх, усадил в столовой, сел рядом, посапывал и молчал. После молчания произнес, запомните этот день. Мы присутствуем при величайшем событии. Подумайте, впервые трудящие соберут в свои руки власть. Благословите, Борис Николаевич, этот день, он не авантюра, он начало новой истории. И замолчал, и сидел передо мною с видом древнего еврея, встречающего праздник опресноков. Уже после смерти его проходил я зимою его переулком. Сквозь снег выступали неясно колонны того же двухэтажного дома, отчетливо розового, с брельефами. Розовый треугольник фронтона едва выяснялся в мелькании снежинок. Едва проступали белые виноградины тяжких гирлянга рельеф и очертания каменных ногих белых дев в пырснь и в свист. Вот заборик знакомый, куда я повертывал. Мне захотелось свернуть, проюркнуть в ворота, пройдя к его домику, голову закинуть к светелке его, посмотреть, не сияет ли огонечек в окошке. Казалось, могила его там, где память о нем, в комнатке, где принимал он меня и одарял столько лет своей мудростью. Я постоял, успокоительно помаргивал фонарек над воротами дома, тринадцатый номер. На меня ждали дела, и я прошел дальше. ФИЛОСОФЫ Неспроста я отдаю силуэт Гершензона меж описанием газетных и лекционных своих увлечений и главкой рисующей тогдашних философов. Лекции и статьи я считал обязательную, меня терзавшую нагрузкую, но партии, меня нагружавшей, и не было. Это я ее выдумал. Она — тень, на которой я праздно распял себя, когда стало ясно, что рушила сосмысленность борьбы за весы. Ни разу не приходила мне в голову мысль. У меня есть свое дело, свои писательские задания. Я все волил жить для людей, глядя и на искусство, как на орудие пропаганды. Это слагалось всей ситуацией жизни. И от того-то с 1903 года до 1909 я не мог ничего создать, лишь дотрачивая свои силы. Итог. Огромное количество статей, лекций, рецензий и ничего нового, если не читать стихов, которые стали мне эманацией душевного одиночества. Пепел и урна. В кубке метели я лишь доломал план симфонии черновик, который набросал ранее. Будучи художником слова, я жил вне источника питающего слова. Я отдавал себе кружку аргонавтов, мечтая о творчестве людей, а не книг. Произошла ерунда. Потом силы души были отданы ща. Случился лишь ужас, приведший к ножу оператора. А бескровленный, выдумал я свою малокромную схему о партии символистов с Брюсовым во главе. Брюсову партия была не нужна, лишь удобно в известный период до русской мысли. Ограбленный жизнью, я был загнан в свой утопический сектор служения общему делу, а дело-то наполовину выдумал. Если бы это я осознал в 1907 году, я просил бы хирурга меня дорезать. Мне угрожала серьезнейшая опасность — замерзнуть, чтобы прижизненным мертвецом провлачиться в годах. Брюсова мы подпирали, он не был опорой. Сверстники вроде Элиса, Соловьева откалывали безумие за безумием. Рачинский, багровый от перевозбуждения, только дергал себя и других. Меттнер, натура деспотическая и ярко игнул свою линию. Дальгейм утилизировал нас для собственного безумия. В сущности, в миссию свою я уже не верил, дергаясь от обязанностей. Разгром революции, растление прессы, картина крепнущего и все развращающего капитализма — все это догнетало меня. Мог бы я словом Блока сказать, наши двери открыты на вьюжную площадь. Гершинзон, менее всего учитель, скорее старший брат, был единственным человеком, который помог мне в те годы. Дом его был хибаркой во льдах, где горела жаровня, и здесь я оттаивал. Он мне поднял веру в себя, и пониманием моего гнева, и поворотом на то, что миссия моя есть не то, что я себе выдумал. Миссия в том, чтобы я доделал себя как писателя. Из меня исходили дымками сжигаемых папиросок различные планы, поэмы романов. Сколько их было выкурено в разговорах с друзьями, в итоге же пепел. И Гершинзону рассказывал я о проекте романа «Серебряный голубь». Он с бескорыстной хищностью, вцепившись в меня, строго требовал осуществления плана. И, может быть, он-то склонил на серьезный роман. Под его перманентным, но мягким давлением я стал запираться о трое друзей, и даже я стал бегать в деревню, где я осуществил-таки замысел, написав «Голубя». Это писание наполнилось силами, и понял я, часть тоски моей была и тоскою по творчеству, засоренному прями. Гершинзона считаю я крестным отцом романов моих. Он же способствовал перемене моих занятий, не подозревая о том сближением с кружком тогдашних философов. Ведь по мере того, как мне выяснялось, перение против рожна в моей бурной полемике, и поднимался звук будущих книг, я отходил от злоб дня и кружка, и эстетики, и без всякого чувства миссии ходил в философскую говорильню, так как ходят в клуб сыграть партию в шахматы. Любопытно при случае сделать мат игроку, и отчего ж на досуге мне не заняться техникой матов. Это сил не берет. Философский кружок, собиравшийся у М.К. Морозовой, и стал таким клубом. М.К. Морозова, урожденная Мамонтова, Маргарита Кириллна, 1873-1958 год, жена М.Морозова, учредительница издательства «Путь» и Московского религиозно-философского общества. Кит тогдашний Евгений Трубецкой возглавил его, собравший философскую молодежь и почтеннейших старцев. Гершензон, друг китов, способствовал очень тому, чтобы в клубе китов я и чувствовал не одиноко себя, проводя в нем свои философские партии отдыха ради то с неокантианцем, то с метафизиком, то с религиозным философом, и это способствовало нужному мне в эти годы рассеянию, перевлекая внимание от прей и мысли о разбитой жизни моей. Но позднее здесь ощутил я опасность превратиться в клубного шлюпика, старичка, у которого жизнь перерождается в привычку геморроизировать себя в клубе. И тогда я стряхнул с себя клуб, и почтенная Москва Сызнова зашушукала о погибели Андрея Белого, как шушукала на погибели Бореньки, толковали Белый, где погиб, как писатель, а он уехал в Германию и там дописывал Петербург, это было в 1912-м. Но в 1908 году клуб — место рассеяние. Дома я писал «Серебряный голубь», «Петербург», «Путевые заметки». Вечерами же я играл в философские шахматы, увлекаясь спортом, обладаясь жаргонами. И когда Генрих Рикерт прислал мне из Фрейбурга свою статью с надписью, я радовался тому, что одним из шахматных приемов, скажем, ходом коня, овладел. Характеристика клубных завсегдатаев Ванни Карениной Часть 7 глава 8 в словах князя Щербатского Левину «Это наш клубный термин. Ездишь, ездишь в клуб и сделаешься шлюпиком». Евгений Трубецкой играл в Москве крупную роль. Он твердо обосновался в салоне Морозовой. Она издавала еженедельник, в котором он выступал с ответственной публицистикой. Публицистика носила характер высказываний по вопросам культуры. Трубецкому приспичило, что высказывание есть политика. Два-три протеста против режима, тяжелых, косолапых, как он, воны и времена создали ему репутацию радикала и укрепили в нем несчастную мысль создать фикцию партии мирнообновленцев, которой он был едва ли не единственным членом. Даже кадеты посмеивались над его провизной. Косолапа слонялся он между Бучковым и Милюковым, и оттого и от этого его отделяла порядочность. Он был честен и прям, но политически туп. Раз при мне, отвечая кадетам, бросаясь грудью вперед, убил, наповал себя. «Знаете ли вы мою политическую программу? Я-то ее не знаю». Это правда. Под политику и разумел он свои представления о культуре, подпертой метафизикой. Его чтили как стража всего благородного. Он мог бы в начале прошлого века произносить речи, подобные фихтивым. В начале двадцатого века они звучали смешно. Он, собственно говоря, ненавидел политику. Его политика сводилась к защите своих туманнейших представлений о благе. Такая позиция припирала его, воображавшего себя радикалом, к умеренным консерваторам, что ему выдвигали кадеты. К нему прибивала кадетского типа дам, терпеть не могших, милюкова и брезговших нечистоплотным гучковым. Мы его в своем кругу называли псом. Он был удивительно косолап и внутренне добр. Он потрясал окружающих туго думием, соединенным с упорством и добросовестностью в продумывании каждой новой ему трудно дававшейся мысли. В начале он мало что понимал в искусстве, ужасаясь, как брат его, новым веянием. Да, мы ему напели в уши, что он понимает Скрябина. От покойного брата Сергея он отличался терпимостью к символистам. Сергей их осмеивал с ненавистью, воздвигнув на них гонения в университете и выпуская лопатина уничтожать их следы. Последний одно время зарвался до того, что ел поедом и неакантианцев, к которым принадлежала тогдашняя философская молодежь, защищала староколенная метафизика, фихты, шеллинг, лебниц, и рекомендовалась Владимир Соловьев и лодцем. Явившись на кафедру брата из Киева, Трубецкой попал в обрастание неакантианцев, а кроме того тыкали носом в нас его друзья, Гершензон, Бердяев, Рачинский, Морозова. А он упирался, напоминая огромного, оскального сенбернара, насильно тащимого к нам оравой друзей, хором твердивших «Искусство, не понимаете, слепы и глухи». В символизме же он видел чудище обло, озорно и лаей. Так косолапый, большой, от натуги красневший муж со страдальческим видом должен был вкушать неприятное блюдо. С глазами, точно налитыми слезами, он защищался, он где не лишен эстетического чутья. Брат Сергей был и злее, и острее. Он умел огрызаться, умел загрызать. У него и не было такой потрясающей честности, как у Евгении. Воображаю, с каким чувством Евгений пыхтел, насильно усаженный рядом со мною. Бывало, после каждой реплики, по стылу моему декаденту Бердяев и Гершинзон слева, Метнер и Рачинский справа поднимали громкие шепоты, долетавшие до его огромного уха, заросшего волосами, опять не понял. Евгений Николаевич ощущал всю правоту своих реплик мне, А сидел как побитый. В годах сидения это ему стало проблемой, А может, правда, что он лишен понимания? Проблему непонимания и символизма вместе с фактом отсутствия мирнообновленцев ему стали роком, И он с упорством занялся изучением причин своего непонимания нас, И кое-чего достиг на этом пути. Сперва ему показалось лишь, что кое-где в искусстве он понял, Еще поздней кое-что он и понял. В эпоху войны выпустил книжечку он, В которой дал довольно тонкий разбор стиля старых икон. В 1916 году он пришел в восторг от стихотворения моего, Косолапо ко мне подошел, взявший под руку честно признался мне, Я вас не понимал. Десять лет понадобилось ему, чтобы освоиться со стихами моими, И это был для него просто подвиг. В первые года, не понимая меня как поэта, Он терпеливо выслушивал мои философские доводы в пользу символизма, Но не понимал, для чего слово «символ», Когда можно сказать «тип», И все склонял меня к своей метафизике, скучно рассудочной. На реферате моем возражал очень мягко, Проделывая над собой усилия под контролем друзей, Бросавших на него экзаменаторские взоры и шепчущих, Опять ничего не понял. В этих условиях я удивлялся иррациональной симпатии его К Борису Николаевичу, шедшей наперекор его антипатиям к Андрею Белым. Я со своей стороны ощущал себе рост симпатии К этому большому, честному, неуклюжему человеку С лучистыми, грустными, даже страдающими глазами. Рост этих симпатий шел наперекор политико-философскому сумбуру, Поднимаемому Трубецким над жизнью Москвы. Двойственность отношений дошла до апогея В день выступления его с возражениями Решковскому. Ничего не поняв в характеристике поэзии Лермонтова, Он с видом стража понес свою куцую выспленность, И, как укушенный, выскочил я на эстраду, Махая рукой и визжа «Трубецкие, Алферовы и прочие кадеты нам не нужны». Сочувственно под рукой у моею кивали какие-то юноши, Которым жаловался я на убожество Трубецкого. Сердце жалося во мне. Когда бросил я вскользь на него взгляд, Он сидел более чем когда-либо косолапый и красный, Закрывши руками лицо и опустив голову, Тут понял я, что ушиб человека. На другой день, зайдя к Морозову, я был встречен хозяйкой. «Как же я вас ненавидела вчера вечером за Евгения Николаевича!» Улыбнула с глазами она. «И только сегодня простила вам». А из толпы сюртуков с расширенными, сияющими глазами, С протянутыми руками и с доброй улыбкою Шел на меня косолапый и черный, немного растрепанный Трубецкой, Взял мою руку и сжал без слов, покорив этим жестом. Во мне встала проблема. Понять это косолапое противоречие, состоящее из добра, порыва и ужаснейшей косности. С Трубецким встречался я у Урачинского Морозовой в философском кружке и в религиозно-философском обществе. Войдешь к Морозовой. В креслах сидит грузноватый, высокий Е.Н. молчаливо прислушивается к пестроте разговоров. И вдруг рывом косолапой руки и интонацией, несоответствующей содержанию слов, принимается тяжелить разговор. И все, что не есть, уплотняется. С осторожностью, с тактом, с силе с противников не задеть, он пробивает себе дорогу. Представьте медведя, ходящего по канату. Кто стал бы смеяться над движением его лап, видя, что Мишка не грохнулся с первого шага с каната? Так Е.Н. проделывал чудеса ловкости. Большим и тяжелым лицом вправо, рукой ужатый в кулак к груди, ногою назад, другую рукою вперед. Все несуразно в словах и в движениях, за исключением глаз больших и лучистых, как бы просящих, «Вникните в мое положение, мне надо уразуметь». «Вы порхаете на афоризмах, я вбиваю сваями свои доводы, вы меня заставляете ходить по разжиженной почве, без свай не пройдешь». Бывало, уйдет, и Метнер атакует Морозову, налетая на Трубецкого, та затыкать пальцами уши. Пусть Евгений Николаевич тяжелодум. Декаденты тонки, где тонко там влется. В десятилетии вбивания свай в тонкое, отделявшее его от декадентов место, и вшествование по сваям с медвежьей ловкостью, Трубецкой кое-в чем-таки приблизился к пониманию нас. «Так же тяжело», — говорил он, трудно нудя своим хрепловатым, тяжеловатым словом, завернув мясистое чернобородое лицо с сияющими, точно просящими, а понимание глазами. Бывало он косо, заверть, покачивается над зеленым столом, расставляет руки локтями и локти без ритма, бросает вперед и назад, по смыслу, назад, по жесту, вперед, выставит руку вперед и ею о чем-то просит. И противники считались его стремлением к объективности. Чем более путал он, тем более нудился, разобраться он напутан. Он стал бессменным третейским судьей в группе людей, имевших друг с другом запутанные отношения. К нему обращались за правым судом. Он, трудясь, выносил резолюции. Так было в конфликте, происшедшем между журналом «Логос», издававшимся мусагетом, и книгой-издательством «Путь», выпустившим книгу «Эрна. Борьба за Логос». В ней грубо облаивались философы. Богдан Кистяковский, Степун, Гессен, сын издателя речи, и Яковенко. Позднее он защитил меня от визгливых наскоков сумасшедшего философа Ильина в эмиграции ставшего черносотенцем, едва ли не друга Маркова. Резолюция Трубецкого была в мою пользу. В последний раз видел его в обстановке весьма для него печальной. Вскоре после Октябрьского переворота, встречного Гершинзоному мною с надеждой, для него переворот был удар, ничего в нем не понял. Встретились мы в доме, где много было людей, сочувствовавших революции. Вечер окончился буйным весельем. Я на старости лет пустился в пляс, и тут глаза мои нащупали Трубецкого. Стоял он в дверях, с ужасом выпучившись на танцующих, по его представлению, танцующих над трупом России. Нас овеивала надежда, конец бессмысленной бойни перед ним стояла. Вот тебе и Константинополь с проливами. Через несколько дней он исчез-таки, вынырнув в Константинополе, и умер от тифа. Его коллега Лопатин не мог до самой смерти простить этого бегства ему. Трубецкой, Лопатин, Хвостов были правым крылом философского фронта. Евгений Трубецкой, метафизик, был очень отсталым философом, но он был человечен в сношениях с людьми, гарантируя возможность обмена мнений. Лопатин был лют, но в себя вобрал ярость, вынужденно реагируя на тон, задаваемый Трубецким, с которым-таки приходилось считаться. Теперь возражал он превкратчиво, тряся клокастой бородой Лешего и поблескивая золотыми очками, за которыми ядовито таились зеленоватые глазки. Четыре года назад не понимал он нарочно ни слова студента Бугаева, пристегнутого к его семинарию, мстя за Андрея Белого. Он выдвигал Топоркова, оставленного при университете им. С изменением тона теперь он любезничал, мягко мне оппонируя на моем реферате. Он видел, что все другие серьезно спорят со мной. Что мог он мне сделать? Выставить? Руки коротки. Надо было терпеть. Для него это значило прикинуться дружелюбным. Когда у него в руках была человеческая карьера, он выявлял старые замашки свои, но из-под тишка. Многие полагали, добрее Левушки Лопатина не было человека. Топорков, по сути, Буян, четыре года назад ради спорта принялся одолевать академическую схоластику, чтобы, защитив диссертацию, показать свои настоящие зубы. В этом он у Лопатина преуспел. Но в философском кружке он сорвался, выступив с возражениями Ильину. Он вдруг разразился каскадами афоризмов. Но афоризм философии ненавидел Лопатин. В глазах его поблескивало «Ужо тебе! Не здесь, а там! Не у Морозовой! В университете!» И судьба Топоркова была решена. Скоро он стал беспризорным. Университет закрыл ему двери. Со мною Лопатин не мог поступить так. Оттого он любезничал, и, кроме того, он вынужденно привыкал к декадентам, заседая в литературном кружке с директором кружка Брюсовым. И постоянно встречаясь со мной. Центр своей ярости он перенес на неокантианцев, когорта которых росла и росла. Этот метафизик ведь посвятил свой единственный труд разгрому проблемы причинности философа Риля. А в ответ, точно на смех, проблемы это пустило корни в Москве. Путаясь в оттенках неокантианских течений, он видел в них всех торжество ему ненавистного Риля и переживал это как оплеуху себе. Центр философского кружка заняли кантианцы Фохт, Кубицкий, Савальский, Рубинштейн, Степун, Богдан Кистяковский, Гессен и Яковенко. Когин и Рикерт и без приезда в Москву господствовали в стенах университета, ибо ученики их из Москвы поставляли им юношей для всяческой обработки. Был организован настоящий экспорт юношей в Марбург и Фрейбург, где маститые минотавры съедали их без остатка и ими распоряжались, в то время как свой, московский философ Лопатин, сидел без последователей. На кого мог старик опереться? Религиозными философами брезгал он, союз с ними бывал иногда для тактических целей, пять лет назад он бы им объел головы, а теперь жалко жался к ним. Прочие шли своими путями, Ильина от фихта к Гегелю, Викторов проповедовал о Венариуса, Самсонов-Липса, Челпанов держался отдельно, а единственный свой молодой человек-топорков оказался волком в овчарне. Лопатин точил крокодиловые слезы в жилет профессора римского права Хвостова, читавшего все новинки врагов Лопатина и пересказывавшего их ему. Сам же Лопатин уже никого не читал, между тем его враги все росли, появились последователи на Торпа, Кассерера, Кинкеля, Конгенианцев, Куона, Ласка и Христиансена, Рикертианцев. Вылезали на свет гусерлианцы и даже поклонники Бенедетто Крочи, не сей же в самом деле верхом на услужливо поднесенного Эрном сковороду. Лопатин и рвал и металл, не понимая ни слова, в модернистической схоластике. Когда же в Москве появился молодой Гессен, вылетевший из гнезда Ласка, низавшего ожерелье из тугих терминов, Лопатин даже перетерялся. После реферата Гессена, в котором не было ни единого слова вне лексикона Ласка, он, прицепяся ко мне, взявший под руку жалобно в ухо мне зашептал, «Поняли ли вы хотя бы одно слово? Я ничего не понял». Пришло сознаться, реферат произвел на меня впечатление, что юркий философутик, человек-змея, показывал ловкость прыжка из четвертого этажа на тротуар без разбития себе носа в лозунге «Форма, формы, формы! Есть то же, что форма, формы, которая не форма, а норма!» «Хо-хо-хо!» — завеселился Лопатин, перетирая руки, но, должен сказать, смех не звучал победительно. «Я года присутствовал при съедании схоластиков одной масти с холастиками другой масти. Кассиририанцы и ласкианцы съедали жестоко, как термиты, все, оставаясь такими же сухими и тощими. Между прочим, съедали они схоластику льва Лопатина. С ними мне приходилось считаться, чтобы не сдать своих позиций, и термины их я изучал, упражняясь в их жаргоне. В этом и стояла моя партия в шахматы — мимикрировать жаргон Риккерта, чтобы впоследствии его языком опрокинуть его же твердыню. Ценность, норма, долженствование. Шпет, видя меня насквозь, мне шутливо грозил. Я приду в кружок сорвать с тебя маску. Приходилось бронировать себя. А от злости Лопатина даже не приходилось. Партия его была сыграна. В сущности, неправые неокантианцы с правотой загрозали его. Самым левым в тогдашнем паноптикуме мне казался Густав Густавович Шпет, так что переехавший к нам из Киева и с огромным успехом читавший на женских курсах, на педагогических и на курсах Герье. Он только что выпустил свою книгу о проблеме причинности у Юма. Он в юмовском скептицизме, как в кресле, уселся с удобством. Это было лишь формой отказа его от тогда господствовавших течений. Он особенно презирал нечистоту позиции Бердяева и с бешенством просто издевался над нитшионизированным православием. Он показывал едко на помаду Булгакова, изготовленную из поповского духа и воспоминания о своеобразном марксизме, более чем кто-либо он видел бесплодицу когенианцев и риккертианцев, приведшую к оригинальной позиции Ласка, у которого она, как скорпион, всаживала жало хвоста в свою голову. В самом деле, транссадентальный эпиризм Ласка средствами транссадентального идеализма зарезал позиции этого идеализма, не подозревая даже об этом. Менее всего питал симпатией Шпет и компириокритицизм. Он был ходячей иронией слева, так как Лопатин был бессильной злостью справа, азарт ради Шпет готов был подразнить кантианцев заодно с Лопатином, отстоя от него далеко. В своих выступлениях он собственной позиции не развертывал вовсе. Он ограничивался протыканием парадных фраков иных позиций, рапирую юма. Когда его просили высказать свое кредо, он переходил к бутылке вина и развертывал перед нами свой вкус, свою тонкость. Он и нас понимал, как никто. И как никто отрицал в нас философов, утверждая, философы мы, когда пишем стихи. А когда философствуем, то питаемся крошками чужих кухней. Мои философские выступления он считал игрой в прятки, сел за куст, а виден отвсюду, и утверждал философичность золота в лазурь. Никогда нельзя было разобрать, где он шутит, где всерьез, перед зеленым столом или за бутылкой вина в три часа ночи. Академический шпет был одно, шпет-застольный товарищ другое. Иногда мы думали, второй — хитрая разведка первого, иногда обратно. Шпет, наносящий тебе удар за зеленым столом, есть попытка друга вывлечь тебя из заседания к интимной беседе. Никто из философов не дружил с нами так, как он, и никто не держался с такой опаской по отношению к нам в академических выступлениях. Хитрый, талантливый, увертливый и пленительный бестий завелся этот шпет среди нас, средь философов, в доме песни Дальгеймов у Мэтнеров. Его академическая карьера взлетала, меж тем, как карьера его патрона Челпанова протекала где-то на унылых философских задворках, с какой-то галантной миной, граничащей с откровенной иронией, шпет держался Челпанова, шпет виделся всюду, Челпанов нигде. Передо мной возникает лицо Густава Густавовича, круглые, безбородые, без усы, принадлежащие. Кому? Юноше или старику? Гладкое, как полированный шар из карельской березы. Эй, берегись! Шибанет тебя шар, как пакет для мударит. Лицо было невелико, ни губы и губки, ни носа носенок, ни быстрые коричневатые, с розоватым отливом глаза, а двоюрких носик-камышьих обнюхивали твой идейный ландшафт, выбегая стремительно из мозговых полушарий, шмыгнувшие в глаза твои, из них вбежать в твою черепную коробку и там поднять суетливые шелестения со скептическим писком. Таково было впечатление, когда открывалась и дверь, и из нее вопросительно выглядывала остриженная небольшая тяжелая голова. После уж являлась и вся коренастая, кляжестая фигура, держа вперед голову, поглядывала с подлобья улыбочкой, мете к чему прицепиться. Он ступал эластично и мягко, но вкладывал в шаг свой пуды, садился молчать, чуть дрожащей улыбкой на розовом, молодом, гладком личике, выпуская взглядом мышат, языком щекотал, как рапиры, заигрывал, но оставался далеким от игры им затеянных, напоминая свинцовый и костный ком, играющий поверхностным отблеском, не проникавшим в его душевную жизнь. Тогда казался он старообразным, и в шутках его была грубость. — Не люблю я деревни, — говаривал он, — там нет ресторанов, ведут тебя в поле. Нет пепельниц — некуда стряхнуть пепел. Или... — Борис Николаевич... Он пускал кудреватый дымок, цели с глазком, немоменяв какую-то точку. Борис Николаевич проводит вполне интересные мысли в интимном кругу. Примется выступать на докладах, тотчас же надевает изношенный фраг, взятый им на прокат в гардеробе у Риккерта. И мышиные носики сунутся в дырки из зрачков и нюхают впечатление от слов. Личико постареет, отяготится, темнеет, став цветом пары, в которую облекался он. Ходил в коричневой паре с желто-шафранным оттенком, подмигивает, бывало, Рачинскому. — Григорий Алексеевич меня понимает, небось. Рачинский, когда-то словесно поровший меня за декаденские образы, фыркает дымом на юркости шпета. Паф-паф, вылетают из уст его клубы дыма. Кан-трикерт, кан-трикерт, паф, сухо, и весь исчезает в дымах и жундит. Вы, Борис Николаевич, настоящий художник. Помните, как писали когда-то, и ухнул тор громовым молотом, палатом медным, осыпав шлем пернатый золотом воздушно-бледным. Трубецком-то не впрочет, а я его накачиваю. Паф-паф-паф. Ах, вернулись бы, Борис Николаевич, к золоту. Паф в лазури. — Ну вот, — заюркает глазиком шпет, — и я говорю, и ко мне. Твое дело стихи, здесь ты на месте, и здесь ты, философ, нет, мало тебе быть поэтом, тебе подавай еще фрачную пару отриккерта, чтобы в грязь не ударить перед Савальским. И тут пускается крепкое слово палису когенианца Савальского. Ну скажи, зачем тебе фрак? И шутливо грозил, если еще раз приду я во фрейкбургском фраке, то он при всех разорвет на мне этот фрак, чтобы под ним обнаружить колпак сумасшедшего, из стихотворения моего, которое он любил, тихо падает на пол из рук сумасшедший колпак. Стихотворение «Золото в лазури». И угрозу свою он однажды исполнил. Я читал доклад у Морозовой, за зеленым столом сидели Северцев, Лопатин, Хвостов, Трубецкой, Кистяковский, Булгаков, Кубицкий, Эрн, Фохт, Ильин, Метнер, Рачинский, Савальский и многие прочие. Лопатин, не нападая мне вкратчиво, предлагал вопрос. В чем же спецификум символизма, как направление, если Шекспир символист?» После него говорил Трубецкой. И ставил вопросы случайные. Северцев, только трудновразумительный когинянец Савальский поставил мне трудный вопрос, став на длиннейшие терминологические ходули. Я ответил ему, став на такие же ходули, но выструганные в правилах философии Икерта. Уже после Рачинский смеялся, описывая, какую неразбериху порол Савальский, и какую неразберихую я ответил Савальскому. «Вы понимаете?» Фафакал он дымом. «Савальский говорил по правилам Когена, так что ни одной живой душе не понять». А Борис Николаевич, сделав вид, что он понял Савальского, принялся ему отвечать еще чище того, громоздя трехъярусные термин на трехъярусный термин, да еще имел смелость спросить Савальского, поняли ли вы меня? И тот, да, я вас понял, а что ж ему оставалось ответить? Не поняли ж Савальского и Бориса Николаевича Трубецкой, Лопатин, я, Метнер, Савальский, да и сам Борис Николаевич себя не понял. Во время этого труднопонимаемого обмена мыслей о деталях методологии символизма. Увидел я Шпеттова, юная и безусая личка. Он пробирался по стенке легко, с полулыбочкой, но вкладывал в шаг свой пуды, а мышиные носики, ерзая затаенным ехидством, уже торчали из дырок зрачков. Отвечая Савальскому, я косился на Шпета, вот он вкратчивым голосом попросил слова, и рапира его, передо мной заблистав, закружило сознание, трах, и я был проткнут. Потом говорил с добродушием Шпет, Борису Николаевичу на философской дуэли приходится рвать его фраг. Ничего, он приходит домой, его штопает и является сызного в нем. Но я в те годы сомневаюсь в том, что Шпет прав, утешал себя мнением о своих турнирах профессора Кистяковского, испытаннейшего и старейшего рикертянца. После одного выступления он ко мне подошел. Вы поняли в совершенстве дух семинария Риккерта? Долго ли вы у него обучались? Да никогда. Я во Фрейбург не ездил и в лицо не видывал Риккерта. Этому трудно поверить, то, что сейчас вы сказали, есть тема специального семинария. Когда надо мной трунил Шпет, то я себя подкреплял к Кистяковским. Шпет щеголял скептицизмом и объявлял, что Юма не поняли. Выставив вперед голову по Юму, доказывал все, что угодно ему. В эти минуты напоминал он омоложенного старика. Оточенная его голова, точно из карельской березы, уподоблялась кегельбанному шару. Увидевший кегли идеей, готов был всегда он, схвативший руками за собственный шар и сорвав его с плеч шибанутьем по кеглям. Контианцы ходили на бой в тяжелых доспехах, издаля выглядя глиафами. Вот выходил Шпет, как Давид, облеченный наготой скептицизма. Он, сорвавшись с себя, пускал шар кегельбанный, трах, лоб глиафа кололся. Любил я утонченный шпетовский ум, им любуясь, но не понимая, за что ратует он. А в интимной беседе вдвоем пробуждался романтик в нем на короткое время, вздыхающий по баладине словацкого, читающий с увлечением Мицкевича. Шпет со всеми нами сошелся, опять-таки на короткое время, любил Метнера, называя милий его. Но он мне двоился. Не мог я понять, чем он тянется к нам, устремлением моральным и тем, что мы немыслители. Он в быту выбирался бутыльников, дружил с Кожебаткиным, с Сергеем Есениным, предпочитая порой анекдотики важным беседам, и думал я, он выбрал себе аргонавтов как клубное место. Я выбрал клубом себе философию, а он искусство. Он становился примоден на курсах Герье. Здесь сражал философских курсисток рядами он, и десятками расплодились шпеттистки. О, бедный Борис Александрович Фохт! Очень многие носили тогда на груди медальончик с портретом шпетта, рассказывали, и на лекциях он кубарями вертит системой философов. Любил в эти годы он выпить. И выпив, шалил. Говорили, еще в бытность в Киеве должен он был оппонировать в университете на диспуте. Он пил накануне всю ночь, пил и утром. Явился на диспут внезапно уже после того, как его в бессознательном состоянии уложили в постель. К ужасу Челпанова он попросил слова. Автоматически возразив, не прорвавшись ни в чем, был друзьями он выведен и уложен в постель, проснувшись он и не помнил, что было на диспуте. По окончании докторского экзамена он устроил в маленьком городишке немецком пирушку по немецкому обычаю, пригласивший экзаменаторов и друзей. Но перепутал одни и часы. Явившись в ресторан и увидевший убранный на пустующий стол, он бросился бегать по городу, нанимая извозчика за извозчиком, их всех собравши уселся наперво. Махая рукой в сопровождении десятка пустых пролеток, летал с шумом и гиком по улицам провинциального городка. Профессора, их супруги, доценты с недоумением наблюдали из окон, как перед роем летевших пролеток пустых. Новоиспеченный гердоктор Шпет летел в черном цилиндре и белом крахмале. Все извозчики городка принимали участие в манифестации этой и, принесясь к ресторану, приняли участие в пире вместо герров, доцентов и докторов. Так мне рассказывали про него, вероятно, преувеличивая, но в правилах немецкого каламбура. Вкусивший вина и при мне Шпет пускался в опасные шалости. Раз, возвращаясь со мной на извозчике, в три часа ночи по опустевшим улицам он вдруг выскочив из пролетки, подкравшись как кошка к старому городовику, выхватил из его кобуры револьвер. В эти годы полиция была вооружена и шутливо стал угрожать ему, им напугав старика. После швернул ему револьвер с рублем. Хорошо, что попал он на безобидного городового, обрадовавшегося рублю. Незадолго до этого за шутки подобного рода платили жизнью. С Виньямином Михайловичем Хвостовым, являвшимся философский кружок, у меня сложились вполне добродушные отношения. Гроза для студентов. Державший экзамен по римскому праву в салоне Морозовой была скромна. Держала себя несравненно культурнее, чем Эл-Эм Лопатин. Хвостов читал Риккерта, Когена, Натторпа, и никого не преследовал за изучением их. Он молчал, тяжковато посапывал, и он за собой водил в кружок слушательницу своих лекций. Каких философских был взглядов, он трудно мне было понять. Но он верил в высокое назначение женщины. Тут мы сходились. Не знаю, читал ли он меня или нет, но он знал о моем отношении к женщине. Он, однажды подсевший ко мне, завел речь о значении сонетов Петрарки и средневековой даме-рыцаря. Его глаза заблестали, и вот с косолапым доверием бухал мне в ухо такими интимными мыслями, которые не соответствовали его виду грозы. Подоплека его была нежная. Он был в политике трусом. Источник же трусости вовсе не мысль о карьере, а судьбе женской гимназии и его жены. Гимназия была ему дорога, так как в ней он мог проводить взгляд на женщину. С университетом расстался легко он, не выдержав самоуправства самого министерства. С Хвостовым дружил. Наоборот, молодой, одержимый, бледный, как скелет Иван Александрович Ильин, кегельянец, впоследствии воинственный черносотенец. Он возненавидел меня с первой встречи. Ни за что, ни про что. Бывают такие вполне инстинктивные антипатии. Ильина при виде меня передергивала. Сардоническая улыбка змеилась на тонких и мертвых устах его и с нарочитую и иступленную сухостью, бегая глазками мимо меня, он мне кланялся. Наше знакомство определялось отнюдь не словами, а тем, как молчали мы, из-под лобья метая взгляды друг в друг. По-моему, он страдал затаенной душевной болезнью, задолго до явных вспышек ее. Он старался все выглядеть сухо и зло от того, что, быть может, в душе его протекали какие-нибудь бредовые процессы. Этот талантливый философ казался клиническим типом. В эмиграции он мог стать горгуловым. У него были острые увлечения людьми и ничем не мотивированные антипатии. Ему место было в психиатрической клинике, а вовсе не за зеленым столом. Рассказывали, в многолюдном обществе он, почувствов ненависть к Вячеславу Иванову, стал за спину его и передразнивал его жесты, что в державшемся подтянутой геельянце уже выглядело бредом, с укусом уха Николаем Ставрогиным. Чем-то в Ставрогинском веяло на меня от Ильина. Чем серьезнее бывали его выступления, тем более меня ужасал кривой дерг его губ и вздрог высокого тонкого стильного стана и бледного профиля сдобила белокурой бородку и мефистофеля. Черная кошка пробежала меж нами в те годы. В 1915 году я вовсе порвал с Меттнером, ставшим другом его, придравшись к книге, полемизировавшись с Меттнером. А на самом деле, схватя за предлог проявить свою инстинктивную ненависть, Ильин разослал внезапно ряд писем Булгакову, Гершинзону и многим другим с клеветой на меня, он и мне прислал копию. Я же был в Петербурге и не мог ознакомиться с содержанием его, потому что в мое отсутствие к матери забежал Гершинзон и потребовал, чтобы я не распечатывал письма. Вернувшись, я его вернул Ильину в нераспечатанном виде. Текст письма был передан Трубецкому, который стал между нами невольным третейским судьей. Трубецкой объяснил получателям писем, что он, ознакомившись с текстом книги моей, не нашел в ней ничего предосудительного. Мне потом объясняли. Ильин вычитал в книге моей против мед на рогатке инсинуации, где порочившие честь его друга, вернее, не вычитал, а вчитал в нее свою гадость. Мне и тогда было ясно, что передо мной душевно больной. Не могу перебрать всех философов, бывших в кружке. Контианцы являлись когортами, риккертианцы, Богдан Кистяковский, Степун, Гессен не слишком водились с более многочисленными когенианцами, Фохт, Кубицкий, Савальский, Гордон, Директорский, Тростянский, Поливанов и прочие. С последними далековат был я в те годы. Фохт, меня ненавидевший в юности, после помогшей учиться, теперь стал вдали ни вражды, ни сочувствия. С риккертианцами отношения сложились тесней. Позднее они обратились к издательству Мусагет, где работал я, с просьбою издавать русский выпуск международного философского журнала «Логос», долженствовавшего выходить в Германии, Италии и России, журнал возглавлял Генрих Риккерт, русский отдел возглавляла «Тройка» Степун, Яковенко и Гессен под номинальным руководительством профессора Богдана Кистяковского, которого сочинение по философии и права гремело в Германии. В Москве Кистяковский был как-то затерт, он не был популярен здесь, за пределом тесного кружка фрейбуржцев, чтивших его вместе с Риккертом. В наружности этого скромного, серьезного человека было что-то диковинное. Великан этот, косолапый и бледный, с огромной опущенной головою, с редкими желтыми волосами, с длинной, такого же цвета, всклокоченной бородой, оттененной кровавого цвета губищами, напоминал собой смесь жирафа из гориллую. Мог бы давить и размером, и весом, но гнулся, конфузился, перетерянные голубые глаза не глядели в глаза, опуская, сморгая, во всем спотыкался, в словах, в интонациях, в жестах, боясь оторвать сапожищем своим платье дам, а когда начинал говорить «гмук» и «скрежет» лишь слышался, точно себя обрывал каждой фразой, такого беспомощного оратора я и не видывал, не представляю себе, как читал своей лекции, и говорил он с акцентом. А крупная умница! Его любил Ершанзон. Мне он был симпатичен, являя полнейший контраст с своим братцем Игорем Кистяковским, тупым и бесчувственным карьеристом, нечистым в делах. И Богдан Александрович относился с брезгливостью к братцу, жалуясь моей матери. Я стараюсь у Игоря не бывать неприлично, как-то профессор, умнее из моей обстановки являться в такие роскошные комнаты, и Игорь не понимает, что стыдно, безвкусно и глупо такие квартиры устраивать. Жил Богдан просто и, кажется, замкнуто, появляясь часто у Ершанзона лишь. Приняя в философском кружке, в религиозно-философском обществе, форма молчания человека, выбитого из позиции. Трудно было перенести картину разбитости жизни. Думы века измерил, а жизнь прожить не сумел. Жизнь предстала, как прозябание под формою выдуманного обязательства способствовать карьере Брюсова, не нуждавшегося в моей помощи. Позднее выяснилось, что весы не были необходимы ни мне, ни Брюсову, и без них каждый из нас сумел бы найти себе место. Весы были необходимы Элису и Греку Ликиардопулу, Элису для манифестов, Ликиардопулу же без весов не выплылет далеко. Он так умел представить, где нужно себя ответственным лидером, сшив для этого снова сшибательный фраг, так, что и в прессе, и в художественном театре вообразили, что он и есть весовская линия. Был же он только техник редакции. Из весов попал он в секретаре художественного театра, откуда и выплыл в прессу, где на весь мир прогремел, поездку и по Германии во время войны. Да еще весы были необходимы морально Сергею Михайловичу Соловьева. Ликиардопулу я уж тогда раскусил. С Элисом и Соловьевым считался. Они ближе всех подошли к перипетиям Саща, оказывая почти ежедневную помощь. В месяцах оба они взвинчивали меня на бои, в иные минуты казавшиеся мне сплошным донкиходством. Передо мной взвился занавес, за которым вперила с горгона, каная все мое существо, капитализм. Я постиг его не в абстрактнейших тезисах, а во всей силе тысяч капилляров, которыми тянет в себя нашу кровь. Я понял счету переменить жизнь с налету отличного творчества. Созерцание этого зрелища я и стал мистиком, ибо я пережил свой полон как мистический заговор неведомых оккультистов, отравляющих своей эманацией, все, прикоснешься утром к поданной чашке чая, отравленной ими и каменеешь от ужаса. Ужасы капитализма осознавал я всегда. Но теперь я пережил эти ужасы с новую, прямо-таки сумасшедшую яркостью, как нечто направленное на меня лично, и не совсем верил я, будто ужасы эти — механический результат социального строя, всем не виделся заговор, чудилось, нечто крадется ко мне со спины. Виделся почти лик, подстерегающий в тенях кабинета, и слышался почти шепот «Я, я, я гублю без возврата». Фразу эту позднее я вставил в роман «Петербург», сцену бреда сходящего с ума истерика революционера, наделив его переживаниями, меня охватившими «Я Элису». Сетовал. «Строишь план честной жизни? А чья-то проклятая лапа тебя заставляет переиначивать этот план, и рисуешь всей жизнью ослины и уши?» Я ощущением, не мировоззрением даже, переживал в эти годы. «Убей, полони, но к чему задразненье?» Есть еще, стало быть, что-то, присевшее за капитализмом, что ему придает такой демонский лик. Мысль о тайных организациях во мне оживала. Об организации каких-то капиталистов, тех, а не этих, вооруженных особой мощью, неведомой прочим, заработала мыслям о сонстве, которое ненавидел я, будучи в целом неправ, кое в чем был я прав, но попробуй заговорить в те годы о сонстве, как темной силе и с кадетами. В лучшем случае получил бы я дурака, какие такие масоны, их нет, в худшем случае меня заподозрили б в бреде Шмакова. Теперь из 1933 года все знают Милюков, Ковалевский, Кокошкин, Терещенко, Керенский, Карташов, братья Астровы, Баженов, мрачивший Москву, Орликинады и Кружка, то есть люди, с которыми мне приходилось встречаться тогда или поздней, оказались реальными деятелями моих бредень, хотя, вероятно, играли в них жалкую и пассивную роль. Теперь и обнаружено документами. Мировая война и секретные планы готовились в масонской кухне, при пахе кухни я чувствовал, переживая их как оккультный феномен. Вот в чем коренилась моя тогдашняя мистика из испуга перед незримой угадиной. Переживания, напоминающие заболевания, долго жили во мне, начались же они и в Москве с осени 1908 года, имагинации некоего мирового мерзавца, впоследствии пережитого как образ мне неизвестного миллиардера, непременно масона, я его описывал так. Прибыв из достойного дома, стоящего в великолепном квартале, обставленном привилегиями конституционного строя, где строгие слуги конфузились, прижимаясь к стенам, когда старый, пробритый, румяный, породистый сэр, сереброголовый, тяжелый, таящий в глазах голубых глубину, под влиянием которой рассыпались опрахом земли, не находящиеся под покровительством старого британского льва, располагался на комфортабельном кресле, роняя глаза на бумагу, и на приложенный мною проклейменный истрепанный паспорт. Записки чудака, том 2, страница 36. Сэр этот, ставший серым, блиставшим мерзавцем, глазами своими хотел изомститься. Маски, страница 2, 16. «Господин в котелке, высылаемый сэром, старается оклеветать мои действия, вытие мое есть неприличнейший крик перед жизнью, уже обреченный на гибель, они ненавидят меня, их мечи клевета и инфекции моих состояний сознания и ядами». Записки чудака, том 1, страница 78. В таких болезненных образах передо мной встала химера ужасного сэра, повара войны, меня ненавидящего. Сравните эту фантазию с образом такого же сэра у Блока. Осенний вечер был, под звук дождя стеклянный решал все тот же я мучительный вопрос. Когда в мой кабинет, огромный и туманный, вошел тот джентльмен, за ним лохматый пес. На кресло у окна уселся гость устала, и пес у ног его улегся на ковер, гость вежливо сказал, «Ужель еще вам мало? Пред гением судьбы пора смириться, сэр». Вследствие посещения этого ощущения, переданное поэтам, тем и страшен невидимый взгляд, что его невозможно поймать. Чуешь ты, но не можешь понять, чьи глаза за тобою следят. Родственность наших переживаний уже позднее установили мы с Блоком. А личные встречи с капиталистами не соответствовали химии. Безвкусные, пошлые, себелюбивые хищники, чисто вымытые и любезные, мне казались невинными в сравнении с персонажами бредов моих. И я думал о них. На них просто печать деформации класса. Капитализм ужасно и зло. Это знал я по Марксу и личному опыту. Мировой переворот их сметет. Когда он будет, кто знает, через сто, двести лет, ни Каутски, ни Бебель не давали на этот счет никаких указаний, а с Лениным я был незнаком. Капитализм — ненавидимый мною факт, но что тут поделаешь? Читатель может вывести заключение. Меньшевики, с которыми я часто в эти годы встречался, накачивали меня мирными социал-демократическими представлениями, представления же о конкрете меня, давящего ужаса чуемых адских кухонь, оставались не вскрыты. Они были оккультный феномен над вскрытием, которого долго работало, воображение мое, да и блока, как казалось впоследствии. Места им не было в меньшевистской редакции, где капиталист являлся скорее невинную жертвой несчастно сложившейся для него ситуации с вида урота, а в сущности — добренький. Бред стал реальностью с эпохи войны, открылся ключ к моим ужасам. Тем не менее, уже в эти годы переживания высадили меня из культурной борьбы. Я терял аппетит к ней. Мертво выполнял функции лидер одной из литературных группочек. Отсюда потребность в клубном уюте, как месте, где можно не думать о том, что сжигало сознание, психология страуса, прятавшего в перья голову. Смешно сказать, партия философские шахматы с трубецкими, шпетами, яковянками — предлог о личной жизни не думать. В комбинации методологических фигур мысли интересовал меня то ход с коня, то ход с королевы, а три киртыли наторпа, философский фраг, над которым смеялся шпет, был мне в те годы необходим. Он мимикри, позволявший мне на людях молчать. До конца 1910 года я выдерживал свою немоту. Потом я стал убегать из Москвы, чтоб отделаться от бесцельных повинностей. В 1912 году я Москву оставлял с мыслью, что в нее не вернусь никогда.